Чисто по-братски. По-братски. Да, по-братски. Соя и Стивен Спилберг. Ну а как ты думаешь, от того, что ты к нему не подходил и не спрашивал у него, он не обидится? Да, как-то пофиг на его чувства. Да? Все верно, все верно. Это по-нашему. Че, мы украшаем стол? Да, я думаю, Стивен Спилберг, давай поставим рядом с Соем. А? Казахская новая волна? Да. В день много подкастов записываете вы обычно? Нет, один подкаст в один день пишу. Просто бывает неделю, несколько записей делаем. Иногда. Когда вот мы в Алматы, в городе, если есть силы, мы вот так попытаемся немножко такими маленькими партиями записать. Ну не так тоже, чтобы весь сезон, там, да, 20 выпусков за неделю такого нет. Просто так. Ну вы сейчас за декабрь полностью записываете. Можно, знаешь, чуть-чуть вперед вытянуть его микрофон. Нет, нет, сверху, сверху покрути. Нет, другой, 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 другой. Вот он? Маленький, который сверху. Да, 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 и вперед. Вот так вот. Отлично. Спасибо. Да, мы специально это делаем расписание. Более-менее. Чуть-чуть мне тоже можно вытянуть в камеру? Да, вот сюда. Да, все-все-все. Нет, много-много. Все-все-все. Кольная работа. Ассистент звукорежиссера. С этой стороны. Да. Уф. Не сильно лицо его в тени? Нет, нормально? С кепкой. Костя? Эмма вот так, точно вот так сел. И вот прям перед началом, короче, интервью Дудя, оператор говорит, у него это, очки бликуют. Уберите очки. Я очки снимаю. Ничего не вижу, начинаю записывать. Надеюсь, я сейчас не сниму очки. Не-не-не, не снимешь, не снимешь. Как тебе, мы как раз хотим, как тебе комфортно, мы постараемся подобрать. Если что, просто где-то подсветим. Все-все-все. Нормально? Или отражателем кинуть куда-то в бок? Надо вот так, знаешь, как это. Спортсмены, когда на улице играют, они так себе здесь мажут в черной линии, чтобы свет не отражал. Нет? Ни за что? 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 Норм, 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 норм. Просто с кепкой, с себя уверенно чувствую. Комфортно, уверенно, чувствую себя уверенно, самое главное. Для нас сегодня тоже очень важный день, мы тебя очень долго ждали. Очень давно хотели с тобой записать разговор. И когда там Замандас мы начинали, в целом ты был точно один из моих первых гостей, кого я бы хотел увидеть на проекте. Вот. И вкратце еще что хотел сказать перед началом нашей записи, что Замандас подкаст бы не случился без тоже твоего микроучастия. Да, да, я в курсе. Вот, за что тебе всегда большой рахмет. Ты позвал меня на Фея Перезад, я побыл, и я вышел с ощущением, что я тоже хотел бы свой подкаст, и так пришла идея Замандаса. Я понимал, если я сейчас не запишу ближайший тестовый выпуск, то эта идея отложится и никогда не осуществится. Я так был в сомнении. Я звоню тебе, говорю, Хуаныш, дай мне, пожалуйста, свои микрофоны. Ты мне отправил микрофоны, но и также познакомил меня с Диасом, нашим звуко-режиссером. И так мы записали первый выпуск тестовый с Молдом Назаром. А, я же Диас твой номер скинул, да? Да, да, да. Меня так захантили сюда. Так что, да, так что большой тебе рахмет, и в целом, я думаю, от аудитории нашей тоже тебе большой в этом плане такой матч лав, то, что ты, ну, как-то посодействовал, нам дав даже те же самые, помнишь, микрофон, ну, ты где-то еще не был, но вот. Короче. Без бастаймас, сегодня у нас в гостях долгожданный гость Хуаныш Бесек. Кош Кельден. Добро пожаловать. Саламу алейкум, пацаны. Алейкум салам. Алейкум салам, да. Этот, как часто тебя отмечают в сторис? То есть, на моих фотках тебя же отмечают в основном. В какой-то момент очень часто. Сейчас чуть-чуть динамика снизилась, но да, Хуаныш Бесек, Ханат Бесекиев. Пока еще Ев не убрал. Не могу пока. Ну, не могу пока. Полчаса занимает, пацаны, убрать. Я за полчаса убрал. Как ты к этому пришел? Да, расскажи. Что ты решил убрать окончание Ев? Оф. А, оф, оф, извиняюсь, да. Оф. Ну, по сути, ну, не было такого момента, что я вот хоп, проснулся, я такой, сегодня уберу. Там, короче, что было. Я все время хотел, хотел, и как раз надо было менять этот, паспорт надо было менять вроде, или водостаг, и я как раз таки узнал. Оказывается, есть закон на нацрадициях, и тебе не надо собирать СИК, РНН, метрку там. Просто берешь водостаг, и паспорт поменяется, и все, все остальное работает. Не, ну, это понятные технические вещи. А главная причина, да, что тебя постигло. Причина ясна, причина понятна, что вообще у казахов было АТА и АКЕС НАТА. АТА, ТЕГО. ТЕГО не было такого понятия. Его не придумали, его навязали как-то с приходом власти советской. И добавку ОВ. И, кстати, не у всех народов есть ОВ, допустим, если заметили. Допустим, у армян, да, у них Швили, Идзе, грузинов, да, типа, только у нас ОВ. Допустим, у украинцев Тимошенко, они же не Тимошенков. И как-то селективно они выбрали у центрально-азиатских народов, как будто бы, что мы чей-то. Вот. И я решил это убрать. И всем советую, кто смотрит. Да, я тоже давно-давно, я много лет назад планировал убрать, я даже убрал, ну, как, для начала, там, хотя бы в социальных сетях, в сетях. И да, у меня там социальность сейчас, например, без Кана, без ИК, но официально я это не сделал, просто потому что проблема в том, что очень много дипломов, документов, надо менять. Нет, нет, с этим, пацаны, проблем. А? У меня даже, можно вот так поставить? Да, да, да. У меня даже этот, Каспий, бейсеков до сих пор. Есть проблемы, да? Нету проблем. Ну, то есть, у меня все бейсеков, и только паспорт, и вот остаток оф бейсек, и все нормально двигаюсь. Ну, они не посчитают, то есть это разные фамилии, да, на границе? Не посчитают, у меня же вот как раз-таки. В этот момент я подавался, то у меня оф, то бейс, и все нормально. Нормально. Хорошо, мы изучим этот вопрос снова. Советую. Новый год уже на носу. С одной стороны, приятные праздничные хлопоты, а с другой, я, как многие, не успеваю подготовиться должным образом, все откладываю на последний момент. В этом году я перезапускал свой бизнес, и у меня уже просто не осталось свободно денегных средств на подарки. Но близкие ждут от меня сюрпризы. Что уж скрывать, я и сам жду от них подарки. Давайте разбираться, что делать, если денег не осталось, а подарки купить нужно. А, есть решение? Карта рассрочки ОЗЕН от Home Credit Bank. Мы брали ее с собой в Штаты, на съемки она нас уже один раз выручила. Пришло время выручить меня второй раз. Почему именно ОЗЕН? Хорошо. Но первое, рассрочка отдается на 6 месяцев, на любые покупки по всему миру. А кредитный лимит до 2 миллионов тенге. Можно совершать переводы и на другие казахстанские карты. Снимать деньги в любых банкоматах мира без комиссий. Если у вас нет времени, карту рассрочки ОЗЕН можно легко заказать на дом с доставкой. Вся необходимая информация есть на сайте home.kz. Прикрепляем в описании к видео ссылку с подробными деталями. Вот и все. В принципе. Только совершайте обдуманные покупки. Хотя где Новый Год и где обдуманные покупки, правда же? Порадуйте своих близких. Матч Лаб. Ну все. Смотрим подкаст дальше, а потом за подарками. Ну, Куаныш Бейсек. Окей. Сынаймын түргев кесе, Куаныш Бейсек и Канэ Бейсекей. Байлықтарыназға сәлем. Ержан, Алда Берген. Ох. Тоже Алла Берген жауын бұл. Потом Алда. Алла Берген бұл. Алла Берген бұл. Да, засунули, стали. Да, ну я уже, мы эту тему подымали на одном из подкастов, где я сказал, что дети, да, я уже доношу свою фамилию. Потому что ты уже привык, да, к этому? Потому что это часть меня, да. Всю жизнь я был Алла Бергенов. Всю жизнь. Когда в хоккей забивал голос, всегда говорили Алла Бергенов. И вот эти моменты, я все равно. Это мои моменты. Да, эмоциональные есть, короче, причастность к полной фамилии. Я все понимаю, но при этом я тоже. Да, у меня тоже. Это часть меня. Меня в школе называли, на работе, сейчас. Но я согласен с вашим мнением. Что со временем, да. Ну я также согласен с твоим мнением, что тоже есть некая эмоциональная причастность. И за это, скорее всего, тоже. То есть мне нравится BCK. То есть я уже тоже к этому привык. И это тоже часть меня. Но когда меня называют Кана BCK или BCK, то есть я вообще нормально тоже. И нравится так. То есть, типа такой soft power. Может, я привык, но... Да, very soft. Тут надо быть очень мягким. Но главное детей, мне кажется, без of назвать. Да, да. Если у вас какая-то привязанность была. Ты своим будущим детям какую фамилию дашь? У меня жена в положении, кстати. В следующем году. Ну, поздравляем, поздравляем. Имя оставили. Так что у нас вот династия BCK остается. Я решил это сохранить. Интересно. Кстати, а я хочу детям в будущем имя, ну, фамилию деда имя дать. Ярден. Ярден. Я обожаю это имя. Да, да, да. Вот. Поэтому Алдебергенов вообще, короче, Алдеберген уже все. С тобой уйдет. Со мной, с собой заберу. Да, я сыну дал фамилию, имя своего отца. Зарубек. У него. Кайф. И когда там, не знаю, или в больнице, там, в поликлинике. Орлан Зарубек. У меня всегда сердце ёкает. И там, и тут, получается. Да, да, да. И это же традиция так, чтобы отабаванан от шахсандеген. Отуш песен. Отуш песен. Бывает такое, что там брата ставят, там, допустим. Вот у меня есть дальше поколение. У этого, ну, к сожалению, не осталось, да. Его кайф. Атуш песен. Депсок снаат. Хотя он не напрямую из своей ветки, вот, параллельно. Всё, тогда без... Всё, разрядился спокойно, без потихоньку. Да, да, да. Бастаймес. У нас есть рубрика для наших друзей-аудиослушателей и друзей незрячих. Мы бы хотели бы... Я подготовился, пацаны. Да, мы бы хотели бы... Тогда, если ты подготовился, если ты уже в курсе этой темы, мы бы хотели бы... Опиши, пожалуйста, себя, как ты выглядишь. Не только одежда и бренд, а ещё внешние черты важные, чтобы... Короче, срежиссируй так, чтобы они визуально представили тебя. Такое. Это тоже навык нелёгкий оказался. Да, да. Так. Ну, я сижу там, где сидят в основном гости, в углу. На мне практически полностью одежда казахстанского либо производства, либо лейбла, марки. Свитшот. Новый наш дроп-коллаборация с Баска. Это от Баска и наш фильм «Дастур». Баскауэр. Мы тоже очень любим. Баскауэр. Мип, Нурлан. У неё. Мой человек. Слоган у нас «Паскал Рупах, Паскал Дастур». Футболка у меня «Анноун Казах». Белая. Диаска, Мириданов. Так. Джинсы у меня классические, чуть-чуть оверсайз. Это «Казах Репаблик». Ну и кеды, Nike и кепка New Balance, да? New Balance. Вот. Сижу я как чуть-чуть пока замкнуто, но, надеюсь, раскроюсь. Вот. Классная обстановка. Я думаю, чуть больше будет кабинет, но у вас ширики вроде стоят, да? Из-за этого. Внешне можешь тебя описать? Внешне, так. Для наврядчего человека. Ой, так. Я в очках, у меня проблемы со зрением. Лицо у меня азиатское, монгольское какого-то происхождение. Я вчера побрился. Усики мои у меня какие-то. Нет-нет. Борода. Вот. Светлая. Не светлая. Несмуглый и несветлый. Среднестатистический казах. Отлично, отлично. Всем привет. Ордан. Безумно скучаем. Так. На мне все так же. Сменная обувь желтого цвета от North Face. Сегодня на мне белые носки с красными полосками от компании Nike. Джоггеры. На сегодняшний день это самые теплые джоггеры мои, так как на улице уже похолодало. Футболка от Nike. И вот такая... Первый раз же я всегда хотел вот такую, знаете, вот... Рубашка, кофта, жилетка какая? Нет, рубашка, кофта. Компанию эту я даже не знаю. Как? Фред Перри, да. Это первый раз в жизни я вообще такое одеваю. За это все, за это все спасибо нашим друзьям Brooks Store. Они меня одели. Я стал выглядеть чуть-чуть стильнее. На мне кольцо. Обручальное, так как после Iron Man я наконец-то набрал какой-то вес, и теперь оно не скатывается с моего пальца. Часы Garmin. Выгляжу я, надеюсь, свежо. Похож я на Пакьяо высокого. Ну, немножечко. Такого темного вьетнамца. Да, да, да. Щетина небольшая, усы. Залысина на голове потихонечку. Уходит все дальше. Очень классное настроение и жажду прекрасного подкаста. Все. Для наших аудиослушателей, тех, кто нас слушает во всех наших аудиоподкастах, и также для друзей Special Friends, для Ардана и друзей Ардана, хочу сказать, я сижу также на своем месте, возле Ержана, напротив меня наш гость Хуаныш. В студии тот же коралловый красный легендарный диван Замандас. Мы говорим, что этот диван, он олицетворение нашего времени, и это как мы живем в ситкоме. То есть люди... Замандас — это ситком про двух друзей и их друзей, короче. И они приходят, рассказывают свои, знаешь, свой быт, свои нравы, свои проблемы, свои вопросы. Так, в чем примерно сегодня я одет? Кстати, одевать начал меня на Замандас мой друг Чингизи Искали, за что ему большое спасибо. Теперь я перестал думать о том, в чем я буду одет на съемках, за что ему большое спасибо. Так, жилетка у меня. Это казахстанский upcycle бренд Redoo. Вот, жилетка. Так, футболка, винтажный магазин, гречка. Прикинь, я даже не знал, что есть такой магазин. И еще... А, вот еще шикарный, широкий, самый шокий, наверное, штаны, которые у меня есть. Это от бренда Caporel. Ударение на «э». Я до сих пор не знаю, как я себя чувствую, когда я вас смотрю на Ханата. Я как будто бы этот... Хочу взять его за руку и сказать, братан, пожалуйста, не уходи. А, и также я в классических винтажных кедах от Adidas. Прикольные. Они очень классические и очень винтажные, брат. Винтажные, да? Мне кажется, шикарные. Охота, чтобы вот так цены выходили. Не знаю, цены вроде у нас демократичные. И у нас не сказать, что это такое high-level fashion или люксовые брендовые. Сонумен Безбастайма. Сегодня у нас долгожданный гость. Режиссер Хуан Ашбисек. Также вы его знаете по легендарному YouTube-проекту Ирина Кайратовна. Сейчас Ирина Кайратовна музыкальная отдельная уже группа, которую вы тоже знаете, которая набирает все во всех чартах. Казах, который был на Вдуде. Да, гордость Казахстана. Куаныш. Национальный герой, да, вовсе еще. Да, и национальный герой. По версии 2019, 2020 и 2021 года. Была такая версия? А, нет, это моя. По версии 2021-го точно. 2021-го был очень продуктивный год. Вообще нереальный. Это тот год, где ты был у Дудя? Это я был у Дудя. У нас была закладка Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов. Фильм. Фильм, короткометражный. Среднеметражный мы его назвали. Вот «За нас паром» он вышел. Новогодний выпуск вышел. Между делом клипы выходили. Да, очень полотворный год. Причем клипы все были вот такие. Да, Рива, там много разных прикольных клипов. Да, и нельзя это не признать, потому что и путешествия по всему Казахстану, везде, кто в основном слушает, это слушают Ирину Кайратовну. И все клипы, на которые ты снимал видеоклипы, все на песни, которые ты снимал видеоклипы, они становились хитами. То есть они становились... Прямо не слушали в народе. Это круто. С чего начнем? Начнем, наверное... Есть же вот этот тикпок трансмейт? Ладно. Без тиктока, сегодня без тиктока, окей. С чего начнем? Я, наверное, начну с нашего знакомства. С «Кландышем без тикта» мы познакомились почти лет, наверное, уже 10 назад. Да, я, конечно, помню в первый момент, когда нас познакомил мой брат Ардах Шамшиден. Мы с ним были соседями по офису. Да, да, он мне сказал, что тут молодые ребята открылись в фотостудию. Я тогда фоторепортер сайта фоторепортажей. И он меня пригласил в гости, сказал, здесь молодые ребята открыли свою студию. И тогда я первый раз увидел Куаныша. И вот мы с ним познакомились. Я видел очень молодого, такого немногословного молодого парня, но горящими глазами. Мы, помню, просто поздоровались, познакомились. Я не помню, о чем мы говорили. Молдонзар же приехал. Да, Молдонзар еще приехал. Да, да, в тот момент. По-моему, ты тогда тоже с ним познакомился. Да, да, я сразу познакомился со всеми. Ну, моя версия. Ардах, вот мы с ним соседи. Он занимается макулатурой на тот момент. У меня студия. Ну, не у меня, у пацанов. Ардах, знаешь ты? Конечно знаю. Вот, и он, мы с ним нет-нет общаемся, короче. И он говорит, вот Кану, знаешь, Писи Киева? Я говорю, конечно знаю. Он говорит, вот мой пранч. Он говорит, я не верю, короче. Он говорит, серьезно, говорю? И потом, я говорю, познакомь меня с ним. Ну, я от алматинского движняка очень сильно фанатил. И он говорит, вот такого-то, такого-то числа приезжает. Говорю, блин, можно я с тобой, я там познакомился. Это в Астане, да? Да, 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 в Астане. Потом мы поехали, вот в Каламжа Молдоназар приехал, Кана. Вот. Студию мы показали, да? Мы показали. Да, я зашел там в студию. Да, и потом мы поехали к Молдоназару, в Турфан ресторан. Да, да, да. Там VIP, сняли, сняли, вот так вообще. До сих пор помню. Я еще селфи сделал и в Инстаграм выложил. Да. Вот. Хорошее было время. 10 лет назад мне было тогда сейчас, 18 лет мне было. Да. Говорю, мне 18, и он говорит, что вот, все впереди, вы теперь, я говорю, да. Прикольно было. Слава Воксу. А у нас сколько разница? Я 95-го. На 3 года, я тебе 2-го. Ну, ты казался капец-то, да, уже этим. Как будто у нас 10 лет разница была. Ну, да, брат. Я тогда такой был, уже репортер был, уже, ну, я уже со... Вокс-поп? Да, уже тогда был такой уже рурналист, и... Многие просто не знают эту часть, уже забыли, и думают, что я так просто появился. Я помню ту часть. Я любил ту часть, по идее. Да, да, я прям каждый репортаж прям читал. Спасибо, да. Но я думаю, ты не просто фотограф, ты же, типа, журналист был. Ну, да, конечно, журналист был, да. Это был фундамент мой, да. И сейчас все, что я делаю, я продолжаю делать тому, чему меня научили там. То есть, также занимаюсь журналистикой. Дамирский был фотограф, капец. Дамирский. Дамирский был супер. Карл Анур. Еще Снег Романов тогда фотографировал. Хорошее было время. Да. Каким ты себя тогда помнишь? Ой, не знаю. Ну, голодным был. Я был голодным прям. С кем надо? Хоть где-то надо познакомиться, пообщаться, показать себя. И очень старался таким. Вот я сейчас смотрю, вот у меня есть мои эти шакрты, как это, преемники, студенты. А они чуть-чуть такие уже, из другого теста. Я их не осуждаю, это другие люди уже. Но мы чуть-чуть были, ну, я лично был таким, что надо пробиться, в любом случае. Ну, принципы были, конечно, но очень хотелось пробиться. А сейчас такой сидишь, и вот такой, о, ребята, романтизируешь. О, надо было вот так сделать, там, раздаешь советы. Тогда вот, короче. Мне кажется, тогда еще мало было, у кого можно было спрашивать советов. Есть такое, есть такое. Не было каких-то ролл-модел. Был ты, а в нашей сфере был Медед Шайхметов. Медед Шайхметов. Из тех, ну, из нашего поколения, ну, 93-го, 94-го же. А там остальные старички были. Как раз это же время, ну, я лично пришел в эту сферу. Я, короче, я не романтизирую пленку, типа, о, пленка. Потому что я в поколении диджитал съемок, я видел анонс, анонсирование Canon 5D Mark II, да, в 2009-м, да, вроде. И этот... Там Nikon и Canon одновременно выпустили камеры с функцией записи видео. Это был Mark II, у Nikon это было 80D, вроде. Или 90, да. До 90, вот. И я вот мечтал купить, потом вышел самый дешевый, 1100 Canon. Мы его купили, там, кредитонулись, мама поддержала. В итоге я эти деньги сказал, что я верну, не верну. И вот так потом 550D, потом 6D, 7D, 5D, ну, короче, это было такое... Ну, и в целом рынок тогда поменялся. Если раньше до этого снимали на пленке и так далее, людям досталась камера за 2 штуки баксов, и они могли снимать клипы в основном, сериалы. И так, да, и так руку себе набил в свое время, а за Дулатов? Все так набили. Очень много продакшенов, которые до сих пор называются Mark II продакшен. В честь этой легендарной камеры. К чему я? К тому, что... К тому, что я вот... Тогда и зарождалась вся эта культура, вот камеры появляются, вот ютуберы появились первые, если до этого не было. Комкордеры были до этого. И вот очень мало людей было, ролл-моделов практически не было. И Медед только был. Медед, а был твоим ролл-моделом? Действительно, он был моим ролл-моделом. Я очень сильно радовался, когда он добавил меня в свои друзья в ВКонтакте, короче. Нереально радовался. Классно, что мало кто это ныне сейчас признает, что были тоже плеяда ребят, которые протоптали дорожку до того, когда пока стреляли именно ваше поколение. Да. Ну, практически очень мало было. И сейчас молодежи чуть легче же, допустим, обосновать перед родителями. Вот режиссеров сколько, смотрите. В наше время чуть тяжелее было. Режиссер? Что, кто это вообще? Как произошла эта легендарная встреча с группой Ирины Харатовной? Мы учились вместе. Я поступил в 2012 году в Евразийский национальный университет. Пацаны тоже поступили. Алдяр был младше всех нас, он через год поступил. У меня была студия, как раз таки, куда вот Кана приходил. И мы снимали очень много студенческих роликов. Я режиссировал клипы и так далее. И со мной поступили пацаны тоже с Семипалатинской, Нишевской. И они познакомили меня как раз таки с Маркой, Улой. А там дальше у них команда Квем была. И Илья там был. И вот они втроем двигались. Я им помогал, я им ролики снимал, стулья таскал. С ними где-то выступал. Ну, я, типа, у меня нет такой харизмы. И я просто на фоне где-то там двигался. У меня было просто интересно посмотреть. Потом Алдик подключился тоже. У них была сборная Юну. А с Джасиком я познакомился по факту, когда мы начинали Ирину Каграцу. Но я дуэт с ним не знаком был. Но я сильно фанател от творчества Алдяра именно. Я как, ну, то есть сидел, снимал. Я вот смотрел, у него была команда КВН, диктаторы. Но Шултан Зайкенов, который ведущий ворта подкаста, они вместе были одноклассники и вместе играли КВН. Я там с ними познакомился. И я вот был фанатом, я остаюсь фанатом именно игры Алдяра, как он себя ведёт. У него очень крутая харизма. И до сих пор на концертах, мне кажется, очень много внимания именно он забирает. Вот. И потом, в 17-м... Я быстро пройду, чтобы сейчас про Ирину Каграцу, как мы начали. А потом я устроился... Рано, чтобы хронология была понятна. Да, да, да. Потом я устроился в Казмете, в центр. И там работал режиссёром. Есть такая программа, Айель Бахта называется. Ляля Султан Зайкенов. Это тоже какая-то школа была для меня. То есть телевидение, прямой эфир. Мы режиссировали сюжеты. Я участвовал во время эфиров. Прикольно было. В соседнем офисе был Тунгу Студия, Нурлан Куэмбаева. Алдиар был сценаристом. Мы в соседних офисах сидели. Я к нему заходил, и он, типа, всё время что-то разгоняет, либо спит у него там в углу диванчик. Он там практически живёт мне. Что-то там записывает. И у нас павильоны соседние были примерно. Он к себе уходил, я к себе уходил. И мы в какой-то момент сильно устали. Я лично устал от этого формата, где цензуры очень много. И мы с ним нет-нет общались тогда. Ну, то есть мы до этого были знакомы, нет-нет работали, а потом мы там начали с ним общаться. Мы начали с ним общаться, и я говорю, давай что-то сделаем своё. Я сильно устал от этих форматов. Попробуем что-то. — Тогда время гремело на Инстаграм, гремели вайны. — Да, как раз таки, отцены писались вайны многим. — Мы были уже чуть-чуть на Ютубе, да? — А вот с какой проект был? — Ну, имеется в виду, мы были с документальными фильмами. — Да-да-да. — Это то время. Я просто хочу понять хронологию. — Ты раньше появился. У тебя первый был про балет, школа балет Атана? — Нет. — Нет. — А, нет, Молназар был первый у тебя. Это был наш год, это был... — 14-й. — 17-й. — Нет, какой 17-й? — Да, нет. — 15-й. — Ну, 2015-й. — Когда он, вы в Америке когда были? — Да, 2015-й. — Я уехал, мол, ты приехал. — 2015-й осень, а до 2013-2015-й я учился, жил в Штатах. До 2013-го, и по 2011-го, по 2013-го я работал на бокс-пополе. — Да. — Я уже был фоторепортером. — Вы же заводовремя были, ты и Медед, да, вроде? — Да, с Медедом мы вообще познакомились. Я очень люблю Медеда Шахметова, и всегда к нему с уважением, просто потому что, да, мы с ним вместе, ну, буквально в одно время мы с ним почти по годке, мы с ним вместе начинали. Вот если у тебя была студия там в Астане, меня, я тогда открывала студию Capture, студию, я тогда просто пришел к ребятам подружиться, и так получилось, что все думали, что я там работаю в этой студии, но на самом деле это был таким, то есть была еще в Окс-пополе, это был моим вторым хабом таким, где я мог знакомиться с фотографами и просто смотреть, как они работают, как они свет ставят. И они думали, что я работаю в этой студии, и всегда мне говорили, так, принеси то, принеси, я только все-все принесу, принесу. То есть ходил, и ребята, Нуржан Успанов, Руслан Тагаев, которые тогда владели этой студией, они мне давали просто свободное время, часы, если я хотел. Я тогда начинал вот проект АПлюс, помнишь, где мы там говорили, зазвал своих друзей, и вот там я познакомился с Медедом, где-то как-то пришел ко мне в студию, мы как-то с ним познакомились, потом Медед рассказал, что он поедет в Америку по фонду Саби. Есть программа, он мне ее первый раз сказал. Потом ты пошел. Да, и мне сказал, что попробуй, а я спросил, а можно мне подать? Он так, ну попробуй, думаю, что сможешь. И вот я подал, я также поехал уже после него учиться, и в Америке он меня уже встречал, как бы Америку мне, первую Америку, и Нью-Йорку показал он мне. И мы как бы до сих пор с ним, у меня к нему до сих пор такие теплые отношения. Есть теплые отношения, но мы, к сожалению, сейчас не общаемся. Тем не менее. Из-за политических взглядов. Ничего страшного. Да, я тоже думаю, ничего страшного. Ничего страшного. Это нормальное явление, и классно, что в любом случае есть уважение друг к другу. Есть же? Да, да, сто процентов. Я думаю, у нас будет турбулентность у него, у меня, и мы как-то потом скажем. Да. По молодости, короче. Но я к нему очень хороших, хорошие к нему теплые чувства. Все, вот. Медед сейчас живет в Соединенных Штатах, живет в городе Атланта. У него, кстати, очень крутая позиция, сейчас работа имеет. Да, работает креативным продюсером, директором, и снимает очень крутые, ну, не только снимает клипы, но и также вообще отвечает за креативную. Короче, такой бэкхенд, и серый кардинал, ну, сейчас там, лейблер. Ну, вот это его тема, и, в принципе, он сейчас, короче, развивается. Майк Уилл Мэддит, да, вроде? А? Майк Уилл Мэддит, он же его креативный продюсер, да, можно сказать. Это очень крутая позиция. Вообще, все эти Tengri News должны об этом писать, мне кажется. Они же любят писать громкие. Они любят писать о другом. А не о Медеде. Просто Медед выбрал чуть-чуть другую. Другой путь. Другой путь, да. У него немножко другой путь, и он долгий, он тернистый, и я очень... Ну, то есть, в целом, короче, у меня тоже с ним отношения, любовь, хейт, вот так, да, но, тем не менее, у меня тоже есть уважение к друг другу. И признание. Потому что, да, потому что, ну, блин, мы с ним вместе начинали, он на меня повлиял, я на него повлиял. И сейчас у нас очень с ним большие, крутые диалоги. Мы тоже там... Он мне пишет разные, много, миллионные комментарии на YouTube, ну, лично мне пишет по каким-то эпизодам, и я могу там часами с ним разбирать какой-либо иной вопрос. И я рад, что есть этот разговор, этот диалог. Благодаря диалогу мы придем к истине. Вот, я тоже взял диалог. В любом случае, даже если там какие-то у вас радикальные взгляды, где-то что-то, но если что-то... Я не про него сейчас в целом говорю. Если какие-то есть общие точки, надо вот там зацепиться, и там уже дальше раскрывать. А так, конечно, можно вот так уходить где-то там. Отдаляться. А мы тем самым временем не отдаляемся, мы возвращаемся к хронологии, вы с Алдиком. И к нашему диалогу. Да. И получается, я говорю, давай, Алдик, го, давай что-то сделаем. И я очень хочу, чтобы ты был этим... Ой, ой, этим... Сценаристом. Нет, нет, не сценаристом. Я хочу не только сценаристом, чтобы ты еще играл в экране. Он говорит, я не хочу быть публичным, я не хочу сниматься, я буду писать тебе сценарий отдавать. Я говорю, гонишь что ли? Давай, типа... А они вайны снимали. Нет-нет, у них там скетч Систерс называлось. Они вайны снимали? Ну, вайны, где-то громко сказано. Просто скетч-формат в Инстаграме. Они сейчас скажут, наверное, ты че, какой вайны? Ну, я прикалывался, что вы же вайны снимали. Нет-нет. Ну, вот, и я потом сказал Алдиару, что... Гоу, и потом он затянул пацанов всех, остальных, он затянул. Марку, Илью, Аулы тогда не было, Жасика. Вот, и они все вместе жили. И оказалось, я говорю, давай я тебя подброшу. И оказывается, мы с ним в одном ЖК живем. ЖК магистральный, Момушуло. И я такой, а я люблю знаки. Я говорю, о, знак, типа, в соседних домах. А мы друг друга вообще не видели до этого. Я с радаками, и они, пацаны, снимали хату. Вот, и после этого они все начали сниматься. Я со всеми еще раз познакомился. Ну, то есть, я знаком был, но лучше и так далее. Гоу, давайте начнем. И начали. Там было на таком уровне, что там еще один пацан был. Его Осека звали. И типа, го, все вместе выйдем, давайте снимем что-то. И он сказал, не, я не хочу сегодня выходить. Типа, я сам этот. И он все, он перестал, он не начал с нами сниматься. В моменте просто и так и нету его в проекте. Хотя все вместе жили. Там на таком уровне и решалось. Пошлите выйдем, поснимаем что-то. На таком уровне. Не так, что у нас в команде этот и этот. Я помню первый ролик, который вы снимали, как первый выпуск, примерно, Ринка и Ратмана. Вы там с джинглом трека Скриптонита, по-моему, было. Второй выпуск. А, это второй выпуск. Но я помню, что это был тейк против Вайнеров. Тейк против Вайнеров появился у нас с первого выпуска. С Ноги Муши. С Ноги Муши. Скажи, пожалуйста, в чем... Ладно, если... Ну, сейчас не останавливаться деталям. Почему проект Ирины Кайратовны очень круто стреляло? Твое такое уже... Отходя уже так со стороны, посмотрев со временем. Почему, в чем был все-таки главный рецепт этого проекта? Ну, этот путь долгий. Если разбирать ранее творчество, да, то... Во-первых, мы вообще... У нас не было планов стрелять, там, быть ролл-модел, кому-то, что-то там, какие-то, нравоучением заниматься. Мы просто на моменте, грубо говоря, угорали. Типа мы захотели это сделать, мы просто сделали без каких-либо мыслей о последствиях и так далее. Первые два выпуска собирали по 5 тысяч посмотров, кстати. Это друзья, друзья, друзей и так далее. Но нас репостнул... Всякие инстаграм-паблики начали репостить, там, инставидео, помните, такие были? И оттуда пошли первые 5к-посмотров и так далее. Из-за этого первый раз мы хайпанули, когда пришла к нам Байзакова, третий выпуск. И я там использовал какой-то такой продюсерский ход. Я сейчас понимаю, что это продюсерский такой ход. Я взял нарезки и отдал... Тогда был очень популярный инстаграм-аккаунт. Ежи, я приезжий, назывался. Там, кстати, Нагимуша тоже хайпанула, если чем. И мы... Ну, ты будешь знать теперь. Она же хайпанула, помните? Домофон звонила и этот... Типа, как играла такого человека, персонажа. И... И все. И я говорю, давайте, ты выкладывайте, но отмечайте нас, главное, отмечайте нас. И вот так у нас как-то какие-то продюсерские... Ну, там еще и вайнеров я знал до этого. Еще и там чуть-чуть подло поступил я, по сути. Я вот сказал, давайте, гоу, снимем интервью. Я всех подписал, но все не знали про повестку, что мы будем хейтить их. И мы многих записали заранее. До седьмого, что ли, выпуска. Мы всех заранее засняли. И потом потихоньку выпускали, короче. Потому что я с ними до этого был в хороших отношениях. Мы ездили по всем странам в GSC с Венерой. Я этим воспользовался. Я это сейчас спустя время понимаю. Но я... Типа, это не было злого умысла, типа, показать их в плохом свете и так далее. Просто... Что это было? Хулиганский такой. Хулиганский. Протестный. Ну, типа, мы не рассчитывали, что будет много миллионов просмотров. Типа, немного по стебу. Да, на таком уровне было. Типа, и чуть-чуть хулиганский проект был. Ну, мне этим самым, если честно, понравилось. Начали, да. Потому что, наконец-то, кто-то начал об этом говорить. Да. Это была дерзость, это была смелость, это было что-то новое. И это еще то время, когда куча балаванеров, когда они уже начинали подбешивать. Согласен. Кстати, они меня не подбешивали, если честно. Типа, мне было с ними прикольно. Просто я вот... Я даже вот здесь, я бы хотел с Хоямбаевым какой-то батл сделать. Давайте там Open Gamer и Barbie, Barbie Gamer. Типа, я всегда за вот это. Competition, короче. Мне нравится эта тема. И я думаю, это наоборот соревновательный дух развивает, как в бизнесе. И это круто, когда ты вот так открыто соревнуешься. И зрителям интереснее. Это же все-таки шоу чуть-чуть. И почему бы вот геймификацию такую не сделать? Нет, ну там была... Нет, да, мы не про это чуть-чуть. Именно сам контент, который делали вайнеры, это типа в конце... Его же впитывают, его же впитывают все, кто смотрят. А их смотрят очень много. И вот в какой-то момент вот эти вайны превратились просто в какой-то, ну, уже абсурд. Ну, в 17-м году, пацаны, это нормальный контент. Ну, для меня лично был нормальный контент. Я понимаю, это конец, 20-й, 21-й там уже, лишь бы чтобы было. А тогда у них тоже был творческий движняк, как будто бы они... Ну да, количество привело к качеству. Вот, да. Я закончил тот цикл, типа, с пацанами вот мы начали общаться, чтобы этот... И этот, я с ними не кинтовался до этого, но по ходу дела мы с ними очень сильно подружились, сблизились со всеми. Но изначально вот через Аллика я начал. И самый главный рецепт в итоге в чем? А, самый главный рецепт... Я не знаю, пацаны, я не могу вот сидеть сейчас умным, вот так мы сделали, так. Все по ходу дела, как чувствовали, я сейчас не могу четко вам ответить. Как-то... Где-то случайность. Я думаю, что, во-первых, там очень... Есть несколько... Есть у меня понимание, почему Ирина Кайратовна стрельнула. Во-первых, это на фоне всего остального, что было на ютубе, вы очень круто и отличались. Потому что это была где-то комедия, где-то была социалка, где-то было стёб. Ну и вот этот хулиганьё, которого, во-первых, для чего вообще ютуб-площадка нужна, вот этого почему-то не было в казахстанском сегменте. А в казахстанском сегменте было ли как раз таки... На ютубе очень было мало, и большие типа... Вот тогда очень был фокус на микроблогеров, на вайнеров, а эти ребята полноценно не переходили на ютуб. Если переходили, они брали какой-то куш, но денег на ютубе не было, и они так, обратно уходили в инстаграм, туда. И за это на этом фоне Ирина Кайратовна очень круто смотрелась, и смотрелась... И была ещё такая периодичность, чем... И видно было каждым роликом, что вы растёте, что вы там одни из тех первых, кто, не знаю, как... Ну, начали снимать на большие классные камеры, да, там... Условно, вы взяли, допустим... Я не хочу вас там никак обидеть в чём, но схема как бы... Не сказать, что схема была новая, но были шутки КВНские, заходы КВНские, КВНское прошлое. «Ребят, хулиганцы, универское хулиганство, вы просто пришли в ютуб и ещё сняли это круто». На тот момент. Просто были первые, по сути, да? По сути? Ну, не то, что первые. Просто это... Сейчас нельзя сказать, что если были бы вторые, вы бы не стреляли. Я думаю, что в аспекте всего и периодичность, что вы переходили... То есть вы могли бы там после второго выпуска не выпускать, тогда бы навряд ли вас знали, тогда бы навряд ли. Но вы же периодически там два года стреляли и дошли до того уровня, от которого, да, и каждый начал развиваться в своём сегменте. Ребята поняли, что им всё-таки интересно музыка, да, условно, и начали круто развиваться музыкой. Хотя когда они начали заниматься музыкой, я думал, ну, это, наверное, просто такой эксперимент. Ну, это, согласитесь, это феномен. Это его интересный феномен. Это вообще феномен. А пацаны до этого музыкой занимали же. Да? Да. Я не знал, я просто... Ну, видно по ним, что у них... Ну, видно по ним, что здесь какой-то... Я не знал клип в 14-м году. Офигеть. Да, видно, что... Я вот этого не знал. Я, Марка, точно видно, что они... Рэперы, да? Да. А у Алдика... Ну, мне всегда Алдика нравится парт тем, что он такой... Я ему пишу, у тебя очень такой... Ахсахалский рэп, говорю. А вот в этом клипе, где вот с Молдиком они, с Дархан Джузом, со всеми, где он этот... Сзади у него барашки. Это же вообще топ. Спасибо. Киригимис шампан. Ё-моё, я всегда кайфую на этом моменте. Но Молдик, братан, с-моё. Вот так же встречал Беркут. Это я снимал. Да? А почему это вот так? И почему на него шапка? Чтобы как-то на глаз не напал? Почему я вот это не понял? Ну, во-первых, Беркут, он очень тяжелый, оказывается. Да, могло тяжело. Килограмм 8. Да. Я сейчас не помню нюансов, но, короче... Ну, страшно. Да, Молдику некомфортно было. Некомфортно, как минимум некомфортно было. Плюс и этот... А этот Беркут, он... Тяжело было, чтобы он в нужный момент улетел, короче. И как-то у нас вертиков много было, мы не успевали. Давай, давай, давай. Есть же постоянная тема. И как-то мы уже... Это уже какой-то десятый, что ли, дубль. И уже вот так. А шапку он сам попросил-то. А я думаю, специально закрыли, потому что, ну... Беркут же может на глаз. А, может, из-за этого. Может, он боялся. Ну, там видно, что чуть-чуть. Да, да, да. Ну, по цены это страшно. Типа, сейчас мы такие... Не, я знаю, брат. А ну там вот так стоишь. Охотник, да он? Это очень страшно. Я снимал вот Беркут. Сорян, сорян, это я так просто. Я не собираюсь нам что-то доказывать. Возможно, я бы еще хуже. Когда мы снимали девочку из Монголии, казашку, там же тоже она с Беркутом. Братан, мы зашли. Это было тоже... Это было экстремально несколько раз так, чтобы надо было выпустить Беркут. То, чтобы Беркут вовремя, чтобы она поймала. И вот этот выпуск... Я пару раз сам пускал его тоже. А, я вспомнил, почему. Это Саят Шрак называется. Это когда охота с Беркутом. А им глаза все время закрывают. Когда открывают, они такие вот эйфория, шок и все. Они там ищут. А ему открыли же. И он такой был. Чтобы инстинкт уже охотника был. Вайб был такой, короче. Хищника. Ну да, там такие когти, блин. Супер. Как у тебя сейчас отношения с ребятами? Хорошие. Мы с ними до сих пор в одном офисе сидим. Многие думают, о, ты ушел там. Хаватор, что-то еще. Нет. Просто я... Мы же закончили формат скетчей 13 выпуском. Мы там и дали всю оценку событиям, что как-то мы популяризировали не те вещи, как-то другим вещам служили, да. Показали это с иронией. Но там действительно те вещи, которые нас волновали. Мы это сняли. И на этом мы закрыли полностью этот формат скетчей. Дальше у нас пошли чисто клипы. Клипы снимали, снимали. Просто социальные клипы были. Да, но когда мы начинали, я лично мечтал о полнометражном фильме. Я сказал Алику, давай фильм снимем. Здесь будем во время Ютуба экспериментировать, и потом снимем фильм. И мы сняли... Я снял свой первый полнометражный фильм, но это интернет-примера была. Вот с Анас Парамон. Я вчера пересмотрел, кстати. Да? Я тоже хотел пересмотреть. Почему ты не успел? Слово бацана злыбил. И вот, и после этого, короче, все цели мои были достигнуты в рамках этого проекта, формата. И как-то после этого я снимал два клипа последние, Майк Кроссовки и Кукту. И всё, я думаю, что ещё? Ну, уже... Я уже снимаю... У меня был полный метр. Я с таким этим снимал. Потом захожу на музыкальные клипы, и вообще неохота. Такой, ладно, ладно. Как раз-таки Майк Кроссовки, это были наши рекламные обязательства, там Free Fire был. А Кукту я решил, типа, как-то вот после яндарских событий, наверное... Некоторые думают, что это госпроект, но вайп у меня был такой, что надо объединяться, короче. Приподнять дух. Да, приподнять дух, объединяться. И там, если заметили, форма флага Казахстана, содержание разное, но форма одна. То есть мы разные, но у нас форма одна. Типа, у нас всех объединяет флаг, типа, такого у нас. У меня была задумка. И там тоже рекламная интеграция была, там Hyundai, машина была тоже. Тоже какие-то обязательства были. И вот я... К чему я? К тому, что я... Мне уже было скучно, неинтересно, к сожалению. И я вот пацанами поделился, и мы ходили так, давай, а давай... У меня были амбиции, давай попробуем этот... В Россию уже зайти, СНГ попробовать выйти. У нас уже хорошие отношения были с Вячеславом Дусмухамедовым. Мы уже сняли Азамат Мусагалиева, Денис Дорохов. У нас там был полный список всех звезд России, с кем угодно, давайте попробуем. Так у нас был карт-бланш. Классно, шли, шли, шли. И вот война. И мои продюсерские, режиссерские амбиции, они на этом закончились в рамках этого проекта. Если до этого меня это держало, давай попробуем СНГ, уже интереснее дальше. И все. Потом я думал, я летом планировал через Турцию выйти, но я видел, что это вот мои желания, это не желания пацанов. Это я хотел, а не они. И такое, давайте тогда, я тогда выйду с проекта. Я очень много отдавал себя этому проекту и не мог параллельно какие-то другие проекты вести. На мне было много обязательств. Пацаны приняли это болезненно, но вот, я думаю, что это правильное решение. Клип Чина, он Малик Деньгер снимал больше всего просмотров на канале, чем все остальные клипы. Мы друг от друга устали, наверное. Поговорим тогда про клипы, потому что ты все-таки сделал такой большой вклад и большой, ну, оставил след за собой именно в клипмейкинге. Не знаю, ожидал ты или не ожидал, что ты будешь таким одним из тренд-донсаторов по музыкальным клипам и делать это так, как ты это видишь. Но я помню первые клипы. Вообще ужасные. Самый первый клип, который прям стрельнул, это Кеттек. Кеттек же, да, который был снят. Это второй клип наш. Да, но вертикальный. Медед красил. Медед. Помог мне, да. Кажется, очень много раз мы будем упоминать нашего брата Медеда, Медеджи Ахметов, Атланта Барсалим. И, ну, давай поговорим про самый, наверное, такой марковый твой клип, это 5К. Давай обсудим. Как ты видел этот клип? Вообще история 5К, это история того, что нас позвал к себе Ельбот Петельхан. Он позвал и сказал, есть у нас трек. Мы с тобой там виделись. Да. Ты же снимал документалку про них. Которая не вышла, да. Да. Нас тоже заснял же, как мы слушаем первый раз. Да, это очень интересный момент, да. Может, как-нибудь хотя бы в Инстаграме. Сохраните файлы? Я сохранил. Да. Хотя бы в Инстаграме выложить. Когда нас снял первый раз, как мы слушаем Табу, этот трек, фит, мы такие, качаемся, стоим его, прикольно. Там был парт за катаром. Да, вот я тогда, кстати, заметил, вот на этой встрече, я открыл для себя, что я обратил внимание на Илью и понял, что он шарит, оказывается. Именно вот музыкант, он шарит, потому что он не бойится. Ну, просто это бы не было раскрыто до, если так сказать. Ты его менее раскрывал до этого, что он музыкально круто шарит музыки. То есть ты, как читается, ты режиссер, ребята пишут трек, ну, то есть, да, и это вроде бы как-то... Но индивидуально у тебя нет возможности пока увидеть. И я вот увидел в приличной встрече, что музыкально парень очень даже так круто разбирается в музыке. И что Илья, что Марка, что Алдик, то есть такой был симбиоз. Вот, вернемся, и получается, Табу написали пацаны трек. У нас какая-то коллаборация пошла. И мы договорились на уровне, что у них будет... У нас будет совместный фит у них на канале. Потом еще один совместный продукт у нас на канале. Мы так предварительно договорились. Между делом, по ходу дела, я им еще один клип снял на 91. И вот я начал писать Тритмант Табу. Я начал писать Табу, я его полностью написал. И скидываю Ербот Петельхан. Он тогда сразу мне ответил, что политизировано такого характера мы не можем. Короче, это слишком сильная повестка. Я это не принял в моменте. У нас сейчас прекрасные отношения с ним. Я такой обиделся чуть-чуть на него. Типа, блин, мы же так говорили, я же хотел, очень хотелось. Ну, когда творческую амбицию немножко так прибивают. Да, это было, ну, короче, для моего какого-то режиссерского этого. Я себе сказал, я это сниму. В любом случае, я это сниму. Это уже была та часть, которая должна выйти на вашем канале, где должны понять, что есть и найти вам. Это первые наши совместники, которые у них на канале. Вот, и я сказал, что я сниму это. И перебирая все треки, которые у нас вышли, это был самый хайповый трек 5К. Там на уровне прослушивания в YouTube он собирал 2 миллиона, когда остальные по 100К собирали. И я взял туда, адаптировал тот же самый сценарий. Потому что, если заметили, там в куплете Алдиара он говорит про фейерверки. И я про это тоже хотел. Ну, это режиссерский, это слабо, когда ты дублируешь то, что там читается. В третью табу? В табу есть про фейерверки. Да, да, да. И я оттуда вдохновился где-то. И потом все это взял и поставил на 5К. И сняли мы, вот 2 миллиона я, короче, взял. 2 миллиона был бюджет клипа. И были там финансовые тяжелые ситуации. Я его где-то занял, короче. Я занял. Я его снял за 2 миллиона. И в конце поставил мерч, который мы с Улухпеком делали. Хотелось захастлить, деньги заработать. Ну, в итоге, через час после выхода клипа нам звонит человек, который занимался сайтами, Арчи. И говорит, у меня есть две новости. Плохая и хорошая. А хорошая и плохая. Я говорю, какие? Хорошая новость. За час мы продали на 2 или 3 миллиона тенге мерч пред заказом. Я говорю, плохая. Серваки упали, транзакции не прошли. Я говорю, ладно. И в итоге хорошо монетизировали даже это все. Но изначально был проект такой, что я хотел для 901. Они отказались. Я сам снял. Но все эти повестки были от души. Я реально хотел их показать. Вкратце. Вот если человек, который еще не смотрел 5К, как бы ты ему объяснил, о чем бы этот клип, о чем эта работа? Это итог года. Это итог года. 20-го года. Да, 20-го года. Разгар пандемии. Разгар пандемии. Да, и почему-то я вот очень болезненно проходился. Ну, то есть мне было тяжело, как это, рефлексировать, что ли. Ну, то есть мне было тяжело принимать очень много этих смертей, вся эта ситуация. И я ждал какого-то отчета в конце. Вот так и так было, так и так. Sorry, ребята. Где-то мы где-то упустили. Такого ждал от президента, что ли, от кого-то, от правительства. И не было ничего. И я такой, бац, тогда я сам взял такой отчет. Вообще у меня, как у тебя, то есть зафиксировать время, события. Такие у меня амбиции. И в фильме «От Сан Аспарамон» тоже. Кстати, про фильм «От Сан Аспарамон». Почему тоже такая мотивация была. История, она вот... Вот мы сейчас сидим, мы знаем, как было. 90-е, 2000-е, да, мы застали это время. Но наши дети и следующее поколение, по каким фильмам они будут знать про наше время? По фильмам «Путь лидера». Там же вся медиа, там, сфера же была снята под лоббированием интереса Назарбаева. И я такой, а как мы расскажем? Сейчас история на глазах меняется. Там даже были статьи, которые какие-то неудобные для Назарбаева, они исчезали. Я вообще любитель был тогда современной истории Казахстана. И много информации пропадает на глазах. Сайты закрываются какие-то. Я такой, надо зафиксировать это время таким, какой он был. Хорошее показать хорошим, плохое плохим. И вот, возвращаемся к 5К, к тому, что вот такие у меня были амбиции. И если рассказать вкратце, зрителю, который не смотрел, это итог года. И все. Ждал ли я сильного хайпа? Нет. Я думал, что наша аудитория, постоянные 2-3 миллиона людей, посмотрят. Но когда клип вышел, и он начал быстро набираться, один день, я такой испугался. Я думал, что-то какая-то сила через меня проходит. А силю я это или нет, я не знаю. Локомотив там жестко разогнался. Мне присылали все мои друзья, и я им, то есть, посмотри, посмотри, мы все посмотрели. Вообще у нас целевая аудитория же, это было маленькие, это были пацаны же. Типа пацаны, которые вместе с нами угорали. И резко он вырос до всего населения Казахстана. Это было хорошее время, когда нужно было сделать итог года. И этот итог года ждали от высших стоящих правительства, и никто не подвел итоги. И в итоге в этом клипе люди, каждый, кто посмотрел, увидел свой итог года. Да, но еще триггером стал тот момент, что каждый год меня раздражает, что до Дня Независимости у нас весь город в новогодних украшениях. И в ноябре начали уже украшения, елки. А у тебя полгода назад сколько людей умирало там? Не хватало элементарных вещей из-за коррупции, а ты уже Новый год празднуешь. Меня это бесило. Я такой, опомнитесь, вот давайте покажем. Это типа такой шапалах правительства, что типа мы не забыли, короче, что вот такие вещи происходили. Вот. Я лично помню, я вот это транслирую. Вот так у меня было. Какие были последствия? Были ли последствия вообще? Последствия? Суммарно очень много последствий, которые я на самом деле нигде не делился и так далее. Я думаю, это и есть факап наш, потому что из-за того, что мы не делимся такими последствиями, все думают, что какой-то госпроект, что нам это типа можно. И на этом красном диване часто обсуждалось. Да, обсуждалось. И это, я думаю, это где-то логично, потому что информацию, которую мы выдаем, там не все показывается. Пацанам запретили концерт в официальных таких учреждениях. Официально они не могли выступать. То есть какие-то там большие, Алмата-арена, Астана-арена, какие-то там, лайнап был, им много где запрещали. Я не говорю, что везде я там не сильно лезу в концертную деятельность, но где-то в каких-то моментах им точно там отказывали. Лично ко мне, какое было касание, со мной хотели подружиться. Я там встречался со многими, с министром культуры, кто это, Абаев, с ним встречался, со всеми. Подружились. Подружились с Тегенде. Я сразу, я как я всегда говорил, типа, пацаны, я не за революцию, типа, вот там, выйти там и так далее. Но у меня есть вопросы, но интересы государства где-то тоже хочу, условно, если я против анархизма. То есть выйти, убрать всех, убить, я против этого. Потому что система тоже должна где-то существовать, но какие-то, вот допустим, короче, есть интересы народа в рамках этого системы государства, которую я хочу защищать. Но я не радикален. Я не говорю, уходите все, увольняйтесь, мы поменяем всех. Ну, так не работает, все должно быть где-то, может, где-то плавно. И получается, почему я говорю? Потому что последствия. Последствия какие были? Ты подружился с Абаевым, говорю. Не, я не подружился. Я сказал, я встретился. Они хотели подружиться, а они хотели подружиться. Я такой, пацаны, ну, не пацаны, а такой-то человек. Я простой, вот, я делаю свою работу. И это не нравится мне, я высказываю, я свободный человек. Ну, сейчас с вами дружить, чтобы вы через меня откаты проводили, меня это не интересует. А какие предложения были? Предложения, напрямую, они умные ребята, они вот напрямую тебе не говорят, вот тебе миллион баксов, что-то сделай там и так далее. Потом, вот через него кто-то выходил, вот так, давайте вот так снимем, так снимем и так далее. Мне предлагали даже снять про Назарбаева. Я говорю, вы что кунете про Назарбаева, я же не буду снимать. Хотя бы ресурс проводите, кому что предлагаете. последствия. Даже на уровне того, что вот с одной стороны, я когда снимал, я должен был взять филармонию, филармонию, да, где Махпал Жунысова у меня выступала в фильме. И мы все организовали, мы заплатили за аренду, и за день до съемок нам запретили, потому что узнали, что я режиссирую этот проект, и сказали, мы вам не дадим эту площадку. Мы говорим, мы же заплатили все, я говорю, нет, не дадим. И в итоге мы вышли через другого человека, на эту же дату перебронировали, еще раз заплатили вроде. Я пришел в маске и в очках, и сидел в углу, и снимал, потому что мне эта локация была нужна, потому что она подходила по моим этим. Вот, вот такие последствия. Ну, это есть, я сейчас говорю, очень такие поверхностные. Последствия большие были после фильма вот с Анасбаром у нас. Мы вернемся, вернемся. Хорошо. Чуть-чуть. 5К было, знаете, вот, очень интересно. 5К было на таком уровне, что они с этим не сталкивались. Когда высказываются, да, высказываются все время. Раньше мочили таких людей, косили, а сейчас это еще и сильный хайп. Ну, то есть, люди видят, поддерживают, просмотр набирают. И здесь уже опасно как-то лавировать. И они такие, так, мы сейчас радикально не будем. Наверное, вот так они подумали первый раз. Политтехнологики же там тоже сидят же. Вот. 5К. Можно вопрос? По 5К в конце сцена, до нее сцена, где группа, где вы берете вот так, группа Ирина Кайратовна в лице, в лице, ну, нового условно Казахстана. Я бы сейчас по-другому. Убирают и говорят, вот мы новые люди. Да. Как ты думаешь? Мне кажется, эта сцена очень сильно повлияла на то, что вас романтизировали и сделали итог, что Ирина Кайратовна это новый, ну, условно, ИК, это люди, которые смотрят и кассируют себя с этим проектом, это новое та самая поколение, которое готово менять сейчас Казахстан и делать его лучше. Я бы сейчас переснял бы это. Как бы ты сейчас переснял? И почему ты бы переснял бы? И тогда, вспоминая себя, почему ты так это сделал? Я думаю, мы много на себя взяли, короче, что вот, типа, мы вот эти ребята, представители молодежи, и мы вас снесем, типа, такого. Во-первых, по режиссуру это нарчит, когда ты в лицо это все показываешь. Как-то надо было аккуратнее, наверное, филиграннее, имеется в виду. Вот. И, а почему бы я переснял? Потому что мы не готовы были к такой ответственности. Это большая ответственность. И я думаю, что на тот момент это было неосознанно. Типа, где-то вот, сильные амбиции, порыв, порыв, типа, не давал себе отчет, я там, оценки риска не было. И такой, пац, пац, снял. И я даже про Кунаева не говорил пацану. Я его снял, то есть, они не знали. Они потом клип вышел, и там постфактум увидели. Где-то, может, я даже пацанок подставил. Слишком политизировался. А почему Кунаево это постфактум? Кунаев, это, ну, тогда, сейчас это хайпово. Сейчас называют город в честь Кунаева. Тогда деятели Аллаш-Орды и Кунаев были персоны, которых не озвучивали. И лично я, когда учил историю Казахстана в школе, нам в школе в книге было написано, молодежь, там цитаты были. Мен Кунаев аптастаган шиканжохпан, мен казахстан, казахстан, урубаткангиз, и шиканашстан. Вот это нам повестку давали, давали. Я тоже так думал. Но на самом деле там люди выходили как раз-таки некоторые из-за Кунаева. Некоторые потом уже волной накрыло, и люди начали выходить из-за агрессивного обращения власти тоже. Ну, то есть, люди действительно любили и сейчас можно давать разную оценку. Он там закрывал казахи язычные школы, он это делал, то делал. Постфакту мы можем вот так с умным лицом сидеть, но человек действительно жил во благо народа. И он коммунист? Коммунист, он в рамках... Знаете, что вот такая есть легенда? Я не знаю, насколько это правда. Он когда приходил в мавзоле Ходжи Ахмета Ясуи, он... Там есть колодец внутри, и он туда заходил и говорил, давайте измерим глубину этого колодца, будем кидать монетки и так далее. Якобы измерял. А на самом деле там типа... Сундая Бзде не барго? Тастур барго? Типа... Тын, Тастапкиту и так далее. Он как-то где-то это лавировал, короче. Заманал только... Хаскарбоса, таза болпшапти, да, Хазахша? И он... Ему приходилось, пацаны, я думаю, что... Он что, будет против власти выходить? Он говорит, в рамках этой власти, коммунизм, я буду делать все для своего народа. Я вот так, типа, смотрю на всю его деятельность. Чем он жил, как он жил, и как его снесли, да. Вот, и я хотел дать дань уважения. Без какой-либо сильной оценки и так далее, его деятельности. На тот момент это было актуально, потому что никто... Вот молодежь не знала про Кунаева особо, про Лошарду, об этом никто особо не говорил. Это сейчас хайпово, модно, Жанна, Казахстан. И... И вот так я решил сделать. И я не жалею об этом. Я, типа, до сих пор его признаю. У всех есть факапы какие-то. Вот еще до сих пор много говорят, что это все же было, типа, центральный аппарат, Москва же диктовала, что делать. Он просто был пешкой. Нет, ребята, там, посмотрите хронологию всех этих правителей Казахской ССР. Там, все это время они раз в год менялись, 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 менялись. И он, хоп, зафиксировался, дал результат, начал делать пример высоких городов от промышленности. Попробуй, вот, назовай хотя бы один завод открыл, который реально сейчас что-то делает, справляется такой большой. Это тоже делов. Я тоже могу сказать, давай-ка, она сделает здесь пять подкастов. Это вот от Москвы, типа. Попробуй сделать пять подкастов крутых. Это же тоже надо работать. Вот, так что я полностью признаю всю его деятельность. Где-то, конечно, есть вопросы, но... Какие у тебя вопросы есть? Вопросы нету, не было казахиязычных школ, но опять-таки, там, политическая борьба с Ташеновым, да, условно, и так далее. Но, политика, пацаны, там, надо было лавировать где-то, что-то. Ну, я думаю, до сих пор думаю, что самый главный его интерес был, это его народ. И он в рамках этих интересов двигался, где-то может радикально, где-то может вот так делал, но он знал, для чего он это делал. И на фоне, условно, Руслан Назарбаева, Куанаев выглядел таким, да? Миллиард раз лучше, сто миллиардов, сколько раз можно. И как его снес, да, Назарбаев, условно. Кстати, вышел классный документальный фильм, нейтральной оценкой Куанаева. То есть, как было, там были защитники, там были кто, там оппозиция, да, его каких-то там деятельностей. А кто делал? Называется Кьюрек, вроде, канал. Если напишите, Кунаев, там выйдет, там раз в неделю выходит цикл документальных фильмов. Советую посмотреть. Мне понравилось журналистское расследование, что там нейтральная оценка. Как раз-таки посмотреть со стороны и без каких-либо там романтизаций и так далее. Вот. Ну, интересно, момент, просто когда ты снимал 5К, ты просто интуитивно, поставил этот... Я фанател, короче. Ты фанател, да? То есть я, все, что я делаю в рамках творчества, оно все искреннее. Я действительно фанател, я действительно так думал из-за этого. И я думаю, это главный секрет успеха Ирины Кайратовны. Есть же такое выражение казахское? Жирик теншек там дуне, жирик кичтет, да? Типа, если бы я это делал, не знаю, как фейк там, типа попробовать вот так, вот так, нет, я все мое творчество вокруг этого, я вот думаю об этом, где-то я юношеский максимализм признаю, но я вот искренне делаю это все. Вот я думал об этом, я хотел это снять, я снял типа такого. Окей. Есть какие-нибудь работы, от которых ты выкапишься? Постоянно, очень много. Эскорт сериал. Эскорт сериал, это там? Салим, у работы салим сошелом. Салим сошел, это ужасный кейс для меня, но мне стыдно за эту работу. За эскорт? Да. Почему? я первый сериал посмотрел, первый сериал посмотрел и не стал дальше смотреть, но я так понимал, что ты как будто бы, ну там не было тебя. Да, там меня не было. Там было видно, что это не твой сериал, почему так сложилось? Пацаны, там на уровне, можно рассказывать по салиму? Нет, у меня постоянно попадают, из-за интервью Дудя, там у меня там были NDA всякие, там цены и так далее, но сейчас салима вроде нет, я могу смело его сказать. Ну они как бы есть вроде бы. Там мало денег было, во-первых, там за одну серию 2 миллиона что ли, что-то такое, 20 миллионов в тенге, ну очень мало, короче, в России почти ярд тенге тратится на один сериал. Вот это, ну то есть, это я сейчас просмотрю на уровне каких-то там технических возможностей, почему плохое качество, картинки там и так далее, на уровне идеологии вообще мимо, сценарий не мой, продюсерский проект, там меня затянули на уровне того, что будет Screen Life и Тимур Бекуметов будет продюсером, Базилевс будет совместное производство с салим. Я подписался. Мне кажется, они так все затягиваются. Как? Это мне кажется, мне кажется, они так все затягиваются. Я хочу еще про салим сказать, что хорошее там было много чего, но я потом сейчас скажу, но я же снимал эти... Я получше потом скажу про хорошее. Пока смотрите, был формат, пацаны, Screen Life был формат, я же Кеттек снимал, Нянь Гмей снимал и так далее. И Тимур Бекуметов, он основатель такого формата, термина Screen Life, я его книгу читал, кстати, и они хотели совместное производство, сериал в формате Screen Life, где ты в переписке показываешь в каких-то сообщениях и так далее. Формат был супер для меня, интересный. О, форма интересная. Как можно раскрыть там? Где-то она печатает сообщение и убирает. То есть намерение героя ты показываешь таким образом. Тяжело, когда мы снимаем просто камерой, показать мое намерение. Я думаю об этом, но говорю вот так. А в формате Screen Life это можно. Ты пишешь одно сообщение, убираешь, удаляешь. Интересный подход. И я на это подписался, потом в итоге они слетели, Базильевс ушли, закрылись, их команда ушла в Салем, и у меня юридически все подписано, я такой, оп-оп, и все, в принципе. Ну, и идеологически, технически ничего страшного в этом. А как ты вообще взялся за тему, просто у меня вопрос, как ты решился к теме, как ты изучал эскорты, будучи там... Легкомысленно отнесся к этому. Мужчиной, да, будучи, ты вообще изучал ли ты эту проблему? Или, ну, не как проблему, изучал ли ты эту тему, да? Какой ты ресерч делал? Короче, это был такой проект, где... Не важно было, но главное было зайти попробовать. Во-первых, изначально было, не важно было, хочу поработать с Бекмамбетовым. Мне сказали вот так, Бекмамбетов посмотрит, если ему понравится, там будет написано продюсер Тимур Бекмамбетов. Все, это меня... Конечно, осознанно сейчас снимать там работу, про работу эскортниц такая, там, секс-работница, это называется? Да, называют секс-работница. Секс-работница. И так далее. И без осуждений, каждый зарабатывает себе хлеб сам, и как может. Больше как раз-таки надо защищать, наверное, девушек, которые вот сейчас, допустим, я не знаю, ну, к слову, такую ремарку дам, в Кыргызстане, я бы прочитал новое, есть, что накрыли притон. Веб-кам-студии? Нет, но притон, и выложили их всех фотографий с адресами и с именами, фамилиями. Официальные представители. Официальные представители, да. И за что, и это, ну, это на самом деле мракобесие. Дело в том, что, и я уверен, в Казахстане, в Кыргызстане легко можно показать лицо женщины, лицо там секс-работницы, да, хотя никто не интересуется. Почему? Может, просто потому, что у нас власти не предоставил и не защищает женщины, просто предоставил так, что им приходится единственный выход идти и работать, продавая свое тело, не защищая, тем самым выставляя их фотографии, они так же дальше мы уходим в этом мракобесие, но при этом мы закрываем лица педофилам, мы закрываем лицам насильникам, всяким маньякам, потому что это якобы этично, это он имеет право, а женщины, если она секс-работница, как будто у нее нету шанса и нету вообще никакого голоса. Да в целом, это ее право. Ну вот будучи режиссером фильм-экскортница. Стыдно, за этот проект очень стыдно, идеологически, просто вот без какого-либо глубокого ресерча мне дали сценарий, я его адаптировал, и то скринлайв-формат отошли, сценарий постоянно меняли, и в моменте уже было так, что уже нужно, короче, уже надо снять, надо снять, потому что штрафы там пойдут и так далее, и на этом уровне. В итоге Тимур Бекмамбетов не посмотрел, не продюсировал, и в итоге получается, можно сказать так, что тебя просто подставили. Ну ты сам подставил. Я сам, я не хочу на кого-то накладывать ответственность. Ты сам подставил. Это череда событий, где я тупо принимал решение, и все. Я не изучил договор, подписался, и все. Хотя можно было чуть осознаннее к этому подойти, по-взрослому. Сейчас у меня есть юрист, любой проект, где у меня есть договор, изучает юрист, не я, и объясняет на моем языке, потому что я за миритократию, я не юрист, я не пойму так же, как юрист. Я лучше дам эту работу юристу, и этот человек мне объяснит на моем языке, я скажу, я вот так хочу, и он классно это напишет. И я думаю, что это нормально, что мы допускаем ошибки. Главное, не повторять этих ошибок. Если я сейчас сниму еще раз такой сериал, я думаю, надо с меня спрашивать, короче. Вот. А тогда это по глупости где-то что-то было. Вот за нас парамон. Вот за нас парамон. О, I love this question. Это мой любимый проект. Я тебе хочу так сказать, я вчера посмотрел твой фильм Death 3, который скоро выйдет, и вечером перед сном посмотрел еще Вот за нас парамон. Давай дадим ремарку, что мы снимаем в конце ноября, и я дал доступ к Ане, чтобы он посмотрел, чтобы мы продуктивно обсудили фильм. просто о чем говорить, потому что... Я тогда просто послушаю, о чем вы будете общаться. Не, не, сейчас... Но все равно включайся, пожалуйста. И мне... Я посмотрел два твоих фильма, и когда пересматривал «Луцинал спарман», мне она очень сильно понравилась. Больше, нежели твой фильм. Нынешний выход, чаще фильм. Прикольно. И просто-просто потому, что ты показал точь-точь историю мою. Все так говорят. Там прям вот практически... Ну, единственное, меня родители не оставляли, а та баба, но переезды, работа в магазине, парень берет... Главный герой берет деньги за то, чтобы... А, чтобы у него поиграли компьютеры, да? Но у меня было по-другому. Я, кстати, я не брал деньги, но у меня во дворе в Караганде только у единственного, как первого появилось видео, кассетный магнитофон, когда родители были на работе, я приглашал всю свою во дворе ребят, Сашу, Пашу, разные еще национальности. Я просто помню, что я запомнил разные национальности, и я их всех приводил к себе домой и показывал, и им делал просмотры. То есть это было одно из моих любимых дел. Я показывал фильмы, которые... И кассеты. У меня была действительно очень хорошая коллекция. И в моей сетке кинотеатра маленького каната дома в Караганде в микрорайоне Степном 4 был просмотр сетки. Мы смотрели Терминатор, мы смотрели Нинди, Черепашки-нинди, мы смотрели Король-Лев, мы смотрели Маску. Маска-топ. Да, и вот примерно вот такая вот плюс-минус сетка. Я показывал ее и часто еще менял ребят. Типа, так, ты уже посмотрел, кто следующий? И это было интересно. И вот у тебя сцена с парнем, который берет, ну, делает компьютерные сеансы, показы, да, и так же во дворе, когда мы уже переехали в Алмату, у меня тоже во дворе у самого первого появился компьютер. Это не за то, что мы богаты, я был богатым, нет. У нас тоже, прикинь. Как раз-таки я был, не был богатым, но... это какой год был? 2000-ый. 2000-ый компьютер появился? Да, 2000-ый. У меня компьютер появился в 2001 году. Пентюм какой? Пентюм-3. У меня тоже Пентюм-3, в 2002-ом появился. в 2000-ом, потому что у моих родителей была идея X, что самое главное это образование, и они видели, за компьютером есть образование. То есть, ему кто-то посоветовал, ты как-то вкладываешься в сына, и он говорил, купи компьютер, это первое начало. И вот, и Павел купил компьютер, и я действительно... И я помню, как мой родственник из Ларды Руслан, когда увидел компьютер у меня дома, говорит, Ханат, Ханат, я помню это искренне, я действительно себя почувствовал очень счастливым человеком. А Ханат там в косынку образование получал. Помнишь, там 4 игры какие-то были? Сапер, косынка, пинбол. Да. Возвращаясь, мне понравился фильм до последнего момента, до финальной сцены. Какая сцена именно? Где Алдик просто говорит «Атабаба Мазга», и вот так вот случилось, как будто это было перекладывание ответственности. То есть, за 30 ты делаешь, ты делаешь срез 30-летию, но в этом фильме нет четкого понимания, что ты тут обвиняешь человека во всех действиях. Ага. Но ты не обвиняешь никак систему. Почему? Ну, в конце не было такого тезиса, что... Ата же, там же есть обращение, Ата в конце, видишь, коптер, стоп-шот. Что? Ну, может быть, я не понял. Просто я это не увидел, что есть какое-то обращение, то есть, что вот мы, как бы, все... Да, он обращается к Ата, но он все равно, он же винит себя. Понимаешь? Он винит себя, то, что вот он такой главный герой, который играет Алдьяра, который продавал ИВЛ, занимался тендерами за большую себестоимость. В итоге отец его умирает за то, что просто не хватает ИВЛ. У меня две линии. Система виновата и человек тоже виноват. Условно, а что с коррупцией ИВЛ простые люди же делали? Граждане с... Окей, а почему они это делают? Смотри, вот, допустим, ситуация с... Пример привожу. Релаканты приехали к нам в Алмату. Огромное количество. Цены задрали из-за них. Такие же, как и мы люди задрали. А почему они задрали? Потому что воспользовались моментом. Нет, а почему они задрали? Потому что... Потому что не хватает. Потому что мы живем в бедности. А в основном население людей живут в бедности. Люди, у которых несколько квартир. Они живут в бедности. Смотрите, я не защищаю государство. Я хочу сказать, что нет такого, что во всем виноваты государство. Мое мнение, непопулярное, возможно, для многих. Но я реально считаю, что государство виноваты. Ну и мы где-то отчасти виноваты. Ну да, как бы все в совокупности. У меня папа всегда говорил, типа, Назарбаев плохой, плохой. Но он, короче, нет-нет, воровал канцелярские, там что-то еще. Я говорю, папа, вот сейчас я думаю, а чем он лучше? Он на своем уровне тоже нет-нет, воровал, короче. Не, ну, потому что, понимаешь, это такая большая, как бы, система, и государство не позаботилось об этом, не позаботилось о том, чтобы люди, как твои, ну, люди, которые вынуждены, они не позаботились о том, чтобы люди не воровали. Они не искоренили, они, если искоренят коррупцию, то люди, которые во власти, они тоже перестанут воровать, а они не хотят не воровать. Люди, которые у власти, это такие же люди, как и мы. Они отражение нашего общества. Я так считаю. Ну, нет, но они не такие же, как и мы, просто потому, что у них есть власть. Ну, власть-то у них с неба упала, они же тоже добивались, то есть, к чему я? Сейчас давайте чуть подробнее пройдемся. Представь, я думаю, что действительно власть – это отражение общества. И где-то, допустим, условно, если будет какая-то критическая масса, кто-то говорит 5%, кто-то 10%, кто-то 7% умных людей, то и режим полностью поменяется. Я в это верю. Если сейчас выйдут, допустим, вот эта цифра критическая, условно, 7% алматинцев сейчас выйдут, велика вероятность, что Дусаева снесут условно, типа такого. Если у нас будут упор на образование, упор на то, чтобы мы развивались, и мы соберем такую критическую массу, еще больше людей, я не говорю, что нет образовых людей, которые критические мысли с правильным финансовым образованием, которые знают, как можно управлять на уровне бизнеса, микробизнеса и так далее. Если мы таких будем еще больше собирать, то власть хочет, не хочет, этого поменяется. Условно, представьте, что вы шеф, босс какой-то, и у вас ваши замы, замы ваши, они умнее тебя. И практика показывает, что зам твой станет на место тебя начальником через какое-то время. Типа такого я здесь, я не говорю, что мы должны поменяться, тогда только и месс, это тоже одна из повесток. То есть мы не должны все время перекладывать на ответственность государства. Действительно, у них много ответственности, да, действительно, они должны за много что отвечать, но не надо сто процентов на них перекладывать все. Типа, вот управляй мною, государство, я буду так жить. Типа, действительно, у нас бедная страна, да, бедная, но там... А почему она бедная? Не, вот здесь можно я вот сейчас вот вставку такую сделаю, да, вот даже вот, мне очень понравился, как ты сказал, кейс про отца своего, то, что вот в какой-то момент, да, он тоже вот, ты говоришь там, это, я думаю, в каждой семье такое есть. Но тут ты говоришь, что власть – это отражение народа, да, а вот именно вот кейс с твоим отцом, это наоборот, понимаешь, это... народ отражает власть именно в этом понимании, потому что я понимаю, что думают люди, они думают, бля, они все воруют. А врату с тонн тоже работают? Да, они все воруют, они все, ну там просто, там такие бабки, братан. Я думаю, знаете, что фундаментальное, фундаментальное, вот, из-за чего это все пошло? Это, мы 70 лет были безбожники, короче. Я сейчас не про ислам говорю, я сейчас говорю, элементарные, духовные ценности, что ты, Булат Назарбаев, умер недавно, да, Иман Досовый, но сколько своих этих, ты с собой, этот базар с собой заберешь, или свой Бугатти Вейрон заберешь с собой, или вот эту трассу, для которой ты построил по Жандосову, чтобы ездить туда-сюда, заберешь с собой? Не заберешь. И вот, когда ты это понимаешь на своем уровне, у меня, пацаны, вот, я недавно дом начал строить, я себе машину возьму, пацаны, мне большего не надо, короче, я не хочу себе люксовый, частый самолет, там, терм-перм, за это, типа, я это с собой не заберу, короче. И если у человека есть такое понимание, да, то и у власти будет, можно я прекрасный пример приведу? Был исламский халифат во время вот пика мусульманства и так далее. Какой век? 13-й век? Нет, это не 13-й, это был... Это раньше чуть-чуть, 67-й век, Нет, это был 8-й, 9-й, в то время был такой третий халиф, Умар-Ибн-Хаттаб его звали, и когда к нему, он был госслужащим, он был халиф, он был президентом. Некоторые говорят, источники, это его личная история, либо это его каких-то помощников, но не суть. Суть в том, что госслужащий к нему пришел его друг, и он сказал ему, спросил у него, Умар спросил у своего друга, ты пришел к кому? Ты пришел к халифу, Умар-Ибн-Хаттабу, или ты пришел к своему кенту, Умар-Ибн-Хаттаб? Тот сказал, я к своему кенту пришел. Прикольно, да, что я на таком языке объясняю хадис, короче, кенту и так далее. Как надо на Замандасе объяснять вещи, которые... И он берет, он говорит, я к кенту пришел, он свечку берет, тушит, убирает, ставит другую свечку. И вот этот спросил, что ты сделал? Он говорит, это казенная свечка, и я не имею права обсуждать свои личные вопросы, сжигая казенное имущество. Когда на таком уровне у тебя халифат, такой халиф, там бедных не было, пацаны, там не было людей, которым давали, можно было бы давать садака, такое время было, короче. Это исторически достоверно, короче. И я думаю, что когда будут такие правители, такое у нас духовное развитие, когда у нас не будет коррупции и так далее. Что думаете, вот Бешимбаев, он что, он же умный, он умный, он Балашаковский, он там типа, типа все думали, что он вот такой, там, я сейчас до ситуации с его женой, он же воровал, ждет, я про это сейчас, типа Вундеркинд, его называли, в аппарате президента работал, один из самых главных Балашаковских был, да, типа, он же капец ставил на этих Балашаковских, образование им давал. И что ему образование помогло, не воровать. Типа, Абаят Аду, Ахл, Кайрат, Журек, это полноценный человек. Ахл, Кайрат у них есть, у наших властей, Журек, Жок. Это вот, духовного развития нет. От этого и исходит все, все это, все, что сейчас происходит. Как будто бы, и я сейчас не про ислам говорю, повторяюсь, это не про ислам, это про духовное развитие. Окей, тогда базовым, гуманитарным вопросом, у меня вопрос следующий, по нашему, у тебя в конце титр выходит и дает тебе, ты даешь дань и благодарность трем людям. Руслан Берденов, Айдарбек, Ходжаназаров и... Третий, Нурлубай и Браевка. Правда, ладно, про Айдарбека, Ходжаназар, Руслан Берденова, если есть в гугле информация, то про Нурлубай и Браевка... Вот этот человек третий, это вообще уникальный кейс. Вообще нет, нету, но настораживает, что вообще ни одной упоминания про этого человека, я расскажу сейчас, я расскажу. Я был в каком-то заведении в 21-м году, ухожу в туалет, захожу, выхожу, и меня встречает какой-то человек, говорит, о, Кука, ты, ты Кука же? Я говорю, да, ну, нет-нет, встречают же там, и я думал, он сейчас хочет со мной сфоткаться, он говорит, короче, я тебе все это время писал, Дайрект открывает, вот, я хочу поддержать твое творчество, короче, мне нравится все, что ты делаешь, но вот, ты мне не отвечал, но я реально там, Дайрект не всегда проверяю, и не отвечаю особо, и, я говорю, вот, я на один день приехал из Ахтубе-ден, прыгну к кельдам, и я тебя увидел, а я люблю знаки, если ты приехал на один день, и ты меня увидел, давай, мы с тобой поменяемся номерами, что-то есть в этом, и я через два дня уезжал, улетал в Ахтубе к другу на свадьбу, а я суммарно в Ахтубе был два раза за всю свою жизнь, вот, и поехал, я с ним познакомился, этот пацан, пацан, да, это пацан, сколько лет он, он 93-го, 94-го, я сейчас, я не знаю, я могу понятивно называть его имя или нет, он self-made, пацаны, он занимался, короче, бизнесом, его там посадили, он вышел, а почему нету никакой информации, я сейчас объясню, я объясню, это не его имя, Нуркейфов его имя, это имя от Асната, короче, вот, после этого я прихожу, Ахтубе к гей, он показывает, у него там коммерческие помещения, он там берет, на котлование перепродает, он, короче, так реализовался, чистый self-made, он говорит, вот я, мне нравится твое творчество, я хочу тебя поддержать, и это, это было за полгода до производства моего фильма, и когда я искал деньги, очень много, я и про него вспомнил, я ему написал, брат, вот такая тема, вот такой фильм хочу снять, можешь поддержать, и он мне какую-то часть закрыл, там 8 или 10 миллионов в тенге, безвозмездно, это единственный человек, который безвозмездно мне дал, и когда я писал в конце титры, я сказал, давай я твое имя напишу, он сказал, можно меня не афишировать, короче, я не хочу, чтобы я был таким, чтобы мое имя писали, но менан аргатамн, атнджаш, и все, я написал имя его прадедушки, или какого-то такого человека. А его полное имя, сейчас мы можем говорить об этом? Пацаны, он, я не знаю, я могу говорить или нет, но я могу сказать, его Жамбек зовут, но он не государственный деятель, он не так, он типа, вот я... Искренний меценат. Искренний меценат, вот наичистейший. Мы верим, что бывает. Руслан Берденов, Айдарбек Ходжиназаров. Айдарбек Ходжиназаров, Руслан Берденов, нынешние депутаты, Мажлиса. Сейчас так звучит, да, но в моменте, давайте вот по хронологии пойдем, чтобы была общая информация масса. Конечно, конечно, я сейчас не накидываю, чтобы там, да, как-то тебя затупит. Я накидываю это, чтобы мы раскрыли все вопросы, которые имеются. Вот санас Параману, я намерение свое объяснил только что, да, я хотел зафиксировать 30 лет отправления Назарбаева в чистом виде. Пришел, у меня продюсер Алмаз Роли. Я к нему прихожу, говорю, давай вот такой проект снимем. На тот момент он тоже был продюсером Ирины Кайратовной. И он говорит, на такой проект, типа, мы сейчас рекламу не вытащим, короче. Вообще, как происходит система, чтобы люди понимали? Я говорю, давай, я хочу снять вот это, давай найдем деньги. И он фанрейзингом занимается, занимается нахождением денег. И когда это проекты другие, он может затянуть Hyundai, он может затянуть, там, Aqua реклама была, что-то еще было, Aviasales и так далее. Он, типа, он находит такие. Когда у тебя там Азамат Мусаглив снимается, Дорохов, нормальные деньги вытаскивают, чуть ли не 60 миллионов в деньге за закладку. Вот. И здесь он говорит, я говорю, давай точно такие же деньги вытащим, 60-70 миллионов в деньге. И вот это с ними, я очень хочу это снять. Он говорит, на такой проект никто нам деньги не даст. Типа, он слишком политизирован, бренды не дадут. Он, и он сказал, что я сам поставлю, запускайся, производство начинай делать, и я тебе поставлю эти деньги. Мы эти деньги отыграем в следующем году с концертов, рекламных коллабораций и так далее. Я говорю, гоу. Посчитали смету на 60 миллионов, по факту вышло больше 70 миллионов. И мы начали производство, 1 ноября мы начали, предпродакшн начался. Мы начинаем, начинаем, и он не успевал заработать эти деньги. Он тоже бизнесмен, он тоже, типа, в наших годах он сам по себе двигается. И проголосится. Про алмаза. И он занял у этих людей. Он этих людей занял, занял, и там в течение месяца обратно поставил по идее. Но когда этот фильм выходил, он мне говорил, я с ним всегда на связи, что там, брат, что там, давай, есть, получается, новости. Говорит, у меня не получается, но мне этот подсобил, этот подсобил. Эти люди не знали про сценарий этого фильма. Они вообще не в курсах. Они не на фильм давали, а алмазу давали. Как где-то партнер, где-то он, типа, с ними дружит и так далее. Ну, вроде так говорят, что Айдарбеху Дженазаров его названный брат. Или названный, или какая-то связь есть. Нет, биологической связи точно нет. Названный, ну, не знаю, без разницы. Биография тебя не спутила? Смотрите, на тот момент они не были депутатами. Ну, тем не менее. я не закончил. Вот смотрите, я говорю, титры, момент, вот я хочу фильм выпустить. И это было мое желание. Я говорю, он же тогда не поставил еще им деньги. И он говорит, давай, я говорю, кто нам поддержал, подсобил, я их напишу. Если это был бы их проект, это же было бы тупо в конце писать огромными их имена. Я говорю, давай я напишу их имена. Ну, да, но огромными буквами было, сразу первыми титрами видно. Пацаны, это было супер тупое решение. Я их подставил в рамках того режима и себя подставил. Это супер тупо было. Типа, мы конкретно, они, грубо говоря, не заслуживают того, чтобы их имена вот так написали. Они деньги дали Алмазу просто так, когда есть же в бизнесе, друг друга уже перезанимаешь, такой момент был для них. Они идеологически не поддерживали этот фильм, они не топили за этот фильм, просто поддержали Алмаза. Тот им обратно эти деньги поставил. И в итоге получается так, как будто они этот фильм заказали. Выглядит это так. Да, но это не так. Я сейчас публично говорю, что это не так. Это было мое упущение, что я решил, типа, вот, они нас поддержали, давай напишем их имена. Тупость, пацаны, тупость. Хотел как лучше, короче. Да, хотел как лучше, реально хотел как лучше. Я не изучал их биографию, кто они, что они, что я себе представляю. Я с ними не знаком, пацаны. А как ты не изучаешь биографию у людей, у кого ты берешь деньги? Я... И учитывая тот факт, что ты снял 5К, будучи таким, и в целом, ты сделал себе такую карьеру, будучи еще на интервью Дудя, ты сделал себе карьеру такого яркого, остро, мыслящего, человек, который минимальным таким каким-то терпением к любым каким-то отношениям с власти. Я понял, принимаешь такое решение, даже не проверяя их биографию. Но они не госслужащие были, не госслужащие. Они имеют отношение к государству. Подожди, они тогда на тот момент не были госслужащими. Ну, тем не менее, около, ряд, но я не буду говорить деталей. Мы можем сейчас так обсуждать, но на моменте... На моменте они были, там, если взять Ходжи Назарова... Нет-нет-нет, я не про это, я про то, что... Они не были депутатом Можилистом, но они были все равно приближенными к людям, которые связаны с правительством. Все люди в 150 форм как-то приближенные. Возьмите этот список. Все, я понимаю, но тогда ты не делаешь свою карьеру на том, что ты жесткий оппозиционер. Условно, вот этот момент и просто стыковки. Я тебе сейчас объясняю, что может быть... Жесткий оппозиционер, я хочу всех снести и так далее. Я имею право высказываться, я свободный человек, я ни от кого не завишу. И если я хочу вот так высказываться, я ни с кем не в глубоких отношениях, ни с государством, ни с кем, чтобы меня кто-то там держал. Я прямо сейчас могу сказать, Тукаев не такой этот, не такой спокойный. Да, условно. И здесь было упущение, да, возможно, я ресурс не провел, но на уровне, вот типа его предприниматели ходят, Руслан Берлинов медицинством занимается, что-то еще делает, вот типа я вот Базара нет, типа такого, вот на таком уровне. Вопрос к нему, к Адальбе Ходжи Назарова или к Руслану Берденову? Или они оба участвуют? Нет, ну просто вопрос, деталь в том, что ты будучи таким чуваком недависимым, да, который против, ты все равно делаешь с людьми, которые так или нет, приближены в любом случае. Пацаны, я готов с государством работать. Я прямо сейчас готов работать. Я до сих пор работаю с государством. Но на каких интересах? Если это так, что... Условно, я снимаю док-фильм про бокс, Казахстанская федерация бокса. И если на уровне интересов государства есть развитие спорта, и есть на это выделены деньги... Ты снимаешь документальный фильм? Документальный фильм про бокс и вместе с федерацией бокса. По сути, это государство. И я готов работать с государством. И я готов. Я снял шокан с Астана Хаб. Это IT, это Министерство культуры. Но если там идет развитие IT, я готов за это работать. Нет, я не то, чтобы... Я не говорю, что ты там работаешь. Я просто говорю, что у людей есть факт того, и просто чтобы были вопросы понятные. Я тоже не скрываю, что я где-то работаю, если есть интересы, совпадают с моими, я могу сотрудничать. Смотри, какое должно быть ключевое. Типа, ты не должен приходить к государству, у меня ставка 100 тенге, к государству пришло, я здесь поимею 500 тенге. Это аманат народа, ты завтаскиваешь. Во-первых. Во-вторых, если у тебя есть... Если у них интерес поддержки режима, давай с ним, как Токаев красавчик или Натарбаев красавчик, я так не работаю. Но если на уровне прививания спорта, бокса, которые... Это же интересы и меня, и мои, и государства, я тогда работаю. Это я к тому, что я не радикальный по сцене, что я против уходить, и все там чины и так далее. Я за сотрудничество. Голливуд построен совместно с государством, Южная Корея, креативная экономика с государством построена. Это большая сила, и у нас с ним надо работать, и у меня есть политические амбиции тоже. И надо как-то... И мы уже в политике, пацаны. Если кто-то думает, что мы режиссер, документалисты, ведущие, хост и так далее, пацаны, мы все сейчас в политике, мы уже меняем... Меняем это громко сказано, мы влияем на сознание, вы влияете на пульс общества и так далее. Это вы уже в политике, пацаны. Это уже политика. Это не так, что ты должен в костюме двигаться. Welcome to the club. Where's my suit, mother fuckers? Не обязательно в костюме двигаться, пацаны, чтобы быть политиком. Да? Вот. Я к тому, что да, действительно, я там... Но эти деньги заняли, но я хочу этот фильм снять. И если они попросят тогда, в моменте, я им должен был отказать и не брать деньги, но в итоге-то я снял этот фильм, поставил им деньги, ну, Алмаз поставил эти деньги обратно, но эти люди действительно заняли, и я не хочу это скрывать. И если эти люди, 199% вот Жусанбанк, Назарбаевский фонд, она умна, ну, если они выделяют деньги для детей, фиг с ним, я возьму, я поработаю, я детям помогу зато. И потом, ну, зато, типа, если вот так смотреть на природу денег, происхождение, пацаны, там все деньги через наркотрафик, через какую-то там, вот через такие деньги проходят. В целом уже деньги не... Если вот так копаться... Не, я не копаю вот так, то есть я не хочу тоже здесь, знаешь, ставить, вот мы тут белые, тут черные, ни в коем случае. Просто те или иные вопросы, я сейчас озвучиваю, которые звучат в интернете. Есть мои моральные принципы, я их никогда не нарушал. Если есть благое дело, я вот так сильно не копаюсь при природе денег, типа, вот, откуда он, а этот он Назарбаевский, не Назарбаевский. Конкретно этот чел, не себе сэмбертур, чтобы я снял, делал благое дело. С детьми там поработал, да, в этом, или там такой фильм снял, правдивый и так далее. Гоу, гоу, гоу. Если так смотреть, то у всех есть такие происхождения. Невозможно, пацаны, работать в Казахстане, занимать такие деньги. Согласен. И чтобы был такой предприниматель, я всю жизнь был против Назарбаева, и у меня есть миллиарды, я могу дать тебе 100 миллионов. Нету таких ребят, пацаны. Практически нету. Сейчас появляется Тимур Турлов, Кусток групп, интересные ребята из, мужики, это не ребята, мужики из топ-50 форумов. Остальные, посмотрите, кто такие. Государство поделили в 90-х все наше имущество, которое было построено на уровне индустриализации Казахстана за последние 100-150 лет, просто взяли, себе тут поделили, причем как поделили, какие-то, вот, дали кому, кормят комбинат, кому дали? Арселор Лакшми Миттл, кто он такой вообще? Кому он такой? Он что, большие деньги туда инвестировал, чтобы его получить? Или он эту разработку, чтобы сделать, миллиардный завод построил? Он просто дальше копает, и Назарбаеву выгодно, чтобы там были не представители казахской национальности, чтобы они такие, шао, 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 ельден, мы будем воровать. И вот так устроено, ЕДЖИ устроено, да, вот эти, кто там, 90-х же взяли, вот этих, и так далее. И как и у Путина, такая же тема, да, там, Шойгу, он же не русский, да, у нас этот, как его зовут, Масимов, Карим Масимов, тоже, типа, когда у человека власть, вооруженные силы, она в момент может обернуться против тебя. Но он знает, что Карим Масимов не будет никогда президентом в Казахстане. И он его поставил. И эта его политика везде продолжается. И чтобы вот так он сидел и воровал все это время, вот так было. Сейчас про Назарбаева говорим. Про Назарбаева говорим. И что люди, я к чему? К тому, что люди, у которых есть деньги за эти 30 лет не появились у нас в Сукерберге и так далее. ТОП-50 Форбес, это кормят комбинат, это то, то, то шо, там, Харашханах, ана, и так далее. Вот такие люди сидят на... Ну окей. Вот, вот, ты все сейчас сказал. Почему ты это не сказал в фильме «Отсаданас Параман»? Почему там концовка такая, что человек виноват сам перед собой? Да не только человек, государство тоже виноват. Ну там нету этого тезиса. Четкого нету тезиса. А нету четкого, что человек виноват? Ну как там, где ты ему говоришь? Ну ты так забрал информацию. Я, я другое закладываю. Какое ты забрал информацию? Что ты закладывал? Короче, там же систематически государство негативные оценки показывается. Что, что АСАР, это просто тебе раздают футболки партия этой, Дарьи, Назарбаевой. Сейчас давай про хронологию. Я не смотрел фильм, Наташа, пройдемся еще раз. Какие еще политические оценки? Убийство Замамбек, Нуркадилова, Алтенбека, всех. Это же негативная оценка государства же. Почему это не негативное? Почему это про государство? Это не то, что это негативное. Об этом можно говорить, условно. Но я знаю Куку, который условно 5К, который снимал. Не то, что я хотел, я в любом случае, мне понравился фильм, какой он есть. То есть я не пророчу ничего, мне нету никакой критики. Мне действительно фильм нравился до последнего момента. Но просто в конце последней сцены ты делаешь так, что твой главный герой как будто бы сам виноват, и если он хочет сам поменяться, он должен начать с себя. Это тоже правда. Это не так, что 100% должно, еще раз говорю, государство не 100% виновата, пацаны. Мы как общество где-то тоже отчасти несем ответственность за это. И вот я в этом фильме хотел показать, и что система виновата, и люди отчасти виноваты. Да, это правда, пацаны, это неудобная правда для людей, и мне было бы выгоднее как популист сидеть, говорит, вот государство плохое, но нет, пацаны, я искренний, я на спорте так считаю, что давайте поменяемся. Да, это поинт такой, уже миллиард раз говорилось, но в этом тоже есть большая сила. Надо сносить вот этих шалов, но и параллельно сносить не физически, но и параллельно самим тоже развиваться. Ну, есть же правила игры, и эти правила задает именно вот... Конечно, конечно. Тяжело, тяжело играть по правилам, знаешь, обычным. Поэтому... Ну, я к тому, что система... А вот знаешь, что еще? Мы сейчас про Назарбаева говорили, и вот ты почему-то в начале, когда упомянул Блату Назарбаева, ты добавил там, да, вот... Иман Булган, да. И меня не покидает, я просто недавно тоже друга хоронил, и вот там Молдас спрашивал, хандай дам боган, хандай дам боган, да. И вот меня не покидает мысль вообще вот о том, что вот ты сейчас про Блату так сказал. Потому что когда пришла эта новость, я читал комментарии, и там не было ни одного комментария такого рода, ни одного от всего народа. Я понимаю, что люди не имеют права... Я понимаю, что умерших говорят либо хорошо, либо никогда, но, блин, сколько зла. Сколько беды, сколько горя принес. И сколько невежеств он сделал. Сколько горя. Какое невежество, сколько горя принес он людям. И вот у меня ты в начале сказал, и я прям такой, блин, он меня пешил, и я даже не знал, как себя вести, я замолчал на очень долго. Вот. И просто у тебя такая сейчас четкая позиция по поводу Назарбаева самого. И мне тоже интересно, что, допустим, рано или поздно его не станет, и как мы будем на это все реагировать? Будет ли для нас это праздник, или все-таки будут люди, которые будут говорить то, что, блин... Ну, как он сказал, что я не так, что я там, ой, был такой хороший, был Деват Канжок. Мой эндо, ну... Просто как культура. Человек не в лучшем положении умер, так скажем. И с точки зрения религии, если смотреть, то с него жесткий спрос будет. Но опять-таки, это вот мое мнение, это вот, я так думаю, что это Всевышний там решает, да, Создатель Вселенной. Ну, я такой, может, милость Всевышнего, и он там простит. Я не знаю. То есть я про то, что я не могу говорить, что вот он должен умирать в аду, чтобы его сжигали и так далее. Ну, да, есть много вопросов, он много чего совершил, но эндо, хазахтин, хотя бы миром для полугрег, да, типа, я не так, что все, ты конченый, все, ты вообще, ну, миром, мы должны любить людей. Я к тому, что, вот, даже мусульмане, они делятся же. Вот ты, там, не мусульмане, кто-то говорит, ты саляв, ты это, ты это, такой уровень есть. Есть уровень такой, что мы, братья мусульмане, держимся вместе, а эти, их худы, эти христиане, и они, там, сжигаться должны в аду и так далее. Потом, шах, еще один уровень, христиане, иудеи, аврамические религии, но буддисты должны умереть в аду, сжигаться, есть такие люди. Ну, вообще, на самом деле, мы должны не делить людей, там, ты мусульманин, не мусульманин, ты вот так, вот так, ну, какая-то должна быть любовь к другим людям, вне зависимости от того, что он христианин, там, не заместит религии, нации, атеист, там, и так далее. Да, он согрешил где-то, но не хочу я сейчас публично сидеть, и там, чтобы он горел в аду. Я не знаю, какая участь меня ждет, пацаны. Проще говоря, ты не берешься судить. Да. Его... Я имею, я хочу судить правителей, пацаны, я на это имею моральное право. Окей. Вау. Насчет судить правителей, ты пошел молодежный... Да, через неделю ушел, пацаны. Как молодежный... Что это за молодежный парламент? Молодежный совет при президенте республики Казахстан. Молодежный совет при президенте республики Казахстан, который собрал Ерлан Карин. Да. Как... Расскажи про этот опыт. Вообще, какой был поинт, когда меня брали? Целью меня ты пошел, и... Какой был поинт? Был такой поинт. Типа, вот ты же все это время хейтишь, ну давай предлагай, у тебя будет такой вот там мандат, и так далее, ты будешь крутым, у тебя будет сила. И я такой, ну это логично, раз я все это время хейтил, и у меня появляется возможность, я же имею возможность теперь поменять общество, где-то что-то еще. И я на этом уровне подписался. Я подписался, и ровно через неделю я оттуда вышел. Но я пришел на один вот этот съезд, и там было не так, что пацаны вот, я что-то подписывал, договор и так далее, нас всех в одну группу в WhatsApp добавили. И в итоге я сказал, я не буду участвовать, я с этой группы в WhatsApp вышел. Но столько хайпа было вокруг этого, СМИ писали, эти писали, где-то может, они пролоббировали, что вот, молодежь теперь с нами, и так далее. Я тебе скажу так, это был, случился хантар, и мы почувствовали, что что-то, возможно, произойдет, какой-либо пиздец. Я, пацаны, верил в хорошее, ну, чисто, я думал, вот сейчас. Последняя речь, ну, та речь президента, она всех водушевила, и сразу же начались, о, наконец-то, кто-то сказал, наконец-то, вот, мы верим в нашего президента, мы верим в президента Тукаева. Люди начали делать камин-аут, люди, которые раньше не признавали, и его симпатии начали симпатизировать. И действительно, такой некий был популистский мув, который он завоевал именно отношения молодой к вот этой аудитории. И тут создается молодежный совет, куда идет Кука Бесеков, тогдашний Кука Бесеков, это тренденсатор, а.к.а. национальный герой. Ну, того времени, давай скажем. Да, да, да. И Кука, и многие там молодые ребята, которые ныне сейчас занимаются бизнесом и там другими делами, вошли туда искренне, что готовы менять. Ну, я за себя отвечу, я за них отвечу. Да, ну, как в итоге получилось? Получилось ли... В итоге был один съезд. Я сидел, и там выходили с отчетами министры, и нам сказали, вот такая повестка, мы будем раз в четыре, четыре раза в год собираться, собирайте свои повестки, у вас будет мандат на запрос и так далее. Что еще давали? Какие фишки, ну, не знаю, флюшки. Флюшки. Флюшек больше не было. Ну, вот смотри, это та ситуация, где ты хотел себя изменить, но система все равно сказала, чувак, вот тебе ватсап-группа, вот и все, вот те самые правила игры. Опять подставили, братуха, видишь, получается. Если лично твоя игра. Ну, я подставил, я искренний, короче, если сейчас... Я тебя люблю за искренность, если сейчас появится новый, еще один президент какой-то скажет, вот теперь точно все будет круто, давай, иди ко мне, я не буду там долго ждать, пока он... Кто он на самом деле? Если прямо сейчас есть возможность, я пойду попру и попробую, если нет, я соскочу, и это норм, короче, я так думаю. В моменте я зашел, увидел и соскочил. Это лучше, чем сидеть вот так в углу и говорить, это вы все плохие, я там сам лично поменяю. У тебя возможность была, у тебя возможность была, ты не поменял, а что ты все это время тогда говорил, что надо менять? Вот у тебя возможность была, ты его профукал. Я такой, возможность появилась, я зашел, увидел изнутри и ушел, и все, вот так было. Но когда я уходил, никто об этом не писал, ни одно средство массовой информации. А ты написал, что ты уходишь официально? Я помню, что сторица сказал, я зашел, я зашел и напишу свои ощущения, и если что-то не понравится, афиширую. Была ли... Я выставлял ты или афишировал ли ты, где-либо афишировал ли ты, после того, как ты ушел, и критиковал ли ты этот совет, молодежный совет, и кто там принимал участие? Я официально не заявлял об этом, потому что... Ты говорил своим подписчикам, что ты будешь делиться работами, если тебе что-то не понравится, и ты выйдешь, ты об этом ярко заявишь. Я помню этот сторис? Подожди, я написал, что я ярко заявлю, если я уйду? Да. Написал, если ты уйдешь, ты об этом тоже сообщишь. Проебался. Но на самом деле, пацаны, я уходил, я в инстаграме удалился на тот момент, у меня чуть-чуть такой депрессняк был, и действительно, я об этом не заявил официально, но я ушел. Есть сейчас возможность заявить об этом? Я через неделю после того, как вошел в молодежный совет, ушел оттуда. И не вовремя об этом сообщил. Считаешь ли, что это была ошибка? Все эти советы, они все реальны ли? Мое решение, да, ошибка. Но если будет, опять-таки, повториться такая возможность, и я поверю, я войду в такой совет, попробую что-то поменять. Как ты отнесся, когда твой продюсер получал орден в Ахурде? Да. Когда продюсер, с которым ты работаешь, и получает орден за отвагу во время Хантара. Подожди, это не за Хантар? Ну, давай тогда скажем, за что это. Насколько мне известно, он за заслуги в креативной индустрии получил. Но получил он с теми, с теми ребятами, которые получали во время Хантара. А что пацанец должен за него отвечать здесь? Типа, вот Жека пришел к вам про многоженство, говорил, я с вас же за Жеку не спрашиваю. Что там? Ну, можешь спросить с нас с Жеки, что такое? Типа, это... Не, ну как, почему ты? Ну, это твой продюсер, ты с ним работаешь, он берет, идет в Ахурду красивым одетым, берет орден. Как твоя личная позиция? Это был тот момент, когда я тоже в молодежный состав заходил к Токаеву. Это нормально? Мы все верили. И мы все верили, и он получил не за хантар, повторюсь, не за январские события, он получил за вклад в креативную индустрию. И я думаю, что заслуженно получил, на самом деле. Он много что делал, он просто не афиширует это все. Он заслуженно получил, и если на тот момент он думал, что будет новое государство, вот все поменяется, вот я с президентом буду на коннекте, мы будем творить историю, why not, он из-за этого и получил. Ну, все это перемешали и показали, что январские события за январские события не получал, пацаны, точно. Он его получил за креативную, я спрашивал у него, он сказал, что он получил за креативный вот этот вклад. И он же тоже, пацаны, он же пацаны в моменте не знает же, что он январских собирает, с ними вместе его покажет. В интернете не написано, за что он получил? Вот я у него спросил, я у него спросил, и я вот сейчас за него говорю, за него отвечаю в этом плане, что он получил его не за январские события, а за вклад в индустрию, за музыку, креативную, там, творческую и так далее. Какой вклад сделал Алмазжали, по твоему мнению? По моему мнению, в рамках моего творчества неоценимый вклад. Все, что я делал с 21-го года, с Ву Кэнг, особенно от Сана Сапара, он без него не получился бы. Я без него не смог бы зарезать такие деньги. А если вот про Руслана Берденова, Ходжа Назарова, пацан, давайте в следующий раз я тогда объявлю официально, я хочу снять фильм про Брайла Фансарина. Мой первый такой серьезный фильм будет про такие темы. Я хочу, давайте тогда зарейзим у народа. Нет, я думаю, ты бы и от Сана Сапаром давным-давно мог бы зарейсить, учитывая, просто Сакука, ты не ноунейм, который может говорить, я не мог брать эти деньги. Ты бы легко мог бы сделать фанрейзинг, взяв любые деньги. Хорошо, давайте тогда попробуем в следующий раз, когда я буду снимать про Брайла Фансарина. Я просто уверен, если бы ты собирал на ОТЗАН АСПАРАМАН, на этот фильм бы, и на тот такой фильм, который бы ты хотел бы снять, ну, наверное, тот фильм, который ты хотел, ты уже снял, ты бы, я уверен, с той большой фан-базой и аудиторией у Ирины Кайратной и твоей личного-личного бренда, ты бы легко бы собрал бы ту сумму-суму. Я об этом думал, но эта механика должна идти прозрачно, короче. Здесь мы сейчас на таких высоких тонах говорим, но когда люди будут скидываться, а потом, короче, эта цепочка должна быть какая-то механика и прозрачно должна идти. Куда твои деньги были потрачены, потому что вдруг я Ярд соберу, за 100 лямов сниму, остальное там себе спорткарку плюс. Разве, будучи верующим, ты же разве сможешь потратить на Ярд? Так, я не буду тратить на Ярд, я говорю, такие могут быть, смута может произойти, пацаны, смута, оценка рисков элементарная. И из-за этого я, у меня есть идея, короче, что как можно это делать, фанрейзить, и хочу, типа, систему веб 3.0, короче, типа как, условно, мой фильм будет стоить там 100 миллионов тенге, условно, он дороже будет стоить исторически. И 100 миллионов тенге это 50% акции моего фильма. И ты можешь купить за 5 тысяч тенге билет, ваучер, что ты его посмотришь впервые всех, условно. Ты за билет заплатил за год, за два года до премьеры фильма. Либо ты можешь заплатить еще больше. Покупая там 5 тысяч тенге ты получаешь 0,01% фильма. Там NFT. Или там 100 тысяч тенге там ты вкладываешь и там 0,01% получаешь фильма. И когда фильм будет зарабатывать, ты вместе с этим фильмом тоже будешь зарабатывать. Есть такая гипотеза у меня, я не знаю, я буду его тестить или нет, но вот так я хочу попробовать сделать. Насчет того, что ты... Ну там, смотри, эта механика сложная, я же в моменте не сделаю. Я понимаю, я тебя не критикую ни в коем случае за то, что ты там ты можешь брать. Ты в любом, ты делаешь все, что ты можешь. Я имею в виду, почему потом у народа смуты и вопросы, да, это все только из-за вот этих движений. То есть у меня нету там какого-то сейчас, я не хейчу твоих меценатов, да, благо, что они дали. Просто почему так происходит, это вот чисто из-за вот таких моментов, которые потом задаются вопросом и потом здесь, будучи там, да, мы говорим, вот, ребята, капец, уже крутые национальные герои. Почему я это сказал? Я действительно искренне верил в тот состав команды Ирины Кайратов, в составе тебя, что вы что-то новое. Тот кадр, который в 5К вы показывали, вы меня этим самым вдохновили. Я хотел бы частью вот этих ребят быть, понимаешь? То есть, и потом, когда там приходит Ай Султан и условно там задает вопросы, и ты такой, блин, подожди, как это все, и из-за этого нужно иногда приходить и говорить прозрачные вещи. Из-за этого я здесь и сижу. То есть, у меня была консультация с пиарщиком недавно, и она вот тоже вот так раскидала, что вот ты просто не заявляешь об этом всем, ты вот в своем мире двигаешься, просто, пацаны, какое у меня отношение, да? Вот, я изначально себя позиционировал как режиссер, я свою работу делаю и так далее, но в какой-то момент это все стало большим движением, и я должен теперь как-то это... Сила стала сильнее, чем ты мог предположить. Да, да, сто процентов, и не всегда я справлялся, и не всегда я понимал, что надо как-то где-то себя вот заявлять, транслировать и так далее, и в целом чуть-чуть я такой не публичный, короче, мне до сих пор сложно интервью давать, там, подкастов записываться, когда меня узнают, мне вообще неудобно, я там сижу, к кафешку зашел, меня кто-то узнал, зареспектировал, я такой, ё-моё, как теперь сидит, он напротив сидит. Вот такие чувства у меня появляются, и это заложено во мне, короче, я такой человек, и я не блогер, который каждое свое утро, короче, транслировал. Если бы я всё транслировал бы, всё свою, каждую там, каждый свой обед-ужин, и не сказал бы про, допустим, молодежные советы и так далее, это был бы спрос за это, но я, пацаны, в целом не транслирую свою жизнь особо, я там какие-то знаковые вещи показываю и так далее, но где я живу, с кем я живу, кто моя жена, как мы живём, какие у нас отношения, вообще не транслирую, ничего не транслирую. Насчёт, кстати, можно дальше, да, пойти по хронологии? Да, вроде, вроде. Да, всё ништяк. Ты женился в прошлом году? В этом году. А, в этом году. А, да, в этом году, начало этого года, ты женился. Да. Поздравляем. Спасибо. Никей Киран Куан Штамас. Добро пожаловать в клуб. Да, хочется поговорить о твоих отношениях с Газизой, верно же? Да, да, Райза Таншалпан. Да, Райза Таншалпан, актриса, очень достаточно знаменитая в Казахстане. Слушайте, она не любит, как актрису. Она раньше актрисой занималась. А, всё, извините. Как её правильно сказать тогда? Она занимается этнографией где-то, и она репрезентирует нашу этнографию в виде одежды, украшений и так далее. Да, больше как художница. Хорошо. Классный у вас нестереотипный брак в плане того, что, если есть возможность, я бы хотел поговорить об этом, чтобы убрать стигму у народа, что, я извиняюсь, женщин, которые остались в разводе с ребёнком, что у них нет уже условной возможности и будущего. Да, да. И за что тебе большое уважение? Да, это, пацаны, должно быть нормой. Это должно быть нормой, но почему я это говорю? Потому что сталкивался ли ты с критикой? Как ты сам в голове, были ли у тебя вопросы по этому способу? Как ты вообще просто принял это решение и очень мужественно поступил? Ну, это не было для меня таким, я во львое моё решение, я там не могу это понять. Я говорю просто и в контексте стереотипа, который есть у нашего общества. Да, да, да. У меня таких стереотипов безначально не было, пацаны. Не хочу использовать слово, но просто для понятия, да, что вот типа есть даже такая фраза с прицепом, что я не хочу... Да, да, да. Пацаны, я об этом узнал, короче, у секту секту про нас написали и... Я сколько раз слышал эту группу вообще ни разу... Да факт, блин. И там в комментариях, короче... Псик, псик. Что-то какое-то терминология. Понимаете, я с прицепом, оказывается, есть такое выражение. И я такой загуглываю, ужасно просто. Почему люди имеют право вот так сидеть и оценивать чужую жизнь и вот так... Будет столько зла вообще, блин. Согласен. Вот, и что я могу сказать? Я могу сказать, что это нормально, что люди ошибаются, люди выбирают себе партнёров, понимают, что они там... Это не такая тема, что первый муж плохого или она плохая. не подошли друг к другу. Наследие их любви, это их ребёнок. Да, у ребёнка будет чуть-чуть другой старт, другое там... Там... Взаимоотношения, там родители не вместе живут и так далее. Ситуация, по сути, тоже ответственность на мне перед ребёнком, но я не забираю себе, вот, типа, я буду отцом. Он дай жёг ребёнок, у этого ребёнка есть свой отец, у них хорошие отношения. Моя задача, чтобы он... Ему было комфортно жить с нами, короче. Ему было комфортно, чтобы он мог приходить когда угодно к своей маме, к своему отцу, вот так туда-сюда ходил, и чтобы он не чувствовал себя ущемлённым. Типа, вот, моя задача такая большая. Здесь есть ответственность. Но на уровне того, что, типа, я принимал решение волевое, что это плохо, нет, пацаны, я не считаю, что это плохо. Я думаю, что... Это... Может быть, не могут таких людей с ними быть в отношениях. Я на это не смотрю. Вот. Очень круто. Ну, родители тоже, вы можете спросить, родители тоже там... Не был вопрос сразу, просто доверились, или же были же? Вначале чуть-чуть сказать, ну, типа, никогда не было такого, чтобы мне говорили, не женись, женись, такого никогда не было. У меня мама суперчеловек, это её заслуга, мамы, что я здесь сижу, что я такой умный здесь сижу. Ну, родители, окружение, ну, мама в первую очередь, потому что она вот могла, я мог в седьмом классе сказать, мама, я хочу собирать игрушки черепашек-ниндзя. Я сказал, седьмой класс, пацаны. И мы с ней пошли по зарга и покупали черепашек-ниндзя. Вот, типа, тарасский пацан, по сути, да? И вот она сказала, типа, просто она попросила чуть подольше с ней быть в отношениях до свадьбы. Всё. Узнать чуть-чуть побольше друг друга. И всё. Если ты уверен в человеке, если вы в друг друге уверены, то всё, газуйте. Батас им бежден. Всё. И всё прекрасно. Ну, конечно, бывают какие-то у нас в своём отношениях, но это у всех бывает. Мы, главное, друг друга слышим и общаемся, и всё. Решаем проблемы. Отлично. Я рад, что мы это проговорили. Ты отношения строишь с сыном своей жены. Какое у вас отношение? Ты больше как друг, как старший товарищ? Ты говоришь, что у него есть отец, но какая сейчас твоя роль? Как ты себя с ним... Пока чуть-чуть сложновато в плане того, что я живу в Алма-Ате, и отец тоже в Алма-Ате его, и как только ребёнок приезжает в Алма-Ату, отец сразу забирает полностью. Я с ним тесно не контактирую. Пока что. Пока что. Но очень хочется выстраивать хорошие, долгие взаимоотношения. Я люблю детей. Я не хочу делить мой биологический ребёнок, не мой биологический ребёнок. Я в целом за детей. Я люблю их. У меня соцпроекты на эту тему есть. И я не хочу их делить. Вот они все дети. Супер. Кем ты сейчас себя позиционируешь в идеологическом вопросе? Так, чай отложу. Я делю вообще свои позиции на одно ключевое событие. На до и после январских событий. До январских событий у меня были одни убеждения, потом они у меня сменились, поменялись. Не радикально, но подкорректировались. До январских событий, до Хантары. Это уже, это вот Кука, 5К, вот эти... Отцена Спарамон. Окей. Тогда кем ты себя позиционировал? Кука, который не до конца понимает свою силу и не несёт полную ответственность за свои работы. Я снял вот на уровне вот есть я и моё творчество. Всё, я хочу это снять, я вот так вижу, есть я, я хочу, всё, 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 я сниму, всё, я снял. Выпустил. Там тоже есть история, кстати, как алмаза ловили, КНБшники. Ну, я сейчас, потом. К чему я? К тому, что январские события произошли, и я оказался в этот момент в Астане. Я был у родителей. Я должен был улетать 15-го, мне должны были дать визу, я должен был улететь в Лондон на трёхмесячное обучение по языку. Хотел, я думал, вот этот год я посвящаю языку и так далее. В итоге, я вижу ролики, где люди захватили какие-то машины и так далее, в тумен, и ставят песню с Ходсона с Парамон. И здесь я такой, опа, и вот, я... Савиатрек, в конце, который звучит в дуэте. Да, да, да. Ну, Ирина Каратна, которая конца сцена. Он уже прям много где звучал, когда это всё начало хайповать темы. И... Или мне попадалось такие, по-первых, такие, ну, очень много я видел таких роликов. И получается, а каков процент людей, которым я в кавычках так поднял дух, типа, вот, она, эти люди вышли, и... А нету ли списка погибших этих людей? Какое-то я имею косвенное к этому отношение, что я вот так сижу сейчас в Астане с родителями, тут в Алмате всё это происходит, смута происходит, люди погибают, и... А я был сопричастен к этой цепочке, что... Цепочке триггеров, так скажем. Я не говорю, что из-за моего фильма, я вообще не про это, я про то, что была цепочка триггеров, и она была таким, одним из таких последних, наверное, что 8 миллионов просмотров за 3 дня, там, и так далее. И... Я же несу за это ответственность, и вот он, вот люди вышли, вот люди погибают, и... Я теперь чуть аккуратнее к этому отношусь, я отношусь к этому как к оружию, я вот так не размахиваюсь, короче, я хочу, я хочу, я вот так, теперь уже для чего я это делаю? Каждый шаг обдумываешь? Да, какие ценности я закладываю, к чему я это делаю? Я после этих событий поменял свои взгляды, я увидел, что действительно есть большие проблемы у нас с человеческим капиталом. Условно, мое отношение к киндарским событиям какие? Все триггером стало то, что подняли цену на газ, не предупредив, без какого-либо должного анонса для людей, что вот-вот-вот поднимется, и это было супер тупое решение задрать два раза, да, просто так, хотя бы потихоньку, если ты, я на уровне государства сейчас говорю, я их не оправдываю. И, конечно же, пошел на Западе вот этот их возмущение, возмущение, возмущение было, которое с ними никакого диалога не было изначально, люди не вышли, там, президент не вышел, так и так, давайте разбираться, и, что они сделали, они пришли и обратно поставили на место, и вот люди почувствовали свою власть, вот, мы вышли, мы потребовали, и они вот, типа, сделали так, как мы захотели. И дальше это волной накрыло, это стало стихийным, никого там не вытаскивали на улице, выходите в Алма-Ате, все вышли, потому что все устали от 30 лет такого правления. Вот, и стихийный, который в итоге стал этим, некоторые люди воспользовались, был раздел власти, Назарбаева, Тукаева, там, клан Назарбаева хотел удержать власть, Тукаев хотел свою какую-то команду, в итоге пострадали люди, и вышли также люди, которые крали имущество, и мы можем их оправдывать так, что бедные люди, вот, начали там, у них не было 30 лет экономически у нас был кризис, и у людей не было возможности, вот они сейчас своровали, я не хочу их оправдывать, именно тех мародеров, я сейчас не про всех говорю, выходили нормальные люди, выходили, выходили, кто протестовал, кто был против власти, и вышли люди, которые, нам пофиг, мы сейчас, хаос творится, мы сейчас выйдем, и заберем, ладно, у государства, там, хоть как-то где-то можно понять, такие же предприниматели, люди, у них воровали, обыкновенные магазинчики воровали, и так далее, я понял, и тут, ну, к этому тезису подходит твой ответ, получается, за отцезанно с парамон, когда ты делаешь человека виноватым, и власть виноватым, это в этом плане тоже работает? Нет, вот с анастом парамон вышел уже, ну, не раньше, я знаю, и там же про террористов говорят, 20 тысяч и так далее, но там же реально было, там, зачем сжигать золотой фонд телеканала Казахстан, там, это же где-то кому-то было выгодно, там, с охватку к тебе люди реально шли, там, вещания забирали, я понимаю, ну, то есть, это не народ, народу этого не надо, им, они, когда люди выходят, им не до этого, там были силы, которые воспользовались, ну, это элементарные политтехнологии, когда выходит какая-то революция, этим пользуются другие люди, это, вот здесь такая же ситуация и была, и в итоге, я к тому, что, к тому, что, вот, контент я делаю, вот, 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 я снял фильм, я снял клип, люди 5 минут посмотрели, часик посмотрели, от этого их жизнь поменялась, типа, я им дал такой пучок мотивации, и дальше сижу, я думаю, уже надо фундаментально уходить, если я за это, если я за перемены в обществе, я должен сам взять и заниматься образованием, я вот решил для себя так, с тех времен я открыл свой частный фонд, Ельма Эдукешн называется, я занимаюсь образованием, неравенством в образовании, в сельских местностях и так далее, мы ездим, обучаем, у нас есть большая социальная программа, я сейчас чуть позже могу объяснить, но, типа, хочу об этом поделиться, потому что, к сожалению, мои клипы собирают миллионы просмотров, а мои фильмы социального характера, важные, собирают 20 тысяч просмотров, хотя вот, вроде бы, welcome to the club, вот, и получается, я поменял, я уже чуть серьезнее, ну, типа, я уже повзрослел, мне уже 28 лет, и чуть аккуратнее отношусь к своему оружию, и несу за это полную ответственность, полную ответственность, и хочу образовывать людей, потому что, все это время, вот, власти было, не то, чтобы невыгодно, некоторые говорят, вот, им было не до людей, вот, элементарно, им было пофиг, сколько у нас школ, у нас 7 тысяч государственных школ, выпускается сколько людей, сейчас выпускается 160 тысяч выпускников, 11 классников, сколько людей рождаются, 600-500 тысяч, последние 3-4 года, baby boom с коронавирусом, давление, нагрузка на инфраструктуру, на количество учителей, будет через 10 лет, 4 раза больше, чем сейчас, простая математика, сейчас у нас трехсмейки уже есть, и вот этот вот, огромная волна, она вот идет, государство где-то что-то делает, но не справляется, очевидно, нету инфраструктуру, да, для будущих детей, инфраструктура, знаешь, вопрос денег, нету учителей, качественных, качественных учителей нету, пороговые для учителей, самые низкие, ты хочешь поступить в IT, набирай там 100 и 140, если хочешь педагогические, 70 набери, заходи к нам, типа такого, но сейчас все меняется, чуть-чуть я, в плане образования, государству минимум вопросов, потому что действительно они этим заинтересованы. Можно еще небольшой откат, вот допустим, действительно пороговый меньше, чтобы поступить в преподавателей, да, но государственный порог там, да, на конкурсах, но при этом кто туда поступает, получается в основном, если взять по статистике, то менее образованные люди идут поступать на преподавателей, и потом они же становятся преподавателями, и они же учат наших детей. Был принят законопроект о статусе учителя в 20-м или 19-м, каждый год прибавка по 25% к зарплате, вроде 25, и получается, как только это становится таким интересной профессией для людей, что там есть деньги и так далее, люди начинают больше давать заявок, больше заявок, пороговый увеличивается, и вот так они как-то стимулируют, это мотивирует людей. Много классных решений действительно есть, о них надо говорить. Упростили строительные нормы и правила для строительства школ частных, убрали, раньше должен был иметь чуть ли не бассейн, поле, сейчас поля нет, иди договорись с каким-то центром, поле у тебя будет, строишь школу быстрее. Раньше было три этажа, сейчас пять, ну, три в Алма-Ате остаются, тут сейсмологическая зона, в остальных городах пятиэтажные можно строить. Вот много таких стимулируют предпринимателей, платят по душевной, вроде как называется, поушальная, за каждого ученика. Раньше, если раньше только государственные школы зарабатывали, сейчас ребёнок, за него платят, там, старшеклассника, 89 тысяч тенге, 80 тысяч тенге, там, 90, и он поступает в частную, эти деньги уходят в частную школу. Это как раз-таки инициатива Айт Магамбетова, вот, сейчас министр высшего образования, Саисад Нурбек, очень грамотные люди, я их уважаю. Кстати, прикольный нюанс, вот, Багдад Мусин, Саисад Нурбек, это вот поколение КТЭЛских, я не КТЭЛский, чтобы вы понимали, я не лоббист КТЭЛа, как многие думают, это феномен просто. Если, допустим, какое поколение у текущей власти, это поколение физмата, РФМШ, да, эта школа отмечала 50-летие год назад, оттуда вышли Тимур Кулебаев, Карим Масимов, наш Аким Дусаев, Вячеслав Ким, это вот Каспий Банк, вот вся вот эта политическая элита, они выпускники этих школ. Гэп между КТЭЛ и РФМШ 20 лет. КТЭЛ появился в 92-93 годах в Казахстане, и их поколение сейчас становится таким поколением, которое уже имеет какой-то политический вес, они уже приходят к этому возрасту. Я там прогнозирую, что через лет 10 будет огромный лоббий КТЭЛских выпускников, суммарное количество КТЭЛских, 50 тысяч этих выпускников, как и РФМШ общий, за твои какие-то элементарные общечеловеческие принципы морали и так далее. Эти люди, я не говорю все, но многие оттуда воспитанники вполне культурные, у которых моральные ориентиры, ценности, по крайней мере, со мной совпадают. Интересно, второй режиссер, который приходит к нам на подкаст и тоже говорит про КТЭЛ. Ну, Аль Султан, он КТЭЛовский сам, он продукт КТЭЛ. И, конечно, можно говорить, что это эффект селективных школ, когда ты забираешь лучшие умы, они в любом случае достигнут успеха, но ребята, создать инфраструктуру и инициативу одних гражданин в Казахстане, Турции, которые пришли без какой-либо финансовой выгоды, с чистыми намерениями в свое время 90-х, это лучший поток учителей был для них, это такой стильный ролл-модел был для них. Искренне ли ты веришь в чистые намерения? Чистые намерения, я вот в это искренне верю, потому что не на уровне... А не веришь в теорию, что тоже они хотели создать свое лобби в правительстве, чтобы через какое-то время, будучи КТЭЛщиком, влиять также на решение той или иной страны? Это не на уровне я так чувствую, это на уровне информации, пацаны. Я, типа, я изучал, до сих пор изучаю кейс, феномен школ КТЭЛ, вообще этого движения, основоположник, там, Фетхола Гюлен, его, да, в целом... Фетхола Гюлен, этот, который, человек, который против, ну, противника нынешнего президента Турции, верно? Радаганах? Да. бывший друг, ты же знаешь больше, ты же информировал. Я, наверное, больше еще не знаю, но в 16-м году якобы он сделал вот этот попытку переворота власти, хотя он в этом вообще не заинтересован, просто он неудобен для власти Эрдуана, и ему пришлось обнаружить якобы внешний враг, давайте объединяться, вот он против, потому что в конце 90-х Гюлен, Фетхола Гюлен, он был одним из самых влиятельных людей мира, он топ-100 ходил, знаете? Потому что у него было полторы тысячи школ в 160 странах мира, он не Казахстаном занимался, пацаны, он планетой земля, планетой земля, человечеством занимался, и он не делил мусульмане, не мусульмане, некоторые говорят, о, мы же тюркские, тюркское начало, да нет, пацаны, он в Косово открывал, когда там, он защищал права местных этих христианинов, христианинов, и там открывал первую школу, когда люди, обыкновенные государственные школы, когда закрывались, это была его первая школа за границей в 80-х, 90-х, общее количество школ, там полторы тысячи, очень, там было 8 миллионов последователей, не на уровне, пацаны, там не было партии, там не было кодекса, ты вступаешь, там платишь взносы, на уровне идеи, пацаны, он еще, он не своими руками, он не коварный, там, просто он был имамом в свое время, и он сказал, сейчас не то время для ислама, чтобы сидеть, обучать исламу в мечетях, сейчас нужно прививать правильные ценности людям за рамки ислама, чем Нурлан Имам занимается, он ушел в тикток, в мечети люди не ходят, и он решил транслировать это, сидя в тиктоке, я за вот это, какие-то, чтобы ты не сидел в мечети, обучал, ну, моральный принцип у тебя есть, транслируй их там, где это популярные площадки и так далее, но вернемся, и получается, у него была газета, у его движения, телевидение, футбольный клуб, финансовая система, сколько последователей, малый и средний бизнес, так что он был огромной угрозой, и в итоге он сейчас сидит в Пенсильвании, в Америке, и не может оттуда выехать, и для граждан Турции, он, типа, человек, чего имя нельзя упоминать, персону Нонграта, персону Нонграта, и 50 миллионов людей выучили турецкий язык, не представители турецкой национальности, он сделал так, чтобы люди выучили его язык, это не так, что ты только, если будешь учить турецкий, только из-за этого ты будешь у нас в школе, турки приходили, и они, чтобы друг друга понимали, турецкий учили, и вот на этом уровне коннект строился, если бы он родился казахом, он бы транслировал казахский язык, типа такого, потому что он на казахском общается. Он изначально был богатым таким? Да, он вообще не богатый, он изначально не был богатым, и сейчас он не богатый. Место, где он жил всё это время, там у него так-так, из соломки, он в таких местах жил всю жизнь и так и живёт, у него есть книга биографии его, он, ну, вот вообще, он настолько сильно, он очень духовный человек, таких людей практически сейчас нет, и до наших дней он до сих пор сидит и занимается, там на час условно выходит в Пенсильванию, людей учит, там у него там проповеди и так далее, проясненно можно говорить проповеди, и обратно там, он только этим занимается, духовное воспитание, люди у него духовно воспитываются, выпускаются и дальше занимаются его идеями дальше, он ни с кем ни на связи, ни на телефоне, тогда не был и сейчас не был, просто последователи его идеи. Ваныш, ты сейчас, ты только что ну, ранее говорил, что ты хотел бы снять фильм про Брайла Тансарина, и я так понимаю, ты вдохновляешься Брайлом Тансарин, что ты даже сделал похожую фотографию, я объясню, у тебя есть фотосессия со своими учениками, и его, и есть же фотографии, архивные фотографии Брайла Тансарина со своими учениками, да, я так понимаю, это твой сейчас... Роу-модел? Ну, ролл-модел, да. Вдохновляюсь, так скажем, вдохновляюсь, Фетхулла Гюлен тоже, я с ним тоже сильно вдохновляюсь, беру примеры, лучшие примеры у людей, и пытаюсь повторить их успех, хотя бы на 10%, я не говорю, что я современный Брайл Тансарин, ни в коем случае, вообще, почему Брайл Тансарин? Это первые в Казахстане в степи школы, то есть, до этого школы у нас были, какие они были, это было Мидреси, у нас были тарикаты, тарикат, это типа, есть Ясуи, да, такой у нас был человек, он привнес в степь религию, но под наши обычаи, не-не, под наши обычаи, то есть, это не было так, что арабская культура накладывается на твою, то есть, установки моральной принципы ислама накладываются на твою казахскую культуру, на культуру кочевников, и вот так его приняли все, и в итоге тарикат произошел, Ясуя называется, есть еще один тарикат, Накшбандия называется, в Центральной Азии они были самые известные, все представители казахского ханства придерживались тарикатов Накшбандия и Ясуя, всю дорогу, это, что вы понимали, это условно, есть свод правил, каких-то принципов, которые, типа, сложные вопросы, как ты их решаешь, условно, ты можешь во благо людей сделать что-то плохое, ну, то есть, условно, чтобы не обнаружили, что ты там мусульманин, ты можешь выпить водку перед КНБшником, но в итоге ты, в душе ты мусульманин, но чтобы их обмануть и дальше двигаться по своим главным, там, служить добру в отме, типа, такого же есть, ты можешь или нет, такие есть много философских вопросов, на такие вопросы отвечают тарикаты, там, и так далее, и люди придерживались каких-то сводов правил, типа, я вот так буду двигаться, отсюда и пошел свод правил Сепи, Хасымхана, да, первый, Хасымхана, Хаскажала, основанный на, там, Ясавиа, тарикате, а, на Кжбанде, и получается, к чему я это говорю, к тому, что медлисте у нас всегда были, Регистан, знаете, в Узбекистане огромные же, это же капец, университеты на тот момент, вообще, религия и наука шли вместе всегда, это факт, алгебра, слово арабизм, химия, арабизм слово, цифра, слово цифра, это сфр, это арабизм, цифры арабские, алхимия, эликсир, алгоритм, алкоголь, это арабизм, почему интернет слово английский американского происхождения, потому что англичане, американцы придумали интернет, интернет, веб-браузер, сафари, серфинг, это английские слова, которые мы используем сейчас, То же самое и с арабами. Они придумали, популяризировали, развили эту науку. И до сих пор мы используем эти слова арабизмы. Ну, чтобы не думали, что мусульмане невежественные люди, которые не шарят. А кто так думает? Ну, есть такая стигма у людей некоторых. Мы так не думаем. Я не прав, ни в коем случае. Просто нас люди смотрят. И получается, к чему я? Первая светская школа. Обратно открыл первую светскую школу. Там вообще его жизнь, история, это вообще отдельный фильм, заслуживает отдельный фильм. Вообще мы все заслуживаем фильмом. У меня такая идея. У каждого из нас есть своя драма. Про каждого можно снять фильм. Но этот человек особенный, он еще больше заслуживает, потому что он был двойным агентом. Он говорил, типа, зачем русской империи открывать в степи школы? Они в этом не заинтересованы. Им нужны были делопроизводственники, и при этом это была агитация христианства для них. Это была империя, это был не Советский Союз, это было христианское лобби в рамках этой империи. И был такой человек, Ильминский его звали, он крещеный татарин. И он вместе с ним двигался, и в итоге через его лоббирование они открыли Тургайда, первую школу. Она в итоге называлась потом казахско-русская, двухклассная. Вообще-то двухкласс, а не два класса сегодняшние, это шесть лет обучения. И этому они потом дали, и он для них говорил, я занимаюсь здесь популяризацией христианства, и я вам готовлю дело производственников. И для них говорил, кельбалар, а, бралага шоконап, кельбалар ухлак, для них он так переводил. Для наших он говорил, бралага синап, кельбалар ухлак, и он готовил нужные умы. Он говорил, в той версии, какой он говорил, синап? Бралага шоконап. Шоконап это вот. Все понял. Я не против христианства, пацаны, я просто, типа, это было выгодно для той власти. Ты исторический контекст придаешь, ну, типа, то, что ты не против христианства, ты придаешь исторический контекст. Да, 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 исторический. Спасибо, Диас. Этот, получается, и он для них так открывал, но открывал же для казахов, для наших, типа, казахстанцев, ладно, так скажем, и хотел их просветить. А он женские эти открыл, он открыл училище для учителей, да, это, по сути, педуниверситет. Это кладезь таких людей дальше, он преемственность создал. И самое главное, пацаны, я в конце хочу закончить фильм тем, что он открыл первую школу светскую, Торгайда, и туда приходят, знаете, кто? Ахмед Пайдасонов, Муржах Абдулатова. Вот они вдвоем придут в эту школу, щеглы. Ну, они ни одного возраста, у них 10 лет разница. Ну, люди же, чё вы, десакрализация. Они заходят и вот туда, и на этом мой фильм заканчивается. У меня такая идея. То есть, эта вселенная начинается, как Железный Человек в 2008 году. Он создал, оттуда преемственность пошла. Не самый популярный персонаж Железный Человек, но оттуда пошла и вот эта наша вселенная. И я хочу начать с Абрайла Атанасарина. И его цепочка событий, что вот он его создал, и туда пришли, это одни из самых влиятельных лидеров движения Алаш. Вот эта тройка, да, легендарная. Ахмед Патерсонов, Алихан Букихан, Маржах Абдулатова. Вот они. Так что и оттуда уже потихоньку раскрывать их тоже вот так. То есть, про каждого фильм. Вот «Братья Ежан», «Братья Ежан» снимал фильм «Оьян Казах». Вы знаете, что этот фильм миллиард тенге заработал? Этот фильм за уикенд. Мы знаем, да, мы ходили. Уикенд заработал 400 миллионов тенге. Это лучший результат за всю историю Казахстана. Как ты думаешь, в чём так произошло, что «Оьян Казах» фильм стал настолько популярным? Просто потому, что до этого были в открытом доступе, и они были в интернете, как сериалы. И мало кто об этом знал. И в чём мой вопрос? Почему в те годы, когда он вышел, два года назад, не было такой реакции, когда вышел он в кинотеатр, люди увидели? И в чём тут произошла магия? Когда фильм вышел, он не хайпанул сразу? Фильм вышел. Контекст был другой? Нет, вот так было. Фильм вышел на кинотеатры. До этого он был как сериал в открытом доступе. Это сжатый формат. Да, но они вышли напрямую без дистрибьюторов. Есть дистрибьюторы, да, Сулпак, Меломан, сейчас третий открылся, не это называется. И ты договариваешься с кинотеатрами, там, смотришь на кассу, увеличиваешь количество сеансов. Этим за ним агенты, короче, фондовый рынок условно. И они напрямую пошли, у них денег нет. Изначально, когда снимали, денег не было. Но они свои деньги вкладывали. А Сетти Жан, продюсер, он у меня в фильме снимался, и мама играла. Он сам свои деньги вкладывал, они больше давали. И получается, первую неделю вообще кассы не было. Начинается хайп в ТикТоке. ТикТок это вообще отдельная тема, я люблю ТикТок, вообще феномен ТикТока. Это под спидап Молда Назара люди начинают снимать тренд. Я до визита фильма «О я на глазах». Они веселые, живут своей жизнью, я и после. Это для людей, у которых не было правильного касания исторического контекста. Вообще таких людей они не знали, они думали, что он просто поэт и так далее. Но там много чего было же. Ну да. Меня фильм не удивил, потому что я в целом в курсе событий. Но для людей, у которых вообще не было понимания, это для них было шоком. И они начали такие тренды снимать. Мне кажется, еще факт того, что за два года, когда он вышел, за два года повестка поменялась, и в основном население тоже изменилось. Население начало задавать вопросы. И те вопросы, которые она не задавала раньше, то до Контары и до 24 февраля, то она начала задавать уже после. Безусловно, это есть. Но факт в том, что за первые две недели фильм собрал 30 миллионов тенге всего лишь. Маркетинга не было. Фильм хороший, маркетинга не было. И спидап пошел, люди начали набирать обороты. В этот момент их соглашение заканчивается. Ну вот, на две недели взяли же, вот закрываем типа такого. Никакого политического там хода не было. Закрылось, и это бум. Да, когда сказали закрылся, почему закрывается этот фильм? Специально хотят, значит, не ставят. А там без дистрибьютора это все делали. И все, после этого, бац, за один уикенд 400 миллионов. Суммарно один миллиард. Это супер, для тех, кто не знает цифры в Казахстане, мало. Вообще, только Хоямбаев зарабатывал больше миллиарда. Казахстанский фильм. И вот он зарабатывает с таким фильмом. Это вообще феномен. Вернемся к твоему фильму. Ты к своему фильму очень сильно подготовился. И, можно сказать, ты сделал очень такую хорошую маркетинговую, большую работу провел, да, очень... Включая фильм... Вкратце, у Куаныша Бесека выходит полнометражный фильм в кинотеатрах. Можно назвать это дебютом? Это дебют на большие экраны, да. Дебют на большие экраны, да. Фильм «Дэстер» и уже за три месяца, да, по-моему, ты очень круто качаешь в социальных сетях, ты сделал, по-моему, какая цифра общая от социальных роликов ты снял? Общее количество социальных роликов? Да, микро вот этих сетей, Reels, TikTok, социальные ролики. Мы ежемесячно снимаем около 15 этих. У нас там три повестки, на самом деле. Да, и подкаст есть отдельный, да, Стер. TikTok у нас контент есть. Мы подстраиваемся под аудиторию этого. Мы максимально хотим касаться зрителей, чтобы они пошли на наш фильм. Окей. Даже жену мою задействовали, да. Да, на уровне коллаборации я объяснил идею, цель. Это было до вот этих трагических событий, ситуаций. Мы многих отсняли. К сожалению, вот эта ситуация произошла. Ситуация с Алтанатом Кеновым. Да. И от этого и собрал еще больше просмотров. В день, когда мы выложили, через три часа вышла эта новость. Оружен, разве я говорю, ваша жена. О чем вкратце твой? Алла Бергенова. Алла Бергенова? Сори. Хорошо. Вкратце, о чем фильм? Если тезисно. Тезисно фильм про... Я это вижу так, что у нас есть устаревшие традиции, от которых надо избавляться. И фильм это демонстрирует. Дастер. Но в скобках. Ой, в кавычках. Ты это так, да. Окей. Ну, вам сюжет пересказать? Я могу сюжет пересказать. Но я про идеологию. Про идеологию, да. То есть... Блин, я не знаю, как начать. Просто я знаю этот фильм. У меня есть свое к нему. Ты, наверное, имеешь в виду синопсис фильма. Да, синопсис фильма. Можешь... Короткий. Синопсис такой, что... Был такой человек по имени Булат. У него есть отец Нашултан. И этот Булат, он беспризорник. И в день выпуска школьниц, школьников, в общем, он замечает девчонку по имени Диана из простой семьи и хочет добиться ее внимания. Она отказывает, и на это он реагирует не ужасно и насилует человека. Насилует девушку. И вместо того, чтобы посадить его по всем законам и так далее, вмешивается Аким. И родители Булата влиятельные, они задаривают, дают коррупцию, грубо говоря, и родителям... Подкупают. Подкупают, да. За 10 миллионов тенге. За 10 миллионов тенге. И в итоге те соглашаются под давлением общественности. И этих влиятельных людей, они, по сути, продают свою дочку. И после этого разворачиваются в события, дальнейшие события. Вот. Это фильм про насилие? Это фильм про насилие в том числе. Но фильм все-таки про джинов или про насилие? Нет, фильм не про джинов, не про насилие. Фильм про наш менталитет. Оттуда и исходит насилие над женщинами и так далее. Окей. Могу я свою рецензию дать? Конечно. Подожди, ты смотрел нефинальный вариант, если что. Я знаю, знаю, знаю. Но дело не в финальном, дело в контексте идеи. А что ты увидел? Я видел, если ты не веришь в джина, что есть джина, которые, если ты неверующий, и ты ведешь свой похабный образ жизни, то, возможно, джины могут зайти в твою душу. Не согласен. Ну, я пока говорю свое то, что я увидел. И как зритель может увидеть? А, зритель прочитает, наверное. Ну, я же тоже зритель. Я вот боюсь не проспорить, возможно, я где-то могу сейчас. Ни одно вот это зловещее существо, ни джин, ни дьявол, ничто не оправдывает действия насильника. Насильник изначально был таким, какой он есть. И вся эта мистическая ситуация происходит после изнасилования. И мы не оправдываем, что кому-то где-то что-то с джином, что-то произошло, от этого он стал плохим, из-за этого он изнасиловал. Такого там нет. Твой фильм, как будто бы есть такая некая форточка для насильника, который может быть, и где-то ты его как будто бы оправдываешь. Не согласен. Просто потому что в этом фильме нет четкого тезиса, что насилие – зло. Потому что есть в этом какая-то третья сила, которая влияет в нынешнюю условную ситуацию. И вот эта третья сила и есть причина того, что произошло. Я это так прочитал. И сцена в конце, ну, я не буду уже спойлерить, она мне еще больше досказала. Я такой, вау. Тогда это больше, скорее всего, такая форточка. И судя по твоему маркетингу хода и судя по тому комментарию, который я читал во всех твоих в основном с подкастов про джинов, есть очень большая вероятность, что это некая такая форточка для того, чтобы избежать полное наказание, которое заслуживает насильник. Смотрите, давай тезисно по каждому моменту. Первое, что я хочу сказать, что в фильме это очевидно показано, что мы не заявляем вообще фильм как мистические потусторонние силы до изнасилования. Ни одного намека на это. Но ты уже в трейлере все это рассказал. Как ты говоришь? Я сейчас про сюжет говорю. Сюжетно. То есть линейное повествование. Давай сейчас пойдем. Линейность. История какая? Человек изнасиловал. Он был таким. Мы его не оправдываем. Он был таким беспризорником, без должного воспитания, без родителей, как его воспитали, продукт его воспитания, общества. И он таким стал. Вот он абсолютное зло. И он изнасиловал. И только после этого такие ситуации разворачиваются. Но с каким контекстом? С таким контекстом, что Но ты говоришь, что не было сказано кем-то, что вот, что это зло. Но фильм про то, что есть такие персонажи, что вот такие вещи происходят с такими людьми, с таким мировоззрением. И там не было такого человека, который вышел бы и сказал, это все плохо. Просто в этом фильме не вычитывается, что насильник это действительно зло. В этом фильме вычитывается, что джинн может повлиять на твою жизнь, что ты станешь насильником. И вот это есть штука, это есть оправдание насильника. Это форточка для оправдания. Смотри, Кана, ты был бы прав? Я не хочу сейчас переходить на что-то. У меня к тебе большое уважение. Я понял. В любом случае, это просто вопрос, который я хотел бы поднять, потому что, возможно, такое тоже увидит зритель. Хорошо. Тогда я отвечу для тех, кто так подумает, что эти люди и ты был бы прав, если бы в фильме был бы хороший человек, классный, добрый, ходит сам по себе, в него вселяется джинн, и из-за этого он начинает насиловать девушку. Если было бы так, это было бы 100% неправильное вообще полностью идеология, повествование, и я бы оправдывал насильника. В этом фильме есть экспозиция каждого персонажа, что тот сидит, курит травку, гопает пацанов, приходит на этот выпускной вечер, ставит на какой-то счетчик пацанов, говорит, организуйте здесь мне поляну, ему организовывают, он дальше чувствует свою безнаказанность, доходит до пика, что он идет, просто берет и хочет к девчонке подкатить, получает отказ, от этого бешенство насилует. Но здесь ни в каком-то моменте ни разу не было упомянут джинн, мистические силы, что его кем-то там, чем-то замотивирован из-за этого. Нет, это данность. И эта ситуация, больше я скажу, что эту ситуацию мы взяли на уровне того, что очень много таких ситуаций происходило. Алдяр придумал логлайн, когда он прочитал про такую новость, что какой-то мужчина изнасиловал девушку, девчонку маленькую, и оказалось, что до этого он насиловал взрослую, ну, типа, совершеннолетнюю девушку, и в итоге там было перемирие, и они заключили брак. И он дальше начал этим заниматься. То есть наш фильм говорит, что нельзя этим заниматься, что нельзя, несмотря на менталитет, яд-палат, идти на какой-то договор с насильником, тем более выпускать его и с ним заключать какой-либо брак. Я вот так закладывал. Ну, мне не хватило. Фильм «Бахат», там никто не говорит, что насилие – это зло. Почему? Там ситуация об этом говорит. Там мама... Ну да, а твоя ситуация говорит о том, что опасайтесь джинов. Как? Опасайтесь джинов. Джин – крепкетет Бастарна. А, фильм 6. Джин – крепкетет Бастарна, и Синдир, она джамам был китет Синдир. Пока она по-своему увидела, но ты закладывал совсем другое, и вы пытаетесь, типа... Сюжетно мы ни разу не показали тему джинов до насилия, чтобы так говорить, что в него вселился джин, и из-за этого он изнасиловал. Вообще там нет такого тезиса. Даже форточки на это нет. У тебя весь маркетинг построен, у тебя есть подкаст отдельный, где ты приглашаешь человека, который изгоняет джинов. Подожди, ты сейчас разные темы говоришь. Ты мне сейчас говоришь, что человеку вселился джин, и он изнасиловал. Ты мне такой тезис говоришь. Ну, я тебе говорю, что фильм мне говорит об этом. Да. Нет, фильм мне об этом не говорит. А подкаст, да, в фильме была повестка джинов тоже, и об этом тоже рассуждается внутри этого подкаста. Но ситуация не такая, что герой был хорошим, в него вселяется джин, и он насилен. Ни в коем случае такого не было. Я с этим тезисом категорически не согласен. И это никто даже не должен увидеть в этом фильме, потому что для этого ни одной... Как ты сконтролируешь то, что они увидели? То, что они могут увидеть люди? Ну, вот, как ты сконтролируешь людей, таких, как я, которые это увидят? Которые чуть-чуть в другом контексте, возможно, видят. Как ты можешь сконтролировать? Ты же не можешь сказать, я это не думал, я режиссер, я это не закладывал. Зайти к нам в голову. Как ты так... Вот, давай логически объясни мне вот этот тезис. Он был хорошим, вселяется джин, он насилует. Нет, он не был хорошим. Я тебе не говорю, что он был хорошим. Да, объясни вот этот тезис. Ну, мне почему-то кажется, что народ, общая масса, прочитает по-другому, иному. Что тема насилия там фигурируется не самое главное. Самое главное в твоем фильме, как после просмотра этого фильма, оно фигурируется, вот, вторая часть этого фильма и концовка, это именно часть с джинами. Давай возьмем... Как ты так думаешь? В формате, в моменте, когда мы обсуждаем насилие и в контексте всех этих... Ну, я не только говорю про салтанатную кенду, но в целом у нас вопрос насилия очень острый, воспринимается. И когда ты ставишь вопрос насилия вот такой и его спускаешь на второй план... Как я его не отпускаю, это твоя оценка. Ну, учитывая моей... Это моя рецензия. Я суждаю на фоне моей рецензии. Не боишься ли ты так, что люди, многие поймут так, как я? И все-таки возможно ли во время, когда мы снимаем какие-либо про насилие, этично ли ставить какую-то или другую тему под текстом этого? Ну, это творческий ход. Это как можно сказать про Тарантино, что ты, задевая вопрос евреев, холокоста, ты показываешь Гитлера в другом виде и исторически его меняешь. Или кролик Джоджо, да, там тоже ситуация с Гитлером тоже по-другому обыграна с помощью призмы ребенка и так далее. Это я воспринимаю как творчество. То есть, я сейчас не беру на себя ответственность того, что я искренню сейчас бытовое насилие, вообще насилие над женщинами, но я за то, чтобы мы все чаще делали какую-либо репрезентацию, показывали эту проблему, и я не выступаю как правозащитник сейчас, я должен эту тему поднять, там, и решить эту проблему. Мы просто должны все больше, чаще об этом говорить, но самое главное, мы должны говорить в негативном ключе, что это плохо, что нельзя этим заниматься, не давать этому негативную оценку, а под каким соусом и так далее, это уже решение каждого художника, творца и так далее. Важное в том, что я их освещаю, я думаю. В том фильме мне не хватило жирного соуса. Ты имеешь на это полное право, это твои какие-то ожидания, да, я, может, так кто-то и прочитает, и это нормально, это нормально. Как ты... Можно я в уборную схожу быстренько? Давай. Бро, немножко я забейдился. Не, ну, бро, видишь, одно дело, когда там этот... Пацаны, я защищаюсь, потому что вы говорите, что я демонизацией занимаюсь. Я про нашу... Ааа. Ааа. Бейдился больше я, чтобы обсуждать, а я очень... Ноу, Кана, это же не так, это же не так, что он, я оправдываю, там, Джин вселяется, и он такой, я плохой, я насилую. И насчет тезиса того, что изнасилование, это плохо, должен появиться человек, который скажет в моменте, ребята, это плохо. Вся ситуация говорит о том, что плохо. Когда человек, режиссер показывает изнасилование, там же видно, что только саду мазохист какой-то скажет, я кайфую с этого. Никто с этого не кайфует, там ужасно показана действительность. Там Монику Белучи, когда изнасиловали, там же не написано было типа в субтитрах, изнасилование это плохо, зло. Ну, самая ситуация, я негативную оценку даю в фильме, и я нигде не оправдываю этого Булата. Я вообще не согласен здесь. В целом, я открыт критике, вообще открыт критике. Но вот этот тезис, он... Я сто процентов уверен, на 99,9, что люди так не прочитают. Что? А, он был хорошим, нормальным, и вот демонизировали его, и вот он стал таким насильным. Что там? На чем остановились? На том, что ты ушел. Ладно. Окей. Как я увидел этот фильм? Я увидел этот фильм, еще раз говорю, главный герой, беспризорник, на которого все равно даже его родители только защищают его мать, он нужен только своей матери, даже отец готов его отправить, был в армию, готов был отправить на учебу. Сын беспризорник, неугомонный, в своем мире, в своем мнении, завышенный, эгоцентричный персонаж, который делает так, как он решает, хочет делать, как ему позволено делать. Решил побить младших. Чувствует безнаказанность. Побил младших. Решил курить возле школы, курит возле школы. Полная такая, условно, невежда в понимании этого слова. он встречает девушку, которая ему отказывает. По итогу происходит вот это то самое насилие, которое в шоке, в шоке весь аул, начинается ругань между родителями, отец начинает там, пытается мстить, как-то хочет заложить главного, ну вот этого персонажа в тюрьму, на что подключается Аким Аул, говорит, говорит то, что это можно дело замять, что знает, условно, Аул, есть некая стигма общественности, если вдруг она там даже забеременеет, что как бы будет, начинает давить на те самые точки, на которые у нас давят в таких вопросах. Начинает давить, точку зрения, тем же родителям. Они договариваются на 10 миллионов тенге, что видно, как ты показываешь персонажа отца девушки, что ему действительно стыдно и плохо, и ему он не обрел счастья в этих деньгах. Я это увидел. Поскольку-поскольку мы видим сцену, ну мы видим по итогу то, что... Я еще могу спойлерить про Джинович, да? Ну давайте обсудим потом, если что, спойлер. Ну там Джина самое главное для меня почему тезисно, потому что есть третья сила, которая оправдывает вот эту тему. Потому что нет, не должно быть третьей силы. Ну условно, понимаю, это твой фильм как бы, да, но в жизни мы иногда отдаем такую, говорю, перекладывание ответственности от себя на какую-то третью силу. И в этом фильме я это увидел, перекладывание ответственности. Ты персонажа, антагониста не делаешь, ну он как будто бы... Давай я отвечу. Не то, что жертва условной ситуации, да, жертва вот этого, его образа жизни, к чему его привело к этим ужасным, насильным действиям? Нет. Это не так, что из-за того, что Джин и все это из-за него. Я сейчас тебе скажу, ну давай мы сейчас чуть позже решим, мы это оставим или нет, на уровне спойлера. Смотри, я сейчас перескажу тебе сюжет, как бы это было, фабулу. Есть приспризорник, он позволяет чувствовать безнаказанность, насилует девчонку, те давят, на родаков давят, те ладно, идут на встречную, 10 миллионов договариваются и не хотят, делают весь обряд, все традиции, которые у нас есть. Кит, царгасалу, имам, Это ты очень круто показал. Но с такой системой, что не надо этого делать, но они делают, потому что общество этого хочет. Она убегает со свадьбы и после этих ситуаций... Которые там происходят в лесу, она... Ну, после ситуации со свадьбы, после этой ситуации, получается, Вся мистика происходит, про которую ты сейчас говоришь. Но до этого, по хронологическим сюжету, ни разу не было намека ни на какую-то мистику. Сфадьба, куда Аллах отдали, изнасиловал, беспризорник такой плохой, ни разу не было, это на сороковой минуте это начинается, в хоп-жанр меняется резко. До этого никакой негативной оправдывания того, что вот они за это, ни разу, ни одного намека на это нет. И даже зрителю никакой форточки там нету. Я не знаю, как это можно так прочитать. У меня сюжетно так. Я не знаю, почему ты так решил. В этом фильме участвует джин, мифология джинов? Это такая же тема, как шесть демонов Эмили Роуз. Демонизация. Вот демон есть, и все. Это не так, что именно ислам, именно джин. Не, не, я даже не про ислам. Окей, мы можем называть любым названием. Да, это... Если, ну так как в фильме у тебя, как ты, семья у тебя мусульманская, условно, да, из-за этого это джин. Это есть джин, я из-за этого только говорил. Демон, давай скажем, демон. Ну демон, это в другой религии демон говорят, это христианцы демоны. У нас джины, в других религиях говорят по-другому. Так кто в итоге, какая-то третья сила? Если ты хочешь углубиться, демон это шайтан, иблис. Джин это раса. Если сейчас мы сильно будем уходить, но я хотел упростить. Если без упрощения, давай джин, так джин. Нельзя, можно говорить, почему нельзя говорить демон в исламе? В исламе ты... Не, не, наверное можно, я имею в виду, что просто демоны, это в другой религии говорят. Нет, нет, демоны, аврамические религии, христианство, ислам, иудаизм, весь, грубо говоря, лор, вселенная одинаковая, Иса, Иисус, все религии, там, антихрист, даджаль, это одни и те же персонажи, дьявол, демон, иблис, это одни и те же люди, ну не люди, существа, персонажи. Они задействованы же в этом фильме? Условно антагонист в виде дьявола задействован. Ладно. Но мы не говорим, что вот, из-за этого и люди и насилуют, нет, это только в середине фильма, только в рамках хоррора, как сфильмом. Ладно, давай тогда я перефразирую вопрос. Сможет ли зритель увидеть в этом форточку? Сто процентов, я думаю, что нету ни одного упоминания, если поставить фильм, показать первые 40 минут изнасилования, традиции, выключить, все, он говорит, ну вот, человек убил изнасилование, и так далее, без убилки, изнасиловал, и все, причем тут демоны. Демоны потом появляются на уровне скримеров, ужастика, хоррора, но жанр меняется, типа, как паразиты, короче. Мы берем экспозицию, ситуацию, вот насилие, и только потом с этим работаем. И мы не включаем, мы не перемешиваем жанры, вот все это случилось, и теперь как с этим быть, и потом дальше мы нигде не оправдываем этого персонажа. Грубо говоря, прочь, как и то. Веришь ли ты, веришь ли ты сам в эту мифологию? Как мусульманин, да, это один из толпов веры. Думаешь ли ты, берешь ли ты ответственность, раз мы говорим про ответственность, и ты говоришь, что ты сейчас нынешний, каждый твой шаг рассчитываешь, думаешь ли ты, люди, которые, молодые люди, которые посмотрят этот фильм, Дастер, что они как-то в голове могут вот эту, про ту самую форточку, про которую я, они могут увидеть эту форточку. Что ты имеешь в виду под форточкой? Под форточкой. Если вы не верующий, то есть вероятность, что вами могут управлять джина. А, не согласен. Если вы, если вы сделали какое-либо то или иное преступление, то есть к этому ответ. Ответ в том, что, возможно, где-то вселился вас джин. Молодые, я не про то, что ты сейчас имею в виду, я про то, что молодые люди, которые посмотрят этот фильм, могут ли они это прочитать? В исламе не сказано, что совершая плохие дела, тебя вселяется джин, и джин вселяется в неверующих. Джин может в кого угодно вселиться. Ты можешь быть самым главным, крутым имамом, в тебя можешь вселиться. Джин – это существо, как и человек, по канонам ислама. Я сейчас не говорю, что вот мое мнение, вот в исламе так написано, и он не выбирает, короче, он выбирает ему пофиг, грубо говоря, этим существам. И там нет такого, что только плохим и только таким людям. Вот об этом можно говорить? Нет, но у Жеки же с братом такая ситуация произошла, что это же Сихар. Я просто не хотел на том подкасте перед Джекой это говорить, но у Жеки, брата, просто была психологическая болезнь. Ее надо было лечить. И нейрология, и психология. Это останется в эфире сейчас? Да. Я думаю, что вы имеете полное право так думать. Просто мы не стали из-за этики просто появить. Он нам рассказал эту историю, я не стал на этом как бы просто давить. Просто это окей, хорошо. Просто потом я начал изучать эту тему, плюс еще твой фильм. Я такой... Повторюсь, в фильме никоим образом не оправдывается насилие, насильник, джиннами, существами и так далее. Это все происходит постфактум во второй части фильма. Если говорить про мои личные убеждения, про мое мировоззрение и так далее, я лично верю, потому что это один столбов веры в исламе. Если я не перестану в это верить, то я не мусульманин. Если упрощать все. На то и вера. То есть, мы не видим Всевышнего, мы не видим джиннов, но мы должны верить. И в этом и есть суть награды и так далее в рамках ислама. Потому что, если бы мы их видели, и Всевышнего, и джинна, это было бы не вера, а знание. Это вера. Так что, это один столбов веры, что тебе, даже если ты их не видел, даже если у тебя не было таких мистических историй, тебе придется, приходится в это верить. Ижан, веришь ли ты в эту мифологию? Я не верю. Но я и не считаю себя мусульманином такого вот уровня. Пацаны, если вы мусульмане, вы должны верить. Ну, я сейчас вас не осуждаю, пацаны. Просто я вам сейчас про столбы ислама говорю. Наверное, мы тогда, я не знаю. Вы этнические мусульмане. Мы этнические мусульмане. Я больше культурно, да. Но я ни в коем случае, это твое мнение. Да, я тоже думаю, что вы можете так считать, и это нормально. Типа, я так думаю, вы так думаете. Как я думаю вообще все это условно? Я думаю, что это все психология от того, что здесь информация, которая у нас есть. Обычно человек в эти мифы, в разные, что есть третий мир, да, вот все эти, он начинает верить плюс-минус с детства, когда у него более есть уже понимание, и начинаются вопросы к этому миру. И все это условно, что есть джинны, демоны, хоть как можно называть, там, как-то их называют подземными, подземными еще существами. Все это условно навязано нам информацией, которую мы овладаем, и когда у тебя нейрология и психология случаются сдвиги в голове, когда ты действительно заболел заболеванием, да, и когда тебе нужны специалисты, психотерапевты, действительно врачи, ты идешь, не наблюдаешься, и ты начинаешь сам в это верить, что у тебя, в тебе есть эти существа. И твой мозг в той или иной мере начинает сам додумывать. Возьмем те самые кейсы, где мы куча есть в интернете, где говорят, что вот в него вселился в джинн с помощью молитвы, Курана, он начинает издавать эти звуки. Это на самом деле психология, есть такой термин, что это мозг сам додумывает, просто потому, что это его истинный страх, что есть, он в это верит искренне, в этих джиннах, и он начинает говорить, потому что у него есть информация, как они звучат, как они действуют, но тем или иным любым есть объяснением, что человек двигается по-разному, начинает перекладываться, нет связи между головой и своим телом, все вот эти все вещи, они говорят, ну что, это человек, просто он не владеет информацией, подводится, он сам додумывает эти вещи. Есть правда в твоих словах, но... Это что говорится в науке. Смотри, давай, раз мы затронули тему ислам, давай мы чуть-чуть остановимся на этой теме, я чуть-чуть раскрою свое мировоззрение и так далее. Ты сейчас берешь кейсы, когда люди действительно заболевали какими-то болезнями. Я беру кейсы конкретные, похожие на то, что говорится, что в него селился джинн. Есть маразм, который сейчас происходит, невежество в исламе, когда находят представители ЛГБТ и говорят, в тебя вселился джинн, давай вытаскивай, это абсурд. Я с этим кардинально не согласен. Есть градации, я захожу без готовых ответов, это мою жизнь не облегчает. Я так захожу, дайте мне указание, как жить, я буду так жить. Я захожу с вопросом, я вылетал с ислама, я учился в медресе, я в какой-то момент ушел с ислама, и я пришел осознанно с вопросами, отвечая на эти вопросы, я понимая, зашел, я предлагаю всем так заходить, не так, что так сказано, так делай, с каким-то критическим мышлением и так далее, получая ответы на вопросы. В данной ситуации это такая же ситуация, как, допустим, все может доходить до какого-то там невежества, маразма, когда покупая колу, ты поддерживаешь Израиль, и ты выливаешь колу, при этом ты только что купил эту колу, и ты только что поддержал на самом деле. И вот такие есть кейсы, ужасные, или как в двигателе-самолете искать еврея в России это произошло. Типа такого, видели? В двигателе ищут, ну, самолет прилетел, они и сняли. Это абсурд, это абсурд полный, и, к сожалению, это происходит. Вообще, в целом, какая проблема ислама на сегодняшний день? Это отсутствие образования, невежество. У многих людей, которые приходят в религию, к сожалению, есть три проблемы, это говорил Федхулла Гюлен на тот момент, когда он начинал все свои движения, есть три проблемы в исламе, большие. Это невежество, это отсутствие денег у мусульман, к сожалению, и отсутствие диалога. Типа, я свое мнение, твое мнение, все, ты плохой, я плохой, уйти. Нет, он хорошо был в хороших отношениях и с евреями, и с христианскими проповедниками и так далее. И надо все время общаться, не надо закрываться, вот я ислам, ты плохой, я плохой. В твоем случае, конечно, есть миллионы кейсов, миллионы кейсов, когда люди действительно болели какими-то хроническими ментальными заболеваниями и им приписывали без какого-либо должного внимания рецепта, говорили, ты все, джин, уходи, и эти люди оставались со своими проблемами наедине и там какой-то был у кого-то печальный конец. Конечно, миллион таких случаев, но опять-таки, я лично не исключаю такие факты, что есть такая мистика, мы живы в мире причин, у нас сейчас 21 век, мир причин, мы везде ищем научные доказательства, мир причин и так далее, но если углубиться чуть глубже, я вижу творение доказательства Всевышнего на уровне того, что квантовая физика, есть эффект наблюдателя, фотон выстреливает, если человек не смотрит, оно распределяется как волна, а как только ставит камеру, она по-другому себя ведет. Фотон, это один источник вот этого света, по-другому себя ведет. Мир упрощается, когда мы за этим не следим, этот мир матрица. Жизнь, это экран, 8 раз сказано вроде в Коране, наша жизнь, это игра, и она вот, вот мы когда отворачиваемся, она вот, графика ослабевает, короче, так примерно можно как-то трактовать, наверное, квантовую физику где-то, конечно, научные, там другие говорили, там вещи и так далее. Конечно, был большой взрыв, конечно, было это все сделано, но кем это было сделано? Это мы просто, обсуждая причину, мы можем сказать, Монализа – это шедевр, да, а кто-то может сказать, а это череда, последовательность разных красок, из-за этого мы видим, как-то рефлексируем, видим здесь красоту. Конечно, это можно научно объяснить, много таких вещей, но человек видит, видящий что-то такое, он видит эту красоту, создание, чтобы вы сейчас создали здесь классный контент, у вас 6 кинокамер, пацаны, у вас 2 света, и здесь у вас синефойка, чтобы фон не заливался, вы над этим работали, чтобы был хороший контент, и весь мир был создан, пацаны, мы сейчас в урбанизации живем, каменные джунгли, и мы не видим, мало видим творения Всевышнего и так далее. Мы даже, наши комбинации цветов, которые мы думаем, что она интересная, стилевая и так далее, там черный с желтым, зеленый с этим, с коричневым, это все комбинации из природы, это все было в природе заложено, саламандра, черно-желтая, из этого дизайн часто используется, на черном фоне желтый классно смотрится, типа такого, почему? Потому что в нас это заложено, пацаны, а вы видели хоть какое-то творение, там животные, насекомые, что-то, чтобы вы сказали, фу, так непродуманно сделано, так некрасиво смотрится комбинация цветов, типа, человек сделал бы, он бы так попробовал, не получилось бы где-то, что-то он допустил бы ошибку, но я конкретно вижу, опять-таки, я сейчас не транслирую, вот там, приходите в ислам, просто я вот через такие ответы пришел в ислам, и сейчас идет приравнивание одной ситуации к другой, обобщение, таких ситуаций, кейсов много, братан, я это знаю, я вижу это, но и нельзя из-за этого отрицать, в моем понимании, что есть какие-то мистические силы, а и султан Азербайев говорил, у каждого есть свои колуны и так далее, пацаны, это так и есть, там они друг другу сихры кидают, по идее, сейчас это, конечно, со стороны может прозвучать бред какой-то, но я... Вот ты в это веришь? Я... Давай скажем, я в это верю, хорошо, я в это верю, да, я в это верю, и такое происходит, пацаны, как только вы заработаете 10 миллиардов долларов, пацаны, вам рядом нужен будет колдун, он белый нужен, или колдун, как вы его будете называть, неважно, вот, есть такие мистические силы. Просто пока не обращайся, я понимаю, то есть что ты понимал, мозг человека, психология, она как раз-таки заложена для того, чтобы ты даешь себе условный какой-то обман, обманном разрешение на то, чтобы ты верил в такие, те или иные вещи, потому что это психология твоя, ты начинаешь, твой мозг сам находит ответ, и в этом лице, понимаешь? Я это не отрицаю, пацаны, сонный паралич у каждого народа по-разному появляется, у мусульманин в джим появляется, потому что у нас в голове эта картинка заложена, у людей-атеистов, вообще там у африканских племен может появиться огромный буйвол там и так далее, от кого он боится, я тебе не говорю ничего против, я с этим согласен, но это не отрицает, что есть и такие кейсы, понимаешь? Я с тобой, я против тебя ничего не говорю, я за науку, пацаны, я за науку, я за развитие, но неохота было, если честно, про религию сейчас говорить, просто из-за того, что я должен был какие-то аргументы давать, я из-за этого начал говорить, в целом, вообще вопрос религии, неохота вообще... Мы вообще не поднимаем, я не поднимал вопрос религии, я поднимаю вопрос твоего фильма. Почему неохота, знаете почему? Потому что, вот проблем дофига, раньше, когда учили религии, пацаны, первое, что было? Адап был, адап на арабском, казахшай, адеп, это типа, ты должен культурно сначала воспитаться, и только потом на тебя накладывается религия, наука и так далее, без разницы, культуру надо в себе воспитать, я сейчас не беру на себя моральную ответственность, я буду учить вас, или исламу и так далее, я хочу хотя бы попробовать заложить основные моральные принципы у людей, воспитать следующее поколение, образовательные проекты делать и так далее, я чуть позже хочу рассказать все-таки про социальные проекты, которые я делаю, я вот этим хочу идти, вот этим я хочу заниматься, короче, но не так, что опять-таки, все вопросы вокруг религии, которые крутятся в нашем инфоболе, это какие самые сильные эгрегоры, это многоженство, это платок, вопрос платка, и чего еще может быть, салифизмом возможно, все, вокруг этого двигаемся, ислам это целый мир для тех, кто познает, вообще в исламе в первую очередь ты должен не молиться сразу, ты должен познавать мир, ты должен быть, там вообще это прекрасная религия, пацаны, я вру, то, что ты об этом говоришь, это очень круто. Да, и почему ты думаешь, что мы против религии или против ислама? Я вот это тоже не понимаю. Есть один из толпов веры просто, я это защищаю, то есть я как мусульманин, когда у меня, видишь, вор в законе, ты спрашиваешь, ты вор в законе, ты должен сказать, ты вор в законе. Кто бы там ни был, условно, такая тема здесь тоже, пацаны. Кто бы меня не спрашивал, в какой-то момент я всегда должен говорить истину. И здесь, типа, в рамках этой ситуации чуть не проигрышно для меня, когда вы про джиннов обсуждаете, я хочу донести до вас мысли чуть глобальнее, что да, я верю в джиннов, но есть и другие кейсы, короче, я не тупо верю в это. А можно вот здесь скажу тоже, ты спросил у меня, верю ли я, и я сказал нет, да. У меня просто был, у меня еще был такой разговор с отцом до кухни, я не помню, кажется, мы об этом говорили в одном из подкастов на очень давно. Ну, кому как не отцу я буду верить, да, вот в этой жизни, это человек, который меня сделал, человек, которого я безумно уважаю и люблю, человек, который, за которого я, да, на очень многое пойду. И вот мы с ним на кухне в один из вечеров и пьем чай, и зашел разговор об этом. И, а я что, я любопытный сын, который, если уж спрашивать такие вещи, то у кого как у него отца. И я вот спросил у папы, говорю, пап, ну вот расскажи, наверняка были, ты столько прожил, наверняка были паранормальные явления, наверняка ты с этим сталкивался. Он мне рассказывал истории, которые у них были в Ташкенте в съемной квартире, про сонный паралич, про, как вся посуда гремела на кухне, и как пять мужиков спали в одной маленькой комнате, да. И я ему говорю, пап, ну и что получается, да, получается это все есть, получается, шайтан, и вот джина все есть, и он говорит, знаешь, что он мне сказал? Он мне сказал, Балам, это все есть, но ты в это не верь. И вот, и все. И вот у меня вот, вот это самое, вот что вот, вот если вот говорить про все, мы сейчас подняли тему, вот это у меня отцовское заложилось, что я вот, вот так у меня. Вот сейчас почему-то я это вновь вспомнил. Да, когда люди думают, что я там не верующий или нет, нет, я скажу тебе, что я верующий, просто я действительно верю. Таагностик. Это не из-за того, что мне там ответ пришел, а из-за того, что я задаю, я переживаю, я рефлексирую, и психология говорит, когда ты это проговариваешь, ответ вот этот приходит. То есть, в этом плане, когда люди думают, что вот вы не верю, да, я верю, просто я разрешил себе верить. Я даю себе возможность верить. К слову, мой отец мусульманин, он намаз читает. К слову, все мои предки похоронены в Микке. А ты кожа учится? Нет, просто мои предки, когда знали, что они будут умирать, они все шли караваном в Микку, чтобы там настигнуть последний день. Я Арган Харакисек. У меня тоже прадед в Микку ходил два раза, но похоронен возле СОВИ. А у вас какого? Сюгыр. Сюгыр? Арган, где Сюгыр? А, Аргентинский. У меня предок мой вообще, он батагой был. Батаберген. Да, у батыров. Пацаны, у вас нет желания изучить их деятельность? Глубже чуть-чуть. Я иногда отвечаю, знаешь как, будучи потомком вот таких людей, я говорю, мои предки за меня и за мое будущее поколение помолились. Я надеюсь, я буду хорошим их продолжителем. Исламе нельзя так? Ты за себя несешь ответственность? Ну, я надеюсь, он несет за себя ответственность? Ну, я несу, конечно, за себя. Я надеюсь, что я хороший человек, и любой спор, который будет там, спрос с меня, я надеюсь, я на него отвечу. И я надеюсь, что искреннее мои намерения быть хорошим человеком и вот здесь мином, это больше говорит, нежели от тех или других канонов в религии. Я ни в коем случае не выступаю против религии. Я за все буквально, потому что знаю, что религия в целом, это такая некая, это нужно обществу. Я это понимаю, что это некий способ рефлектива у многих других или иной. Но я не говорю, что моя истина, это и есть полная истина. Мы сейчас здесь, чтобы просто построить диалог, чтобы понять друг друга. Пацаны, я всегда за диалог, то есть, вот на твой вопрос того, что я хороший человек и верю я в джина или нет, от этого не зависит, да, отчасти где-то ты прав, потому что есть пять вопросов в рамках ислама, я сейчас говорю, есть такое событие, судный день называется, когда все умрут, все умрет, на этом счетчик закроется, все люди, которые когда-либо жили, привстанут, и они будут ждать суда, в этот момент не начнется суд, пока не зададут пять вопросов. Первый вопрос, как ты провел свою жизнь? Второй вопрос, а именно, как ты провел свою молодость? Третий вопрос, каким знаниям ты следовал? Четвертый вопрос, как ты зарабатывал? И пятый вопрос, как ты их тратил? Это самые главные пять вопросов. Я сейчас, опять-таки, я не имею сейчас права сидеть и про ислам вам сейчас говорить, это человек должен изучать, я не имам, я не из КМДБ, чтобы сидеть и говорить, я сейчас про свое какое-то мировоззрение транслирую, и это не руководство к использованию, что делайте вот так, изучайте самостоятельно тоже, но это ответ на твой вопрос, что человек не будет спрошен, верил ты в джина или нет, в первую очередь, ты будешь спрошен за то, как ты провел свою жизнь, именно молодость, каким знаниям ты следовал, зачем ты гнался, как ты зарабатывал, как ты их тратил, все, на эти пять вопросов попробуйте ответить и стройте на этом свою жизнь условно, и все упростите сейчас максимально. Я надеюсь, мы ответим на эти вопросы. Даст Бог. Позже покажет, да. Да. Окей. Все надо надеяться, верить, я тоже хочу ответить. Откуда ты нашел финансирование на свой полный метр? Это возвратные кредитные деньги Алмаза. Ну там, какая-то часть его, он бизнеса вытащил. Вообще, мы шкуры рискуем, кстати. Давай, вообще, вот эта тема тоже интересная. Мы шкуры рискуем, если мы сейчас не заработаем, да, то... Алмаз является продюсером этого фильма тоже. Да, Алмаз является единственным продюсером этого фильма, если в рамках продюсирования на уровне денег. Но мы в ответе за эти деньги, которые мы должны, грубо говоря, поставить, короче. Бюджет какой? 200 миллионов с учетом маркетинга. Вообще 160. Хороший бюджет. Не Кенес Ракишев ли дал деньги? Почему Кенес Ракишев? Ну, по-моему, кто-то или ты выставлял, кто-ли кто-то говорил, выставлял, то ли что-то, что ты встречался с Кенесом и через 3-4 месяца ты снимаешь этот фильм? Мы с ним Казахстанскую федерацию бокса снимаем, про бокс снимаем. Но он как президент Казахстанской федерации бокса у нас периодически проходят встречи. К фильму никакого отношения он не имеет. Ну, просто такой будет вопрос и классно, что мы его договорили. Нет, тут тут возвратные, тут люди, которые даже если где-то дали, это может быть несколько человек. А кто дали? Мы можем говорить? Я не знаю. Они будут ли в титрах? Нет, как раз-таки мы эту ошибку не допускаем. Мы взяли деньги, братан, вот как это происходит в бизнесе? Дай мне вот столько-то, я тебе поставлю вот столько-то, с таким-то, таким-то наваром тебе принесу, все. И он забывает об этом, через год приходит, и ты должен поставить, грубо говоря. Вот. Ну, а уровень его таких бизнес-решений, такое решение было принято. Правильно это или нет, я не знаю, потому что мы сейчас рискуем, получается. Ну, то есть, если мы сейчас не соберем, мы должны будем их поставить. Ну, мы их поставим. Соберете вы, куда вы денетесь? Ну, вот стараемся. По-любому соберете. Как ты, готов ли ты к критике? Я вообще, в целом, когда выйдет фильм, что, возможно, не так поймут. У меня вот такая кожа уже, я настолько привык к критике, что я уже, я вообще, в целом, я никогда не ищу довольства людей. Я остро на это не реагирую. Моё довольство, это довольство Всевышнего. Это, опять-таки, мои моральные принципы. Я не ищу довольства людей. Есть мои принципы, они могут где-то вам понравиться, где-то вам не понравиться. Это нормально. И моя цель – довольство Всевышнего. Потому что, если я буду искать довольства людей, я их не найду, во-первых. Во-вторых, всё время, смотря на их довольствие, недовольствие, я перехожу на уровень того, что я уже боюсь их оценки, я боюсь людей. А я людей не должен бояться. Я должен бояться только своего создателя. И где-то ты меня захейтишь, окей, я попробую на это ответить. Я отвечу. Но перед Богом я не смогу ответить. Я здесь где-то как-то справлюсь, наверное. Не, не к концу. Ты хочешь закончить? Нет, конечно. Есть тема, которую я хочу сказать, по-социальной просто. Консультировался ли ты? Все думали, что же как конс, да? Консультировался ли ты с кем-нибудь, снимая этот фильм, и с правозащитниками, и с какими активистами, с женщинами ли ты спрашиваешь? Конкретно, с кем ты сконсультировался по этому фильму? Вообще, это в целом такой некий прогресс моей осознанности идёт в рамках всего моего творчества, начиная с самого первого работы и так далее. Я проводил, конечно же, ресерч. Сначала было на уровне того, что мы покажем традиции в плохом ключе. И мы взяли как это, как кейс, который везде повсеместно происходит. Как мужчина я взял это. Ну, плохо же, и всё. Но всё больше в эту тему углубляясь, я сейчас не могу назвать, что я конкретно с каким-то фондом общался и так далее. Я сам изучал, я где-то советовался. У меня есть мои, так скажем, ученики, ученицы, шакртер, короче, шакртер, которые занимаются этим маркетингом под моим руководством. И одна из них это Салтанат Турар. Вообще, у меня большая команда, на самом деле. Я не один это делаю. Вот Салтанат Турар это мои режиссёры, которых я обучаю сам. И они у меня на моих проектах работают. Микрофон, чуть-чуть можешь вот так? И Салтанат является феминисткой. Она являлась феминисткой и до прихода в нашу команду. И с ней, как так мы проводим с ней огромное количество времени в офисе, мы там, я их обучаю, где-то я у них учусь. Я вот всё это время с ней обсуждал эту тему, мы обсуждали, и я глубже узнал эту тему. Что? Элементарно даже, что я не могу называться феминистом, я могу быть максимум профеминистом. У меня есть принципы, которые я могу сейчас поделиться, кто-то может посчитать меня профеминистом, кто-то может сказать, что этого недостаточно. А как называется это? Ладно, извиняюсь. Мужчина, который тоже понимает важность феминитивов, отсутствие репрезентации в профессиях женщин, там, К, режиссёр, К и так далее, понимающие это всё и разделяющие эти... Разделяющие эти феминитивы. Да, понимаешь, для кого-то я могу быть недостаточно моих этих, чтобы я был профеминистом. Я действительно считаю, что если есть отчество, то должно быть юридическое матчество тоже. Человек имеет право выбирать свою фамилию. Я могу взять, поставить фамилию своему ребёнку Тлиубай. Это фамилия моей жены. Юридически я этим могу заниматься, никто мне не скажет нет. Юридически, у нас нет закона по матчеству. И по матчеству я не имею права при желании, что будет матчество. Так что я за полное равноправие женщин и мужчин. Если есть отчество, то должно быть матчество. И ты выбирай сам. Хочешь, ты консервативный казах, ставь отчество. И кто-то не согласен, ставь матчество и так далее. Так что в этом плане я полностью разделяю. Но опять-таки я не могу 100% рассуждать так, что у меня нету моя шкура не как сказать я не проходил сам через эти все домогательства и так далее. Я не могу сидеть здесь и вот так сидеть и говорить, что это вот так. Ну я, моя шкура не проходила это все. Но опять-таки вернемся к теме того, что бытовое насилие я лично видел в своей жизни. Я думаю, многие это видели. И это для меня тоже болезненная тема. Я хотел тоже где-то здесь репрезентацией заняться этим тоже. Но понимая бытовое насилие глубже, я понимаю, что это все исходит от того, что в целом ущемление прав женщин. И здесь и как раз-таки изучаю дальше этот вопрос. Конечно, я консультировался, я глубже понимал эту тему. Я признаю, что когда этот фильм мы начали делать, у меня не были такие глубокие познания. В целом, мне Логлайм понравился, мы начали, и в итоге по ходу дела я изучал, и вот я сейчас перед вами сижу, и я до сих пор дальше буду изучать эту тему. Я не говорю, что я там сто процентов овладел всей этой информацией, но я понимаю эту ответственность, я изучаю это все, кейсы. И больше я хочу сказать, что я не знаю, публично может стоить, нет, это может показаться как популизм и так далее. Я искренне считаю, что когда ты понимаешь какие-то социальные проблемы и есть какой-то твой импакт, то ты должен делиться и кассой тоже. Ты заработал на этой теме, ну будь добр, поделись. И здесь тоже, как только мы заработаем, выйдем на чистую прибыль, когда пойдут наши дивиденды, я пока фонд не выбрал, но скорее всего это будет не молчи. На Батр-Жамал мы выходили, они нам не ответили, проигнорировали, к сожалению. Но если они потом все-таки ответят, я буду рад. Я пока не знаю, какие проценты мне нужно будет там еще общаться, но какую-то часть мы обязательно дадим свой импакт и финансово тоже. Потому что поднимаешь такую тему, зарабатываешь на этом, будь добр, дальше делись и так далее. А, бро, у меня был один вопрос по этому, по моей жизни. Комментарий. Да, комментарий. Ты его недавно удалил. Я сразу его удалил потом. Почему? Ну я, Наталья, я его, кстати, не понял, но я хотел его разобрать. Я написал, я вообще не понимаю, как можно бить оружием. Как можно бить Аружан Джазельбекова? В контексте. Аружан Джазельбекова участвовала в промо-компании Хуаныша в фильме Дессер, где она, ну, где этот, да, где фильм. где все подумали, где она красится, чтобы замазать побои от бутылок насилия. Иронично в рамках жанра сатира мы показываем, как надо защищаться от побоев, скрывать побои, но даем этому негативную оценку и говорим, что нельзя так делать. И я, типа, продолжение этой темы, решил просто написать комментарий такой, что потом, ну я так не думаю, я так не считаю, конечно же, но раз там была повестка сатира, юмор, я в рамках этого неуместно пошутил. Потом еще и вот эта ситуация произошла. Но эта ситуация не так, что из-за этой ситуации я там удалил. Потому что я потом Кана тебе же салто сказал, мне салто сообщило, что когда мы снимали тот же соцролик с Каной, и я такой реально подумал, блядь, по идее неуместно чуть-чуть. И вот я вот перед тобой извиняюсь. Да нет, братан, тут-то вопрос в том, что этот... Ну это больше не то, что неуместно, это больше... Нет, типа тут как нельзя бить оружие, ну вообще как вообще тут же не этот... Как вообще в целом нельзя? Это же могло быть тут угодно. Я, конечно, так не считаю. Типа красивых женщин можно бить, а красивых женщин... А красивых женщин бить нельзя, а некрасивых женщин бить можно. Так могли подумать, конечно же. Но комментарии, ты написал, как можно... Я не пойму, как можно бить оружие Дрюжан Жизельбеку? Ну как можно бить оружие? Ну да, это в рамках формата этого видео, сатира, там же тоже... Но в этом нет, братан, это нормально. Мы же серьезно не говорим, как надо защищаться, мейкап делать. Это же тоже как раз такие... Я еще просто... Я просто еще у нее спрашиваю, говорю, это вот так шутка была или что? Говорит, я не знаю. Я только думал, вот мне еще Каткана говорит, что Кука к нам пройдет. Ну я у него это спрошу, короче. Ну я не сдержался, я уже высказал это до... А, да? Да, его ассистенту. Нет, это не ассистенты. Это режиссерки, режиссеры, которых я обучаю. Да, объяснил это ученикам Хоныша, что вроде бы коммент не столь уместный. Окей, ну ты с этим согласен? Я согласен, я из-за этого удалил. Типа, я не так, что я там, свои слова беру обратно, я типа, все, переобулся. На уровне того, что ну это не должно там дальше стоять. Надо удалить и публично, если надо, извиниться. И передержанным тоже. Да, нормально. Как? Замяли. Замяли, да. Все. Халас. Халас арабское слово. That's it, халас. Я обожаю это слово. Это самое мое любимое слово, халас. Вот я когда Iron Man сделал полный, я это сказал. That's it, man. Халас. Я даже когда бежал, думал, что я сейчас скажу? Что я скажу? И я вот это сказал. Слово кайф арабизм, знаете? Кайф. Просто мне интересная темология, считай, изучаю. Удачи, успехов тебе в этой теме. Я думаю, это очень большая тема. Можно я спрашиваю? Что ты еще сказал, что вот, ты спросил у нас, не хотите ли вы как можно, ну, больше изучить своих предков? Да, без осуждения просто было интересно. Нет, в плане, а как это можно сделать, если это там, ну, восьмое поколение, там, слишком-слишком высоко? Ну, я, лично мой кейс, я начал расспрашивать всех своих родственников. Я с ними каждый раз вижусь, и никогда не было темы того, что, а чем жил ваш отец, а его отец, а он как двигался, а тот. И мне начали такие истории рассказывать. Вообще, вот. Нет, в этом плане у нас есть интересы, но я изучаю. Нет, ну, в плане, я подумал, видишь, Хонес сказал, что он в Медресе еще учился, я подумал, есть какая-то база данных какая-нибудь где-то вон там. А, нет. Если вы только, нет, а так-то, конечно, на уровне родственников. Кстати, у нас же письменности не было, ну, такой. Вот, вот, а ты спросил, не хотите ли вы изучить, я подумал, блин, неужели? Письменность у нас была, просто имеется в виду, оседлого образа жизни, много всего не сохранилось. Да, и, к слову, вообще, моя фамилия изначально не Би-Си-Кей, моя фамилия изначально Ди-Си-Кей. Ди-Си-Кей. Просто потому, что во время расплачивания мой дед хотел сохранить себе жизнь, какие-то свои там, ну, какой-то свой капитал, и ему пришлось, чтобы никто не подумал, что он из богатого рода взять фамилию такого, ну, чуть-чуть социального класса младшего своего родственника и взял его имя и фамилию. А, все-таки родственники были такие. Да, ну, и, да, он взял чужой, 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 чужое имя, и так он раскулачиванием уехал в Россию, всю свою молодость, работал в Омске, вернулся с паспортом на 10 лет старше и гордился тем, что он раньше вышел на пенсию, будучи шахтером. Просто шахтеры и так выходят раньше, плюс еще, плюс 10 лет, он еще свой возраст, еще вышел, и он радовался тем, что он такой вышел достаточно в молодом возрасте, ну, условно для него, и да, и вот, и да, и его фамилия Искрин Дюсик. Я к чему это спрашивал? Я тоже вернусь тогда к этой теме. Одна информация вообще, одна гипотеза вообще скрыла мой мозг по-другому вообще. Ну, вообще, был такой человек, Мирус Курмашев, к сожалению, человек трагически погиб во время землетрясения в Турции, вот, и айтишник Иманд Уолсон, этот человек поддержал в свое время меня, и он дал свой офис бесплатно, он сказал, вот, пацаны, вы там что-то делаете, у меня есть целый этаж, бери один офис, двигайся там. Я когда только переехал в Алматы, он поддержал сильно по сути. И один раз сидим, пьем чай с ним, и это наше только первое знакомство, во время этой же встречи он сказал, бери наш офис, ты мне нравишься, типа, ну, на уровне того, что, типа, я тебя поддержу, братишка-братан, типа, такого, ну, без такого понебратства, просто без обязательств. И он говорит, все, базара нет, я понял, типа, чем ты хочешь заниматься, я твои цели понял, а через год какие планы? И я ему хоп-хоп-раскидал, через год вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Окей, говорит, через пять лет какие у тебя планы? Я такой, оп, ну, задумался, ну, фильм, пять фильмов продюсерский центр, тру-тру-тру. Ага, через десять лет какие планы? Я такой, уже тяжеловато, ну, вот так хочется, конечно. А через пятьдесят лет, через сто, через двести? И я такой, в голове логика, да, типа, ну, тупизм, за что, через десять лет меня же не будет здесь, что, какая, какие у меня цели? Он говорит, пока ты не поставишь себе такой, ты пока не ответишь на такой вопрос, что будет с тобой, с твоей компанией, вообще, с твоей деятельностью через пятьсот лет, ты пока не ответишь на этот вопрос, твоей компанией не будет с тобой пятьсот лет. Типа, японцы на эти вопросы отвечали в своё время, и эти компании существуют уже больше пятиста лет. И дальше эту тему сам, он вот так, это информация, которую он мне дал. И ты с ней пошёл жить дальше? Да, я пошёл жить дальше с этой информацией, и пришёл к чему? По сути, есть наши личные цели, да, есть наши цели, там, на год, на два года, на пять лет, на десять, есть же какие-то на уровне уже не цель, а миссия, какая-то через сто лет, через двести, через пятьсот, да, и, возможно, если, мы же, по сути, мы, по сути, передаём свои гены, вот, условно, без какого-то, нету регресса у нас, мы либо прогрессируем, как клетки человеческие, в какой-то момент мы начинаем себя уничтожать, примерно 25 лет, потому что в это время мы уже свой геном должны передать следующему поколению, наше ДНК должно дальше идти цепочка. Я к тому, что, по сути, мы вот, если ещё посмотреть, ещё масштабнее, да, на нашу деятельность, жизнь и так далее, мы просто цепочка людей, которые вот до нас было тысячи, и после нас будет тысяча. И, базар, нет, есть наши маленькие амбиции свои, наши, да, какие-то, но есть то, что вот так проходит сквозь, типа, как в этом нейросети, да, есть наши маленькие амбиции, есть точка входа, есть точка выхода, и там каждая нейросеть, она вот так проходит через какой-то вот, ты исполняешь какую-то свою функцию, фух, проходишь дальше, типа, ты, по сути, одна из этих цепочек нейросети, короче. Ты имеешь в виду одна, типа, ты очередной этап итерации. Ты мне нужен сейчас. Да, это один из этапов итерации, которая, типа, до нас тысячи человек итерировалась, типа, жизнь, вот, мозг там развивался, гены развивались, и после нас должно тоже так же продолжиться. Вот, и к чему я? К тому, что, вот, давайте возьмём как геном поколения физиков. Спасибо. Поколение физиков, геном. Опен геймер, да? Не было бы ядерного оружия без квантовой физики основ Эйнштейна. Не было бы Эйнштейна, если бы не было бы механической физики, которая 300 лет развивалась, там, Ньютон и так далее. И вот так, вот так, на ступеньку дальше ты идёшь. Если бы опен геймер, не было бы этого всего, ему бы пришлось заниматься естественной какой-то физикой и так далее. Я к тому, что вот есть такая цепочка, и на уровне моего генома, когда я начал изучать свою личную историю, что, оказывается, мой седьмой предок, восьмой с рам дат оло, напрямую через мамину сторону, на гаш шахтан, я такой, я до этого так, чё, кто он в истории, когда по школе изучал, я потом начал углубленно изучать его историю, это отдельная драма, как его внук, мой прадедушка, его чуть не убили, он, его отправили, хазэ, хазмолда, который в фильме «Отсанаспром» это история личная моего прадедушки, и вот как он был проповедником ислама, имамом, шейхом, это научный деятель в исламе, да, и его перед тем, как расстрелять, он все свои научные труды успел закопать, такое место Шошхасай, возле Туркестана, и его там, всё на этом, и я когда видел клип «Жильтохсан» «Жайхпенжиз Кенча» «Айтуре», это лучший клип, который, это мой любимый клип, я вот каждый раз плачу, когда я смотрю этот клип, вот этот ребёнок нашёл наследие, которое оставил его дедушка в клипе, и я такой, блин, у них же были какие-то большие цели, вот эта цепочка должна была продолжаться, и для себя, я сейчас не говорю, что вы должны так делать и так далее, для себя я нашёл много ответов, изучая свою историю через призму того, что есть какие-то большие миссии, вот так я нахожу для себя какие-то миссии, не на уровне эгоизма своего, там, хату построить, типа такого, вот это меня чуть вдохновляет, короче. Ну супер, нас это тоже вдохновляет. Перейду к другому вопросу, если можно. Клип от Джара Гуджу. Это не мой клип, хорошо, что вот, уф, можно наслабиться, что там? Да, какие были твои ощущения, когда ты его увидел на предпоказе? Этот клип не вышел же. Ну да, ну мы не можем его не проговорить, в любом случае. Как это называется, Орша, когда вот типа и так, и так, когда чувствуешь себя двоякой? Индифферентно. Индифферентно, давай скажем, я типа умный, порежь ты сначала, индифферентно. Где-то согласен с тезисом, где-то не согласен, и я был против выхода этого клипа. Влиял ли ты на решение, ребят? Повлиял ли ты на это решение? Я не могу на этот вопрос ответить, но я максимально старался. Повлиять? Угу. Почему? Потому что мне важна их жизнь, типа я за них какая-то пацанская, наверное, забота, и типа я хотел их предостеречь, от кого ты боялся? Там много повесток, пацаны, там, на уровне взаимоотношений Казахстана с Россией. Я был, я видел. Мы же там общались. Там на уровне геополитики, пацаны, там на уровне Казахстана, да, сейчас чуть-чуть мы такие в своем, в своей каши где-то варимся, да, когда там условно уже большие силы, там, сколько бы мы не отрицали, Россия тоже на самом деле большая сила. И когда на них уже идет какой-то камень, огород, люди не будут разбираться, а, это же о политичной оппозиции и так далее. Так, кабинет, так, кто правитель, кто хаев, что ты допускаешь такое? Ну, давай, это может, я думаю... Ты думаешь, это повлияло бы на это кое? Просто оценка рисков, пацаны, оценка рисков. Окей, а тогда, если возвращаясь к твоим словам, что надо бояться только Бога, почему ты боишься того или иного человека? Конечно, надо бояться. Ну, ты сейчас разные ситуации приравниваешь, потому что есть инстинкт самосохранения, типа, я боюсь только Бога, я же там с горы не прыгну, типа, ну, я только Бога боюсь, типа, такого. Просто элементарно, типа, сахтансан... Хлаэт? Нет, сахтансан хорболмайс, что-то такое, не помню. Береженого бог бережет. Сунда и Нарси, да, это, типа, здравый смысл, логика же должна быть, не тупо религия, да? Так что критическое мышление какое-то. Не было ли это творческой завистью? Ой, нет, единственная работа, над которой я работаю каждый день, по сей день, это работа с моим эго. Я вот, это каждодневная моя борьба, я искренне рад за достижение пацанов, что они собрали больше их клип Чина, чем остальные, что они хайпуют. Ну, объективно, ты знаешь, что Чина не самая лучшая работа. Ну, объективно. Это коммерческая рекламная история. Субъективно, мое мнение. Могу ли я сказать свой тезис, примерно, как это может выглядеть, и ты можешь меня там уже поправлять, сказать, что я не согласен со мной, или все. Группа Ирина Кайратн, надо дать дань тебе большого, будучи ты режиссером их проектов, ты дал им большой, ну, то есть большой пуш. А я часть Ирины Кайратн. Да, ты часть Ирины Кайратн. Я дал себе и пацанам пуш. Да, ты не Толь, да, это большой пуш. Они меня не нанимали. Все верно, все верно, да, это не было такое. Вы были в команде, то есть, короче, ты в тандеме с Ириной Кайратн сделала просто охраненные крутые клипы для казахского клипмейкинга. Спасибо. Выходит, они начинают работать с другим режиссером, с Маликом Зенгером. Да. Который является достаточно таким крутым, ну, иконой. Я ему писал в 15-м году, типа, брата, можно тебе на площадку? Можно я сейчас договорюсь? Хорошо. В целом, то, что он является таким очень уважаемым человеком, да, мы все плакали, мы все знаем его шедевральный клип из Инганда, и, скорее всего, ты тоже, наверное, в то время еще и респектовал, скорее всего, я не знаю. До сих пор респектовал. Ну вот. И выходит клип Аджара Гуджу, который очень сделан в стиле Ирины Кайратн, то есть сохранен код Ирины Кайратн, сохранен хулиганье сохранилось. Хулиганье, да. Да, хулиганье, да. Хулиганье, ну, все равно образ, все равно сохранился, который вы заложили, кто-то ты был причастен к этому. Сохраняя этот, он делает, по моему мнению, просто, скорее всего, самый лучший клип, который не вышел, самый лучший клип в Казахстане, который после Малека Зенгера, после этого клипа, возможно, был бы уже смысла не надо, не нужно было бы снимать уже музыкальные клипы. А, ты думаешь, я типа, есть такая теория, что я сейчас приревновал из этого. Ну, это просто мой вопрос, который, возможно, выходит. Я не говорю за чистую правду. И было ли это такое, что просто какая-то творческая зависть, что могли бы вас сравнивать? Прямо вот это бы вас сравнивали в любом случае, потому что первый бы клип вышел бы после вашего разрыва. Клип мощный, я еще признаю, это офигенный клип, картинка, задумка, реализация, мизансцены, офигенное все. Но тезисы некоторыми не согласен было. Ну, окей, но ты же ушел из группы, разве это не тот случай, когда сказать, ребята, я не имею к вам отношения, и вы мои друзья. Конечно. Вы принимали решение, вы делали препродакшн, вы же не сняли это за один-два дня, вы сняли это за долгое время. Готовились и приходить в день премьеры, и после премьеры у вас произошел диалог с командой, где вы там принимаете решение не выпускать. Я до премьеры говорил. Ты до премьеры сказал, ну и после премьеры ты все-таки уже конкретно повлиял на их решение, чтобы клип не выходил. С точки зрения... Пацанов есть своя голова, они сами приняли это решение. Да, на них есть. Не так, что я там вот так управляю. Нет, они сами приняли такое решение. А по поводу того, что я повлиял, ну, пацаны, я увидел, я сразу отреагирую. Ну, типа, Кент, ты его не видел полгода, он сейчас там условно на наркоте, ты же ему скажешь, я успокойся. Типа такого же. Я сейчас не приравнен в наркоте, но это не так, что ой, я не был на моменте, я с тобой полгода не общался, я не буду иметь права тебе говорить, не надо этим заниматься. Я имею право как друг говорить им об этом, что есть. Что ты, что ты, какие твои аргументы были, чтобы не выходил этот клип? Повестка мне не понравилась. Какая повестка? Так, я могу говорить об этом, просто я не знаю. Ну, клип все равно же не вышел, что уже он как-то может повлиять. Просто клип, который не вышел, люди решили не выпускать, не афишируют, и мы его просто обсуждаем. Мы можем обсуждать, но ты просто можешь... Давай на уровне тезисов того, что взаимо... Триггер мой, это я там, там были много местных, на местном уровне триггер, я на это вообще не лезу, окей, на уровне взаимоотношений России и Казахстана, только на этом уровне. В этом клипе... Я просто один раз смотрел клип, и у меня не было, друг, второй возможности. В России как показано? В виде агрессора. А разве Россия не агрессор? Так я не говорю, что они врут. Они говорят реальность, но они выходят за рамки Казахстана и несут за это ответственность. И когда их, грубо говоря, могут хлопнуть, там, на уровне... Не на уровне Казахстана, пацаны, на уровне уже России. А Россия, это надо признать, это непростая страна. А тебе не казалось бы, что все вопросы бы... Это просто приняли бы как сатиру бы, и не было бы такой критики? Просто... Я просто почему-то... Я вот 100% даю уверенность, что если бы клип вышел, ничего бы не было бы. Просто все бы... 100% не может дать карантии. Я не могу, но... Мои личные ощущения, я думаю, что возможно бы мы покритиковали бы здесь на местном, локальном рынке, но он бы ушел бы туда, но не думаю, что бы он бы каким-то образом бы что-то бы поменял бы. Пацаны, вы можете так думать, я подумал, что реально был риск, я должен был об этом сказать, и не просто сказать, вот там, метеорит падает. Пацаны, подумайте... А как, коллега, тебе не было обидно за Малика? Пацаны, я вот всегда, я топлю за творчество, я за креатив, за людей, которые работали. За людей, которые занимаются, я всех респектую, Малик Зингер, Айсултан, сейчас Аскар Узабаев снял фильм «Теща адаптацию», Килинка тоже человек на российский рынок, вот этим мы должны заниматься, мы должны объединяться, экспортировать, не должны крутиться внутри этой маленькой каши, мы должны деньги извне вытаскивать, сюда приносить, типа такого, я на таком уровне идеологии, я обожаю их все творчество, я вот со всеми хочу быть в хороших отношениях, и никогда не было, раньше может было, но сейчас, типа, нет, я не поисценирую себя как режиссер, я не хочу остаться в истории как режиссер просто. Ответь, пожалуйста, вопрос, не обидно было ли тебе за Малик? В рамках режиссуры, да, типа, когда твоя работа не выходит, очень обидно, я это понимаю, но судьба пацанов важнее для меня. Что бы случилось бы с пацанами? Я не могу, я сейчас не пророк, чтобы сидеть, вот так вот так было, но конкретные риски были, и оно уровень того, что я, мне важно их, там, в целом статус, что они, чтобы нормально у них было, там, жизненный, там, и так далее, там, чтобы все у них было хорошо, чтобы они дальше, я когда уходил, я говорил, пацаны, делайте коммерческий продукт дальше, деньги зарабатывайте, все, двигайтесь дальше, нифигово. Ну, да, они как бы сейчас делают. Да, и это круто, пацаны, вот. Можно я скажу? Я видел отрывок этого клипа, и на месте Куки я бы сделал то же самое. А что бы ты сделал, кстати? Я бы сделал то же самое, потому что, на мой взгляд, это... Окей, я могу ответить. Давай. Что ты? Я бы сделал то же самое, я бы, я бы, я бы, я бы сказал пацанам, что, ну, большие риски, и я понимаю, что Малик сделал большую работу, но все-таки судьба пацанов важнее, да. Другой вопрос, зачем изначально они все это делали, это другой вопрос. Но, опять-таки, если мы сейчас говорим, если мы сейчас смотрим финальный продукт, и если он, в нем есть вот это вот, да, вот, ну, вот, то, что выходит за рамки Казахстана, и уже прямая атака, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы дал свое, я бы дал свое мнение правдивое, и оно было бы вот таким. Ну, конечно, финальные решения, я бы наверняка принимали сами пацаны, но по-кинь-то вски, я бы сделал вот так. Я бы сделал вот так, если я, если я был участником того или иного проекта, и я уже вышел, то у ребят есть своя голова, чтобы решать делать какие-то вещи, потому что достаточно прошло время, написан был сценарий, они были, могли бы остановить его на, во время тритмента, во время синопсиса, во время сценарий, но раз они не остановили, раз они позвали туда кучу людей, и куча людей хотели, пришли на этот проект, чтобы они пришли ради этой идеи, и куча тратила время, мне чисто человеческий, и как коллега, и знающий, что это большой труд, мне чисто обидно за то, что, мне обидно за своего друга Малека Зенгера, потому что это действительно его лучшая работа. Ты будешь за своего друга, как я за своих, сейчас. Все верно, все верно. Мне просто, но, я тебе говорю, будучи, если бы я был бы на твоем месте, но я не на твоем месте, и если бы у меня, я бы просто ушел бы, сказал, вы вправе решать все, что у вас в голове. Ты оставишь в беде своего кента? Почему? У него есть своя голова. Ну, беде оставишь. Раз у него, а? Ну, условно, наркоман, он типа, у него там, последняя такая доза. Да, я оставлю его в беде. Ну, ты плохой кент тогда. Нет, я охуенный кент, потому что я не соцзависимый человек. Это его проблема. И каждый человек в воле решает свои проблемы сам. Тогда при чем тут государство? Пусть тогда люди сами решают свои проблемы. Типа, сам ко себе каждый двигается. Мы же социум. Мы же должны друг другу помогать. Конечно, мы, ну, конечно, просто ты говоришь. Давай заплати в два раза больше денег, чтобы хоть как-то, как-то восполнить его какие-то эти, ну. Не, ну при чем тут деньги, блин, братан. Я не говорю про деньги. Я не говорю про деньги. Как ты говоришь, восполни его деньги. Это творческая, это творческая рефлексия. Человек потратил полгода жизни своей на эту работу, и ты проходишь на премьеру этого фильма изначально, уже говоря, что тебе не понравилось. Как бы я поступил на месте режиссера? Если бы я снял бы такой какой-то клип и так далее, там, полгода потратил бы, и в итоге мне сказали бы, это не выйдет. И, типа, ну, я пойму, что здесь на уровне риска жизни, я скажу, позар нет, пацаны, окей, но было бы классно, если бы вы мне поставили бы за полгода, которые я потратил там в тройном размере, типа, условно. И это не оправдывает, это из-за этого мне становится легче и так далее, условно. Я бы понял этих людей, на самом деле. Но, опять-таки, я не на месте Малензингера, чтобы за него говорить сейчас. Но я бы так поступил. Окей, ты готов, так, я так, нормально. И вот я принял такое решение, и... Ну, разве... Пацаны, это не шутки же политика, это же... Это же не легкомысленно, что... А кто тут говорит про легкомысленно? Тут никто не говорит. Я тебе говорю, что... Ну, ты мне говоришь, что гарантия... Ваз, градус напряжения, он был, возможно, где-то эмоционально переоценен. Пацаны, в России сейчас что творится? Ну, да. Мы же не в России. Окей, но на самом деле я видел последствия четкие. Я видел четкие последствия, и я из-за этого аргументировал. Но, опять-таки, пацаны сами приняли решение, это их решение, я там не давил на них и так далее. Я просто говорил свое мнение, и все. Вот. Да. Просто мне важно было задать этот вопрос. Был... То есть, вот, думаю, на этом халас. Ну, они деньги заплатили, брат, типа, и вот заплатили, вот сделали. Это все их продукт, по сути. По сути, это их продукт. Гонорар озвучил и так далее. Ты заплатил гонорар, ты там, условно... Если сейчас мы юридически дальше пойдем... Да, чисто, чисто... Если понятивно... По-джентльменски, не знаю... По-джентльменски, брат, тогда я полностью прав сейчас. Если мы сейчас понятивно говорим, конкретно, какие у меня моральные устои, как я вырос, я сейчас прав. Если мы сейчас... В твоей голове. Понятивно. Если понятивно, я прав. Если юридически тоже, по сути, берешь и... Они возражения пиши. Да, но ты же уже ушел с проекта. Ты же ушел с проекта. Какое... Ты же... Ну, ты ушел с проекта. Все, ребята решили двигаться сами. Как-никак. Так можно на что угодно накладывать. Типа, уходишь там с Казахстана, все, ты не имеешь права комментировать казахстанские саджи. Нет, дело... Ну, дело... Это твоя команда в прошлом, да? То есть, ты ушел, красиво ушел. Вы завершили свою историю. Каждый идет... Я вообще сейчас не лезу в деятельность. Вообще. Ну, ты же полез в деятельность ваджи. Ну, это критическая ситуация. Критическая ситуация. Да, а так я не лезу вообще. Я нету такого там... Сепарировался, как сейчас модно говорить. Полностью сепарировался. Ну, по факту я увидел группу, пацаны. Ну, сепарировался, но вы... У вас одно здание в офисе, да? Я переезжаю сейчас. Переезжаешь чисто из-за этого или другие вещи? Нет, просто не хватает места. Не хватает места. Супер, супер. Я типа просто, ну, вам всем было бы интересно, понимаешь? Один вопрос так, один вопрос так. И, возможно, я бы как третий что-нибудь мог привнести. Я надеюсь, что в этом подкасте какое-нибудь что-то вот просто... Еще одно мнение. И потом у нас бы выстроилось какое-то объективное мнение. А тут субъект 1, субъект 2, а я вообще... Ну, да, да. Я с Сержаном согласен. Я смотрю на время просто. Я тоже без контекста сижу. Да. Не могу просто... Да, я хочу как-то вот помочь. А вот я просто не понимаю, видишь? Кано свое, ты свое. И как бы я окей. Что я могу здесь сказать? Я не видел фильм. Ну, я теперь понял, что я этот фильм видел, короче. Просто все. Просто самая мысль... Переживая, что наше мнение может повлиять на зрителя? Не переживаю. Просто на уровне того, что... Спойлер и маркетингово... Маркетингово мое мнение может повлиять на фильм. Не на уровне? Ну, нет. Не так прям сильно, но на уровне того, что... Не кажется, наоборот, интерес... Нет, я не про это. Я про то, что, типа, очень много спойлеров было. Вот это... Не, мы это уберем. Некоторые спойлеры. Ну, свое мнение же о фильме я могу ставить? Смело, вообще смело. Вообще все можешь ставить. Я за то, чтобы вот какой-то тезис... И вот моя сторона, и ваша сторона, твоя сторона больше... Ну, то есть все полноценно. Типа не так, что порезано, вот в эту сторону больше ушло. А где-то ответа нет, типа такого. Не-не, хочу вообще не буду резать ничего. Ну, тоже прикольно. Ну, скучно было. Как будто для зрителя будет скучно где-то. Наверное, я не знаю. Я не думаю. Ну, и по моим расчетам я уберу, возможно, маленькие вещи, где мы запринулись там, да, и какие-то мои резкие там вещи, которые я просто необдуманно сказал. А почему твои необдуманные? Можно резать мои, нет? Ну, ты скажи, что ты хочешь, я порежу. Я порежу. Нет, я... Я необдуманный, имею в виду там, то, что я кинул на прожали и про вот это твое мнение. То, что фильм не войдет. Я про вот эти необдуманные вещи. А вот это ты остаешь сейчас? Да, оставляю. Ну, почему необдуманные твои можно резать, а мои нет? Что именно? Гипотетически. Я сейчас говорю, мне нечего сейчас резать, я свое мнение транслирую условно. Ну, гипотетически, видимо, и твое мнение тоже. Необдуманные, ты бы сказал, они тоже были порезаны. Нет. Нет? Нет, у вас же бывают выпуски, что он просто выходит и все. Нет, ну, нет, мы всегда говорим. Есть какие-то моменты, которые были смущные. А, партан, Сабуровский весь подкаст был вот такой. Он сказал, режьте и все. Ну, правда, говорил. Ну, да, ну, правда, Сабуров, да. Ну, подождите, это Сабуров. А вот если вот... Ну, любого, скажи, любой подкаст, который бы тебе сказал. Ну, я тебе скажу. Сейчас надо вспомнить. Роб, кажется, нет такой темы. А, все, хорошо. Да, у нас нет такого, чтобы выставить себя в лучшем свете, выставить спикера в худшем свете. Поверь, многие вещи, где вы спикера могли бы еще закопать, я где-то убираю, чтобы его дальше не закапывать. В этом плане Сабуров, да, честно. Все, все, все. Я за честность. Да, да, да. То есть у нас нет такого... Я, наоборот, просто я в этом подкасте задавал те вопросы, которые, они выходили. И потом ты, возможно, даже поблагодаришь меня, потому что народ правильно все... Если бы этих вопросов не было бы, да? Возможно, да. То есть народ бы не вычитал бы и не понял бы. И так же самое с ЖЭК. Люди думают, что я на него наезжал. Нет, просто у людей есть своя другая призма информации, которые созданы до... ЖЭК, это был такой подкаст, который я без паузы смотрел от начала до конца. Брат, да. Очень интересно. Ладно, не досказал свою мысль, но тем не менее. У нас были подкасты еще, где... После которых страшно нам прилетало. Страшно прям вообще. От гостей? Нет, от комментаторов. А-а-а. Да. Поэтому если бы мы... Хотели бы мы выставлять себя в таком свете, мы вырезали бы многие вещи. Все, все, все. Вопросов нет, пацаны. Надо было это проговорить. Как вы говорите? Окей. Ты какими-то темами пришел? Тема... Я бы хотел больше раскрыть тему достер, потому что тоже прилетает, и хотелось бы тоже здесь проговорить. Президеланный достер ЖОКОЙ, НИГЕБИТ, ПШАТСТАР и так далее. В целом я отношусь по-другому к слову достер, традиции. Казахи говорят, да, одет хорупсалт достер. Это комбинация вместе всегда идет. Почему? Это такая градация. Одет – это привычка. Да, одет – это привычка. Ну, прямой перевод, правильно. Горуп – это обряд. Обряд. Горупар. Андаем андаем. Андаем горупар. Это обряд. Перевод. Салт. Это... Это типа то, что есть какая-то обычая у этого группы людей и так далее. Это может быть община, ру и так далее. А достер – это традиция всего народа. То есть мы видим градацию в слове одет хорупсалт достер от привычки до традиций. То есть традиции, которые мы все это время, каждый день видим сейчас, они когда-то были каким-то нуждой, где-то какой-то привычкой и так далее. Она потом закрепилась у всего народа, да. И есть какая проблема у нашего народа сейчас – это сакрализация условно. Исторические фильмы снимаются в чистом виде. Протагонист – протагонист. Какого-либо конфликта нет. Все такие геройственные диалог. Эпоса там. Но они же люди. Они когда видели Джунгарф, они такие, наверное, говорили «ебать». Там условно. Типа такого, короче. И я за десакрализацию. И в рамках этого фильма, и в целом, что есть какие-то вещи, которые мы не должны вот так сильно привязываться. И есть навязанные, есть такие, которые мы… Подмена понятий произошло. Где-то, которые мы… Не было изначально традицией, но мы это как будто бы сейчас уже как традицию воспринимаем. Условно, традицией можно назвать то, что люди когда-то покупали все время камри. Это традиция уже некая казахстанцев. Ну, современных. Вот. И для кого-то стала традицией ал-пхашу, условно. Для кого-то стала традицией салем-беру. Именно наклон градуса. И вот такие вещи, что… И это не так. Тут не работает поинт того, что наши предки так делали. Наши предки так делали. Возможно, не делали. А если делали, то где-то, может, и ошибались. Возможно, это не актуально. Им надо об этом честно говорить где-то. Не так, что… Сакрализация. Наши предки самые чистые, правильные, умные и так далее. Вот. На этой повестке и заложено весь фильм у меня, что избавляться надо от каких-то традиций, привычек и так далее. И смотреть с критическим мышлением на все это. Это не… Условно, не постулат Всевышнего. Ты должен салем-беру, там, джет-сабар, хрх-сабар. Это все, это наши традиции. Я не говорю, что это плохо, салем-беру плохо и так далее. Но извратили его. Вот такое вот мнение. И вокруг этого мы и строили, на самом деле, много маркетинговых ходов там и так далее. По поводу маркетинга приходится, пацаны, приходится вот заниматься маркетингом. Не такое время, где ты снял хороший, по моему мнению, фильм, ты его выложил и все там, все пойдет там. Бржах Абдуллат не собрал вначале, пока вот в ТикТоке он не завирусился. Вот, и из-за этого приходится заниматься дальше маркетингом. Показывать, приходите на жанровое кино, смотрите такие фильмы. Потому что статистика показывает, что сверхдоход там от миллиарда тенге зарабатывает исключительно франшиза Хоямбаева, да. Берлан Хоямбаева, комедии и так далее. И если я сейчас сниму жанровое кино, сделаю все для того, чтобы люди посмотрели и не оправдываться. Ой, они не смотрят, они тупые, без вот этого оправдывания. Я вот все сделал, все, что я мог, чтобы они пришли, посмотрели фильм, поддержали. Это будет для многих, я думаю, прецедентом. Вот, этот фильм собрал, этот фильм жанровый собирает, давайте вкладываться в жанровые фильмы. Потому что это все-таки бизнес, свободный рынок, и люди там снимают то, что успешно там оправдывается, окупается и зарабатывается. Так что хочется и на рынок чуть-чуть повлиять, то есть в плане маркетинга всего тоже. Вот. Какие у тебя ожидания? Ты не думаешь, что вы доработаете? Ну, ставки же ведь такие же, да? У меня, опять-таки, это духовные какие-то принципы, результат не от меня. Я все, что есть, все, что я смогу, я сделаю, но потом я не буду говорить, ой, я не попытался. Я попытался, а дальше соберу я или не соберу, это уже не в моих силах. Я, главное, все, что есть, моя зона влияния, я все сделал. И даже если я не соберу, это не катастрофа, по сути, это просто риск, который мне не пришел, по сути. Я там никого не буду обвинять, а то я смотрю некоторые казахстанских этих кинодеятелей. Вот сколько-то вложили, давайте, приходите. Я не хочу так сидеть, просто интересно, поддержите, посмотрите. Если нет, то нет, нормально. Ну, мы, в свою очередь, скажем, что поддержите фильм у Куаныша, потому что пусть будет у него возможность еще снимать фильмы. Да, и я думаю, даже есть такой поинт, что реально может появиться много жанровых таких фильмов интересных, что прецедентом будет. Мне еще очень понравилось, что фильм выходит 28 декабря. Биф. Это Биф? С кем Биф? С франшизой Нурлан Коэмбэо? На самом деле пять фильмов выходят, все комедийные. Это типа жирное время, люди отдыхают, первого, второго, третьего, четвертого. И сеансы можно вставить не только вечером, а с раннего утра. Количество сеансов возрастает, у некоторых есть привычка ходить на Новый год в кинотеатры и так далее. И жирное время все хотят забрать. А можешь, жена, ты знаешь наверняка эти фильмы, пять фильмов? Какие это фильмы? Название я знаю, бизнес по-казахски в Бразилии. Я знаю, что выходит. О май гад, кто-нибудь, сколько? Мы так географию изучаем? Да, да, да. Ну это франшиза, это бизнес, как бы он сделал. Он на это имеет по сути право. Да, да, да. Я тоже раньше думал, комедии нет, но пацаны, там половину кинотеатра забирают, 10% дистрибьюторы, 15% минимум налоги, если ты через ДП проводишь, а так 22%. И у тебя остается там суммарно около 20%, тебе надо дивиденды возвращать, ну то есть инвестиции, которые были вложены. А остаток ты еще и делишь инвесторам. Конечно, там населения не хватает элементарно, там количества кинотеатров не хватает. Допустим, в Южной Корее 10 раз превышает рынок кино, этих объема, кинопроката, но количество только 2 раза больше, чем у нас. Но у них количество кинотеатров 10 раз больше, чем у нас, видите? Все ударяется в экономику, в инфраструктуру и так далее. И им приходится пацаны вот так лавировать. Я думаю, я их сейчас не осуждаю, короче. Ну, это их право, это их деньги. Они с ГОСУХи ничего не брали, чтобы с них за это требовать. Пробуют, ну так. Ну, конечно же, есть ответственность, что мы воспитываем зрителей, что надо культурно там дальше показывать и так далее. Комедии могут быть крутые, комедии, где ты вкладываешь душу в эти комедии. Но опять-таки, не осуждаю, живите как хотите. Хорошо. Окей. Есть вопросы у тебя, Южан? Нет, я сегодня, я уже все. Да? Мы выдохлись. Халас, халас. Халас, халас. У меня, да. Окей. Можно я пару задам? Конечно. Которые у меня... Охота повторюсь каноническая, чтобы я еще год никуда не ходил. Год-два. Вот этот знак, который ты использовал пару раз, что это знак? Прикольно. Мне нравится ваш ресерч. Ну, я, если по-моему, ресерчу, это знак Бос-Курт? Нет, это просто... Клянусь Богом, Кураном, Родиной, ее флагом где-то написано. Знак серых волков. Вообще, изначально был знак пан-тюркизма условно. Пан-тюркизма? Да. Мое отношение к пан-тюркизму? Вас это интересует? Ну, в целом, да, мне хочется понять, какой сейчас кука. Потому что, ну, я вижу, что ты меняешься, интересно, в какую сторону. Я когда-то был пан-тюркистом. Когда-то был пан-тюркистом? Да, я сейчас не пан-тюркист. Я, знаете, вот, опять-таки, я же говорил градацию мусульманина. Этот плохой, саляв плохой, тот, этот, потом христиане и так далее. Здесь тоже есть люди, да, есть уровень ответственности. Я, потом моя семья, мой круг, мои кенты, мои родители, моя община, мой ру. И на уровне мой ру многие остаются, кстати. Потом мой народ остаются многие. Потом остаются... Пан-тюрки, пан-тюркизм, и потом только мы все люди. Мы все люди, мы человечество, живые существа. Собака, кошка, как говорили даже. Я думаю, что я должен идти в этом направлении. Я сейчас не могу 100% говорить, что я так мыслю, но я понял, что пан-тюркизм – это просто очередной этап. Я должен идти дальше. Конечно же, у меня есть любовь. Что такое пан-тюркизм, твоими словами? Это как-то объединение не на политическом уровне, а на уровне идеологии, культуры и так далее. Тюрков, прото-тюрков. Это современные турки, азербайджаны, казахи, кыргызы, узбеки. Все тюркские народы. Да, Саха, республика, татары, много. Да, много айц. Хорошо. Интересно. А сейчас ты кем себя позиционируешь? Пан-гуманизм, если можно так назвать. Пан-гуманизм? Пан-гуманизм. Объединение людей. И получается за идею людей, да? За людей. В любом профессии. Да. Это же такое же. Гуманизм. Любовь к людям. Любовь к людям. Разделяю. Разделяю. Я хочу сказать про, в общем, идеологию Казахстана. Что я хочу двигать? Понятие слова. Давайте исторический контекст возьмем нашей страны. Была империя большая. Монгольская империя была. Ее поделили. Мы были на стыке двух улусов. Улус Чучи, это старший сын, и улус Чагатая. У нас евразийская наша степь, современная красная. Это вот на стыке. Появляется Кирей Жанебек откуда? Это вообще там на уровне. До этого был Урус Хан такой. Это хан Золотой Орды. Да? Это улус Чучи. И он берет евразийских этих, там, присоединяет и так далее. И в итоге его потомки, правнуки Кирей Жанебек отделяются от Шайбани и начинают идти вот так. Типа, Шайбани это современные узбеки. Они говорят, это от него поколение там есть и природа. Ну, там, конечно, ассимляция была. И они сказали, мы хотим, мы не хотим реваншизма. Мы не хотим, все до этого ханы, правители все время хотели. Мы за воссоединение Монгольской империи. Мы хотим обратно, чтобы Москва платила нам дань и так далее. И эти сказали, пацаны, мы хотим от всех отвязаться. Мы хотим вот наши земли, мы хотим здесь жить, двигаться, развиваться. Наши ханы будут кочевые, как мы всегда были. Они будут вместе с народом. У нас не будет ханского огромного трона, оседлых больших городов. Мы будем дальше так двигаться вместе с народом. И вот так вплоть до 20 века они все двигались. Мы самый последний народ, который... Мы последние кочевники официально. Вплоть до конца 19 века. Получается, отсюда пошла идеология нашего ханства, казахского ханства. Если мы посмотрим дальше исторически, был Касымхан, при котором у нас появилось миллион казахов, говорят. Каким образом они появились? Мы что, начали... Бэйби-бум у нас произошел? Нет, к нам люди присоединялись. То есть они сказали, вот степи, вот список наших законов. Хочешь степные законы, присоединяйся, и ты тоже будешь казахом. Отсюда и было, что Нагайская орда стала там... Магулстан, оттуда старший род, и в итоге вот образовались. И то же самое сейчас. Если ты, условно, приезжаешь к нам в страну, условно, у нас есть свод законов, и ты принимаешь их, и ты становишься казахом. Все. У меня бабушка Нугай казах. Жузге кремит. Она была Нугайкой, по сути, ее предки. Они присоединились и сказали, все, ты теперь казах. То же самое. Если вы как-то влияете на Казахстан, если вы считаете себя, что вы как-то содействованы с народом и страной, то вы являетесь казахом. Да, казах. И внутри ты русский, уртажис, уложис и так далее. У нас есть туре, тулингат, хргаз, нугай, хожа. Это арабы, да? Они присоединялись, становились казахами, и только потом внутри. Это как в Османской империи, да? Вот, и моя идеология такая, что не работает слово казахстанец. Кто мы? Казахстанцы, мы казахи, да? Мы говорим казахи, ой, казахстанцы. Вот так я... Да, казахпан, он шнде, уорспан. Или казахпан, он шнде, уорспан. Типа такого. Я вот за такое. Это и будет меритократия, это и будут Соединенные Штаты Америки в Евразийской степи, в Центральной Азии. Потому что, когда ты приезжаешь в Америку, неважно, какой ты национальница, ты в первую очередь американец. И только потом ты итальянского происхождения, мексиканского происхождения и так далее. Ты думаешь, эта идея реально осуществима? Вот кейс Соединенных Штатов Америки. Утечка умов мозгов туда уходит. Что в Казахстане любой... Конечно. ...любой этнический человек, будучи там другой национальностью, может себя чувствовать казахом. Конечно. Конечно, надо в эту сторону идти. Я не так... Ну а как же его этническое... Он же себя идентифицирует другим чуть-чуть. В этом плане не будет ли конфликтного интереса? То есть для нас комфортно, чтобы это было так. Для казахов. Чтобы там... Орос, казах говорил как. А для него этнический, он говорит, я русский, ребят. Или этнический. Я уйгур, я не могу быть казахом. Этническая самоидентификация у каждого должна быть на уровне того, что я Жалаир, это старший юз. А еще я казах, типа такого. По сути, вот эти... Ну а если тезисно мы говорим, что как раз-таки, если то, что мы разделяемся народы и дает нам раскол, то, что мы везде даем... Мы состоим. Да, мы состоим, это наша часть в любом случае, да. Но не состоит ли ли то твоя теория, что это не побудет к соединению, а это наоборот пробудет в народе, в стране, как раз-таки раскол, идентификация, что мы все там... Нет, как так? Как раз-таки сейчас раскол происходит. Есть казахи язычные, есть русскоязычные. Сейчас мне миллион людей напишут, не ге казахша сайламист, козахи ватар, ворша сайлами ватар, сайра ватар, казахи-тат. Коуминаш, ай-тай берет вово. Мы делимся все время, казахи язычные, русскоязычные, феминистки, исламисты, что-то еще консервативные, либералы. Мы все время делим. Даже на уровне ру, пацаны, вот вы вдвоем арган, да, вы когда первый раз посоламкались, какой ру там, условно, спросили? Арган, да ну, арган, шинде, ты говоришь, харакисек, а я такой, типа, условно, понимаете, мы вплоть до того... Ну это, типа, это важно знать, я согласен, что это важно знать. Нет, нет, мой поинт в том, что мы... Делимся всегда. Пока мы не найдем то, что нас не разъединяет, мы до этого уровня делимся, делимся, жалаер, да, шинде, о, сурманах, шинде, кайшала, шинде, а, вот здесь я кушек, условно, мы здесь, типа, такого. Все время идти до тех пор, можно расстануться на уровне арган, позар, нет, я тоже арган, все, нет, мы должны дальше копать. Я сейчас не про вас говорю, а в целом есть такие люди. Это мы разъединены сейчас, это надо признать, признание проблемы, это уже наполовину решение проблемы, нам нужно теперь идеологию искать, и вот у меня такой есть вариант, типа, такого. И еще раз повтори, пожалуйста, мы закрепили вариант, чтобы мы делились... Мы состоим. Мы состоим из разных идентификаций, да? Да, это такое, я сейчас ничего нового не придумываю. Не, ну как бы сейчас так и есть же, только ты хочешь заменить казахстанец на казах. Да, казах. Нет, так не так и есть. Почему? Сейчас любой, кто проживает в Казахстане, ну, гражданин Казахстана, он казахстанец. В плане, если это человек другой национальности. Ну, да, мы казахстанцы, да. Но здесь так, что даже на уровне того, что меритократия должна быть, если к нам приехал, условно, даже с Россией человек там релакант, да? Да, если ты принимаешь свод наших правил и готов служить во благо этого, с этого момента ты не просто Каспий и Ин там получил, и Каспий карточку, ты еще становишься казахом, а внутри этим, этим, этим. А внутри? Нет, ну, типа, смотри, если сейчас мы просто разберем, я понял, я тебя понял, но чем же плоха формулировка, когда приезжает человек, если ему нравится, если мы говорим свод правил, это на самом деле мы говорим о законе. Конституция. Если его устраивает Конституция Казахстана... Не, не только, не только. Ну, хорошо, включаю. Если его устраивает Конституция, если он говорит, все, я хочу здесь жить, он получает паспорт, и отныне он является частью Казахстана, он казахстанец. Тут ты хочешь казахстанец понятия убрать и сделать из него казаха. Да. Ну, он же может быть... Для чего вот это? Чем плоха формулировка казахстанец? Вот, скажем так, вот мой вопрос. Потому что исторический контекст у нас всегда так было, типа, мы открыты, присоединяйтесь, есть свод правил, заходите, и у нас будет такая общая община, и мы вот так в рамках этих принципов дальше двигаемся, и мы были не разъединены, как сейчас. Руга больно, анагам больно, всем казахстанам, казахмисам и так далее. Ну, руга больно, анагам, изначально же руга больно, анагам. Нет, смотри, слово казах мы сейчас олицетворяем как олд наци, слово олд появилось в 19 веке, казахша, олд тэгэнсис. А раньше было так, я степной человек, я свободный, из-за этого я и казах, по сути, свободный казах, да, это есть одно и то же слово, а я с такой вот племени и так далее. То есть, мы сейчас говорим, условно, ты можешь быть казахом, потому что ты, условно, там, харакисек, а он, он, он вообще, он уйгур, о чём ты, он не казах. А вот ровно 200-300 лет назад он мог быть кем угодно, но если он живёт здесь, у него какие-то традиции и так далее, он сохраняет какие-то общие правила и так далее, принципы, то он, в первую очередь, казах, только потом, внутри, уйгур и так далее, понимаете? Ну, будущее, мы сейчас, если мы это сделаем, то мы можем обидеть другие нации, потому что он не хочет быть вначале казах. Посмотрите, вы сейчас слишком практично на данный момент смотрите, это как идеологию взять, в эту сторону двигаться, я сейчас не говорю, завтра всё, отменяйте других наций, есть только казахи. Нет, знаешь, что это не так. Просто, когда американец говорит, I'm American, он не подразумевает, что он по нации американец, он подразумевает, что я американец. Вот об этом я и говорю, слово казах, он должен быть не так, что ты определяешь свою нацию, ты определяешь свой статус. Осман-Лэ, это тоже не нация была, ты был Осман-Лэ, и только потом ты мог быть кем угодно. Хорошо. Можно вопрос ещё? Перейду насчёт темы. Как ты отнёсся к тому, что, ну, я понимаю, что, как ты пережил в те самые недели, когда случилось вот это то самое, ну, случай с Алтана Атнукеновой, её убийство? Как ты отнёсся к этой ситуации? Ну, ситуация ужасная. Как ты рефлексировал? Ну, я был внутри этой повестки же, внутри этой повестки, я вот был погружен в эту тему, я изучал кейсы, смотрю, и это было ещё одно явное, огромное показатель, звоночек, что вот никто не должен оставаться в стороне, что вот, типа, мы имеем такую данность, проблему, он дальше двигается, двигается на себе место, надо с этим разобраться и только потом дальше двигаться. И я понял, что я в правильном направлении двигаюсь, как бы это плохо, как бы это ужасно не было бы, сравнивать такую ужасную кейс и говорить, что я в правильном направлении, но как раз-таки фильм на эту тему, сколько у нас просмотров сейчас, и больше всего меня радует, что в ТикТоке у нас юзер-женарид контента больше, чем что мы сами делаем, что люди к этому относятся ненормально уже. Там, условно, для наших родителей было нормальное бытовое насилие, и там все видели, типа, нормально, терпи, шида, шида, да, сейчас поколение наше не терпит, и как раз-таки, что вижу в этом подтверждение всё больше. — Ты как-то выкладывал в социальных сетях свои отношения по поводу этого вопроса? — Весь мой контент последние три месяца на эту тему. — Не, лично ты, лично не как фильм «Дестер», а лично как «Куан Жбисек». — Как раз-таки я «Куан Жбисек» и делаю всё это. — Просто я видел сториз, что ты выложил с инициативой, что твоя жена шьёт жай-намазы, и эти деньги пойдут в сбор Палестины. — Но я и поддерживал. — Я понимаю, я понимаю, что ты поддерживаешь. Я ни в коем случае... — Я думаю, не надо их сравнивать. Это просто насильственная смерть, насильственная смерть. — Смотри, в контексте кошмарных дней случилась действительно большая трагедия, и это была неделя трагедии. В контексте, было ли столь этично именно в этот момент, не говоря уже свою позицию, я просто не знаю, какая твоя позиция была, я просто её не помню, что была чёткая позиция по этому вопросу, но ты выкладываешь с акцией, что с продажи жай-намазов, куда все эти деньги пойдут в фонд поддержки Палестины. В этом контексте это... — Для меня смерть человека одинаково важна. Это может быть женщина, ребёнок в Палестине и женщина в Казахстане, гражданка Казахстана. — Можно сказать, почему женщина в Палестине для тебя важнее женщины в Казахстане? — Она важнее. Я говорю, одинаково важна. Одинаково важна. — Да, то есть почему... Ну, одинаково важна. — А почему для меня должна быть важнее смерть одного человека, чем смерть другого человека? Насильственная. Смерть — это неплохо, в чистом виде. Насильственная — это очень плохо. Насильственная смерть одного человека не может быть выше, лучше, дороже, важнее, чем смерть другого, второго человека, да, и всё. Для меня так. Ко мне были бы вопросы, если бы я молчал бы по ситуации с Алтанатом Кеновой и поддерживал бы Палестину. Вы могли бы с меня спросить. Но для меня одинаково важна и ситуация в Палестине, и наша ситуация в Казахстане. Я режиссер, моя зона ответственности, фильм, я на эту тему снимаю фильм. Этого достаточно. Как ты относишься? Это моя зона ответственности, просто все. Как ты относишься к поправке к закону? За закон, против бытового насилия? Подожди, какой закон? Который сейчас принимают? Который, по крайней мере, его остановили, принимали, потом перестали и вроде бы еще не приняли. И не собираются вроде бы принимать. Подожди, я сейчас не знаю контекст, но если там криминализация идет, бытового насилия, я за. А почему ты не в контексте, если ты снимал фильм про насилие? Я в контексте того, что это криминализация, но какие там пункты, какие там это, я не юрист, чтобы сейчас вам сидеть и говорить за правовые нормы. Я знаю на уровне, своего уровня, обывателя, условно. Ну как ты можешь быть обывателем, если ты режиссер фильма по насилию? Я вот это не понимаю. Ты же не можешь быть обывателем. Я не могу быть юристом, пацаны. Я как юрист сейчас не располагаю. А при чем здесь юрист? Ну вопрос, ты за бытового насилия, за закон бытового насилия? Я про... Или против закона бытового насилия? Закон бытового насилия гласит, это криминализация насилия. Любое криминализ... Ну то есть ударил, ты сядешь, условно. Который Айт Магамбетов делал. Сейчас инициатива Айт Магамбетова последняя. Там, по-моему, несколько лет. Ну я про то, чтобы ужесточали. Сейчас закон действует так. Любой звонок по бытовому насилию, ты не... Тебя... Тебя максимум, по-моему, штраф. Подожди, просто ты в контекст не ввел меня. Если ты сейчас по правке депутата, Мажилиса, Айт Магамбетова, который дал вот этот список, я с ним солидарен, я за, и я за эту поправку в законе. Я хотел просто уточнить, типа, просто зону, чтобы я мог правильно ответить тебе. Окей, тогда перефразирую вопрос. Если человек, допустим, в контексте бытового насилия причинил боль своей партнёры и ударил человека... Это 100% криминализация, надо делать это насилие, это преступление. Это преступление. Должен караться законом. Ну да, в рамках закона она действует всё время. Ну, в рамках закона сейчас максимальное только... Тоже, ну, это закон, максимально ему дают штраф. Его надо менять. 100% надо менять. Да. Ты за то, чтобы их сажали? Ну да. Какие... Просто я не в контексте правовых норм. Может, есть какая-то инициатива, что надо что-то вот так сделать. Я не могу вам сейчас, как эксперт, ответить. Я про это сейчас говорю. На уровне того, что как я чувствую это всё, конечно, надо криминализировать, потому что это ни в какие рамки не лезет уже. Но как, что, я вам как эксперт не могу сейчас ответить. То есть я не хочу здесь сидеть, как эксперт. Я не правозащитник, к сожалению. На своём уровне я готов ответить, что мои моральные ценности с этими не совпадают. Это не норма. За это надо карать законом, но в рамках закона. Если закон сейчас не предполагает наказание, тогда закон надо менять. И всё. А углубляться я, к сожалению, не смогу сейчас, потому что для этого есть правозащитники, юристы и так далее. На своём уровне я делаю. Такие помолчил. Да, ответ принимается. По поводу Палестины. Опять-таки, поляризация идёт. Феминистки и исламисты. Я бы хотел, чтобы феминистки выкладывали ситуацию, кейс того, что насильственная смерть это плохо. По-моему, они выкладывают, брат. На активистов, которые я подписан. Хорошо, тогда перефразирую. Вообще, поляризация идёт. Людей, которые переживают сильно за ситуацию в Казахстане, это хорошо, и сильно игнорируют ситуацию в Казахстане и поддерживают, больше переживают за Палестину. Ещё раз. Я про то, что хочется, чтобы люди, которые сильнее поддерживают Палестину, поддерживали в равной степени и ситуацию в Казахстане, и в Палестине, и люди, которые поддерживают Казахстан больше, и говорят, что здесь наши граждане важнее. Нет. Одинаково паритет важен. Человек, который умирает в любой точке мира, и в Казахстане тоже. Да, есть наша эмоциональная связь гражданки, граждане, наша культура, это действует на нас эмоционально. Но по моральным принципам человек умирает насильственно. Плохо, все, неважно, кто где. Второй не может быть важнее, лучше. Ну, ущемляют же мусульман не только в Палестине. Ну, в нынешнем контексте. Ты про ситуацию с Синьцзян? Ну, и Синьцзян еще, по-моему, было. Еще где? Мьян? Да, всегда происходят такие встречи. Ну, да. Ну, прям сейчас же повестка же вокруг Палестины. Ну, да, периодически. Точно так же помимо Салдана Туркеновой очень много жертв, но она же сейчас, повестка же вокруг нее, сейчас же актуальна же из-за этого, говорю. Словай. Отлично, отлично. Окей. Такой, да, получился очень большой, эмоциональный, но такой хороший. Мы заканчиваем. Пожалуйста, в конце можно чуть-чуть, две-три минуты скажу про свои социальные проекты? Ага, конечно. Конечно, брат, я тебе и даю эту паузу. Спасибо. Скажи, пожалуйста, про свои социальные проекты. Вот, Елема Юдукишин, я начал частный фонд. Проблемы образования. Я, наверное, еще пойду на тематические, у нас же все-таки другая повестка здесь. Да. Потом пойду на образовательный, больше раскрою, но сейчас такую удочку дам, что... Кстати, мне очень нравится этот проект. Спасибо. Кстати, один из самых сложных проектов в рамках режиссуры, документальные фильмы, очень тяжело было режиссировать. Это не написано на сценарий, который ты должен адаптировать. Ты работаешь с людьми, и как это пойдет, ты не знаешь. Так что респект за все твои документальные фильмы. Спасибо большое. Это действительно сложная работа, оказывается. Я побывал на шкуре режиссера-документариста на пару проектов, мне этого хватило. К чему я это говорю? К тому, что мы делали проект, мы с детьми вместе, мы детей обучали в стиле жаланаж, режиссуре, там, операторскому, актерскому искусству. Они сняли клип для Енлега, действительно, сами придумали этот клип Тритмент. Да, мне очень нравится этот клип. До этого они знали вообще про существование позиции режиссер, Тритмент и так далее. Они у меня первый день спрашивали, кто такой режиссер, продюсер, чем они отличаются? Жаланаж это под дороги на Круссей? Да, Жаланаж это Енаул. Второй выпуск у нас был в городе Тарас. Мы там обучали детей, хореографов, теме того, что теневой театр, постановку делали. Эйраст, напомните? Вот эти люди пришли, и они сделали про мифологию казахскую. Третий вуз мы поехали в Павлодар. Там взяли тему того, что художников, художники, которые рисуют. Мы обучили диджитал рисованию, и, получается, они сделали мультик по кадровую анимацию. Сами, каждый кадр, каждый кадр сами полностью чистой анимацией от них. Хотя многие мне говорили, аниматоры, не получится, что они вообще, типа, вот они доказали дети. Я про то, что важность образования. То есть, просто на уровне того, что люди просто не знали, и из-за этого получается то, что низкий порог вхождения в креативную сферу. Идёт, нету неравные условия у людей в сельской местности, в провинциальных городах, чем в Алмате, в Астане. И над этим надо работать сейчас, пока это небольшая проблема, чтобы мы через 20 лет не работали над последствиями, как сейчас бытовое насилие, к сожалению. Изначально не было правильных норм, законов, никто восприниманием не занимался, и в итоге мы сейчас видим ужасающие последствия. То же самое, чтобы у нас не было последствия по образованию целого поколения следующих детей и так далее, то надо этим заниматься. А вот я образованием занимаюсь, пацаны, полтора года, такие вот я вижу факты, что надо этим всем заниматься, кто у кого есть возможность этим заниматься. Потому что даже на уровне того, что… Ладно, сейчас буду повторяться, но в итоге я пришёл к тому, что вот я же вот такие гипотезы пробовал, в итоге я пришёл к тому, что надо делать какие-то боксы, аулдар доставить, где внутри будет аймаки, и ты там сидишь, работаешь, там тебя обучают онлайн креативным сферам, и самые лучшие остаются, работают, зарабатывают деньги, находясь там. Не надо проводить всех в Алмату, в основном строить только два вот этих города-мегаполисы. И вот эта инициатива хочется больше раскрыть в дальнейшем, потому что мы будем его целый год работать над этим проектом. Первый бокс откроется в селе Харкаул, да, это по верхней трассе возле Алматы. Половину денег инвестировал в Жусан Инвест, остальные я инвестирую сам. И хочу показать своим примером, что год и через год там будут, мы найдём, я уверен, кейсы того, что будут крутые аниматоры, моушн-дизайнеры, мобилографы, иллюстраторы, графические дизайнеры, программисты, и мы их вытащим. Документальный фильм, хочу об этом снять, много социальных проектов сделать, и сказать, ребята, go вкладывать аул-дарга. Вот я вышел, как будто бы какой-то аул-дан, вложись туда, мы хаты скидываемся, я против этого ничего не имею, мечети строим, давайте теперь строить вот такие хабы маленькие во всех 5-6 тысяч аулах, и тогда и будет креативная индустрия, реформы, экономики и так далее. Потому что у людей, 90% детей поступают в высшие учебные заведения по давлениям родителей, 70%. 70% попадают там, выбирают какую-то провести, в основном это в сельских местностях. 90% родителей не понимают, что происходит на рынке труда сейчас, что сейчас экономисты не нужны никому. Экономисты и так далее 10 раз нужнее машин-леунинг, машинное обучение, ML, сфера в IT, где ты изучаешь искусственный интеллект. Типа такого, это миллиард раз нужнее, чем экономисты, бухгалтеры и так далее. Много таких работ будет автоматизироваться в дальнейшем, в будущем. И вот это всего не понимают и не туда поступает все наше поколение. Это мы такие крутые, выше Тулеби. Сейчас здесь сидим, но, к сожалению, я вот езжу по аулам, ужасная ситуация. Некачественные взрослые находятся в аулах. Все амбициозные уезжают города, некачественные взрослые остаются. От этого прерываются неправильные нормы. От этого ужасающие кейсы насилия именно в аулах происходят. Потому что там вокруг, к сожалению, из-за нас тоже вот это невежество и происходит. В первую очередь там. Не так, что только там. Я сейчас не принижаю их. Вот. И хочется над этим работать. И хочется, чтобы люди услышали меня. И мы начали в следующем году уже большую кампанию, что я уверен, если каждый человек, у которого есть больше 20 миллионов в месяц зарабатываешь, да, если такие будут строить, мы можем решить эту проблему за 3-4 года условно на уровне Казахстана. Легко. Вот. Вот о чем я хотел сказать. И на самом деле фильм тоже это типа нет желания каждый год фильм снимать, уходить в это. Вот. Большое желание заняться просветительской деятельностью, образовательной деятельностью. Вот. И ради этого я их вкалываю на самом деле. И это не популизм. Ну, я честно скажу, я вот фильм, я заработаю с этого фильма, да. Я все свои деньги реинвестирую в школу. Я верю в твою искренность. Я надеюсь, что... Я в следующем году, в сентябре, пацаны, открываю частную школу в Алмате, 10-11 класс, high school, где я буду обучать детей в рамках этих двух классов. Помимо академического образования, там и креативный сектор будет. Анимация, фильммейкинг и так далее. Потому что я на своем примере вижу, что ко мне пришли ребята, которые очень мало было понимания и через год они снимают всю рекламную кампанию мою. Потому что я прививаю, я дальше передаю свои эти знания. И хочется, чтобы вот так развивалась наша сфера в эту сторону. Я честно, вот все деньги мне не нужны, спорткары и так далее. Я заработаю, я эти деньги с удовольствием вложу в частную школу свою. Вот. И в боксы, которые я буду строить, аулы и так далее. Суммай. Отлично. Надеюсь, люди досмотрят до этого момента и услышат меня. Обязательно досмотрят. Обязательно досмотрят. Я верю, что у тебя очень-таки искренние намерения. И главное, ты искренне пришел к нам и рассказал о своих планах. Ты нас, если что, извини, где-то мы, может быть, подавили, позадавали. Это были вопросы, просто чтобы искренне вытащить тебя настоящего и ответить на те или иные вопросы, которые, возможно, возникнут после нашего, так сказать, большого разговора. Я думаю, что... Я думаю, что... Хочу тебе пожелать удачи с прокатом. Ахмед. Вообще, я хочу сказать, что, Куаныш, в любом случае, ты... Ну, ты для меня такой хороший показатель. Я всегда к тебе с уважением. Ты человек, который меня и вдохновлял тоже, знаешь, чтобы что-либо действовать. И я думаю, что все у тебя будет хорошо. Пусть твой фильм найдет своего зрителя. Ауминь. Ауминь, да. Пусть твой фильм хорошо пройдет. Маркетинг какой-то сделает. И все, можно сказать, только тебе большое... Ну, большое такое уважение от нас. И все пусть... Я надеюсь, что это большое интервью точно всегда смотрят. И думаю, вот так. Наверное, мы уже готовы завершать. Был замандас. Бізбен болган Куаныш Бесек. Ержан Алаберген Канат Бесеки. Сендермен замандас болган Куаныш темыз. Звук. Да. Ух. Бонус. Ау. Борайся. Пакет. Это будет прекрасно. Беря, беря. Да. 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 Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok